запись сегодня конфигурация сложнее чем обычно так что сейчас убедить что у нас есть звук 24 слышно хорошо так звук работает так сейчас пока кто у нас комнате повисите я пока расскажу что у нас сегодня происходит и запущу сейчас скоро мы начнем значит заранее прошу прощения возможно сегодня будет несколько сложнее потому что больше сегодня еще больше экрана за которыми нужно следить потому что александр психиатр который знаком по каналу михаил н согласился поучаствовать и рассказать профессиональную сторону про данный кинофильм то есть у нас будет возможность обсудить и такой дух душевную духовную часть да то есть человеческую и также такой профессиональный взгляд на то же самое на ту же самую сферу скажем так я сейчас попробую по возможности сделать его соведущим если можно я смотрю уже вижу что к сожалению здесь видимо нет возможности одновременно шарить видео я сейчас видео расшарил вам через наш коммуникатор сделал я для того чтобы александр не было задержки чтобы он не видел видео задержки с ютюба то есть увидел так также как я примерно ну и те кто в комнате находится соответственно камеру я уже добавить не смогу к сожалению но технические ограничения наверное думаю что будет иметь смысл очень александр как бы александр даю свободу слова да то есть микрофон можно не выключать на только по желанию когда есть желание то есть любые реплики когда хотите вставляйте если нужно остановить на паузу конспект говорите я остановлю вот остальные но все как обычно то есть слушаем участвуем там если есть желание выступить там и что-то важное сказать поднимайте руку вот если нужно будет там остановить на паузу тоже об этом говорите я остановлю чтобы можно было об этом поговорить значит для начала три тривия небольшая интересная значит как я уже сказал об анонсе в ролике с анонсом есть существенное расхождение между книгой и фильмом расхождение которых привели к ссоре в общем с автором кеном кизи наверное основная в чем различается книга с фильмом с тем чтобы совершенно изменен главный герой то есть вся книга ведется от имени индейца этого большого а соответственно фильм на практически как бы там индейец участвует он смотрит иногда да но в общем на самом деле все действие развивается вокруг главного героя главного героя фильма которого джек николсон играет вторая вещь на которую я специально хотел обратить ваше внимание пристально именно поэтому сослался на чужой обзор что уже буквально с первой странице там с первой второй странице книги кизи совершенно конкретным прямыми словами говорит что вот эти вот служители охранники санитары черные которые присутствуют в сюжете они в общем занимаются по сути регулярным ну надо будет правильно говорить они регулярно насилуют мужчин наверно может не только мужчин но мы точно знаем о мужчинах что они этим занимаются эта деятельность как бы прямо скажем так и прямо и косвенно и поощряется и спонсируется иногда видимо заказывается с этой вот главной медсестрой то есть она держит все такой армии удивительно но это я вижу в этом целое прям пророчество про наш современный мир то есть вот реально у нас есть какая-то не очень здоровая на голову но про это дальше поговорим тетенька которая заняла властную позицию такой вот она одновременно навевает и там школьную учительницу и какую-то директрису крикливую и к сожалению я вчера буквально общественной палате тоже был в подобном положении то есть ну то есть такая знакомая риторика вроде бы холодная вроде бы вся взвешенная на самом деле нифига ни холодная не взвешенная нас занимается каким-то своими собственными там делами далекими от светлых дел соответственно вот эти вот санитары это ее армия я все это решил проговорить именно до того как мы начнем собственно фильм прокручивать что еще значит директор директор по книге голова как главврач на правильно сказать значит главврач находится под контролем фактически у этой вот медсестры она владеет какой-то там компрометирующей информации как я понял по сюжету он ну то ли наркоманит то ли по крайней мере легко объявить его в том что он использует химикаты не по назначению и по сути как бы она занимается руководством вот этим всем то есть всем управляет она на самом деле она как бы не то то что называется серый кардинал то есть она как бы присутствует косвенно не так она руками от этого директора до управляет всем остальным но с другой стороны терапию который вот фильмы показано ведет по книге не она естественно она все лишь медсестра хоть там и старшие продвинутые терапии ведет врач и там когда у диалоги идут про ну для тех кто из вас туда шел там до аудиокниги либо до самой книги там доктор участвует и там как раз в диалогах легко разыгрывается как она им маневрирует этим доктором то есть в общем она она им управляет наверное для вот старта информации наверное будет и достаточно что еще есть тривия но это уже про фильм скорее интересно да что фильм снимался в настоящем госпитале действующем психиатрическом в орегоне там происходило много всяких интересных событий например там например джеку николсон не сразу сказали что участники часть участников это реальные больные которые там жили и это было одно из условий собственно директор он на этих условиях согласился что вы будете их вовлекать и ну всякие смешные случаи были сначала джеку николсон об этом не сказали и он нажаловался там от майкл дуглас рассказывает интервью чтобы ко мне вот прибежал майкл дуглас собственно потому что его папа купил права до майкл дуглас участвовал производстве этого фильма хоть сам там не играет джеку николсон жалуется кто эти странные люди год у нас год перерыв к там между съемками они продолжают играть роли то есть он не сразу понял что это настоящие больные кого-то и привлекли значит из из больных что что-то такое нужно было ему проговорить какую-то реплику сказать а он страдал это и в триве прочитал все он страдал заиканием сильной форме то есть он заикался вот так примерно как заикается этот вот герой там молодой человек и когда ему объяснили что от него нужно что он должен роли выучить так далее он перестал заикаться то есть он такую почувствовал груз ответственности на себе что он перестал заикаться и фактически я так понял не смог сыграть ту роль которую ему сказали потому что он должен был исполнить заиканием еще наверное стоит отметить что сразу несколько членов съемочной группы испытали в общем нечто близкое к нервному срыву в результате вот этих всех действий то есть вся эта игра в охранников и заключенных как и было в одном известном эксперименте проделан да она кончается достаточно ну очень печально вот этот вот имена не запомнил который вот такой который в истерику впадает забыл как герой зовут где он сигареты просил у него реально произошел срыв у этого актера то есть он в такие истерики начал впадать что его с финальных сцен просто удаляли из съемочной площадки просто не сдерживался отдельно интересно что дама которая играет медсестру а тут почти все эти главные люди они все получили там премии и оскаров там они 5 оскаров собрали в том числе по моему какой-то оскар достался этой актрисе которая играет мне старшую медсестру она тоже почувствовала себя довольно тяжело вот этой роли которую она исполняла то что от нее требовалось и она там тоже начала как-то всячески разгружаться например есть фотографии со съемок где просто разделась там типа до топляс и вышла так сказать ко всем участникам съемок просто чтобы как-то поменять свое восприятие потому что на нее просто начал давить этот образ который она играла настолько он был тяжелый ну если что-то еще вспомню то наверное пойдем перед началом александр еще добавить в принципе нет давайте начнем давайте так я сейчас запускаю группу значит помните да что у нас хотите получить голос нажимайте пожалуйста поднять руку чтобы я увидел вот тогда соответственно там найдем паузу и дадим вам слово так запускаю всех кого найду так вроде все должно работать у кого буду и слышать эхо буду сам выключать так что пожалуйста вы боритесь с эхом на своих компьютерах вот сразу уже вижу дениса петрова это я вам выключаю звук не пугайтесь вот соответственно когда вы дойдет до до речи то это да соответственно вам либо вы сами включите бы я вам включу так ну что готовы давайте поедем о александр сразу поднял руку александр я так при прежде чем я дам слову пока она заставка идет там знаковая видел что вчера была трансляция не понял с какой целью было но в общем видел что видимо была разминка надеюсь что вы вчера подготовились да ну да 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 это это александр семислово да сергей приветствую приветствую всех участников и слушателей все таки у нас сергей я так понимаю у нас и у вас киноклуб поэтому предлагаю разбирать все таки фильм естественно то что будет подтверждаться в книге будем тоже использовать но мне кажется большинство слушателей и зрителей из все таки смотрели больше фильм чем читали книгу и мне кажется что когда вот иногда читаешь комментарий книга лучше вот да понимаете это немножко некорректно сравнивать два абсолютно разных автономных вида искусства потому что книга все-таки апеллирует к воображаемому каждый читатель в себя в голове снимает свой собственный фильм а кинематограф все-таки апеллирует к символическому вот и режиссер сценарист вся съемочная группа некоторыми символами пытается нам нечто передать то есть в любом случае как правило даже близко к тексту снятый фильм это всегда по мотивам насчет название я тут немножко поразмышлял и всегда удивлялся почему значит вот полет над гнездом кукушки пролетая над гнездом кукушки что это за такое вот гнездо кукушки над которым вот что-то так происходит можно пролетать над сибирью над москвой из над австралией а гнездо кукушкин такое маленькое даже если этот дурдом с кукушатами вот то есть поехавшая кукушка вот сумасшедшая гнездо кукушки это дурдом то это все равно что какая-то точка географическая и мне кажется что кен кизи когда значит выбирал название для своего романа он имел ввиду какой-то сленг битников или хипарей начала 60-х что скорее всего имелось ввиду самоубийство болтаться висеть зависнуть на между кукушки которая кстати не плетет гнезда гнездо кукушки это не существующее место небытие смерть то есть болтаться зависнуть планировать над гнездом кукушки это висеть на дереве самоубийца то есть название фильма по-другому книге звучит самоубийство четыре из которых в книге и можно зафиксировать два реальных два символических в книге мистер чесвик топится в бассейне билли покончает собой после ночи значит девчонками и бухлом сам макмерфи весь фильм бьется башкой значит об систему и практически тоже можно его приравнять символическому самоубийству и индеец поверивший в ему можно сказать что этот побег в никуда никакой канаду он не достигнет его шериф отловят и ему либо грозит электрический стул в оригоне смертная казнь действует до сих пор либо такая же лоботомия как и значит макмерфи то есть минимум 4 самоубийца самоубийство у нас в книге и фильмы есть значит фильм начинается как вы заметили как комедия смешные шизики в больничке кривляются такие же люди ну там они нервные и там кричат друг на друга там ругаются вот то есть когда сравнивается книга и фильмов книга по большому счету это реально про сумасшествие про расстройство от лица индейца который значит переживает всю эту нездоровую ситуацию то фильм это скорее всего про жизнь просто про жизнь про нас с вами про общество про систему про матрицу про комбинат о котором говорит индейц в книге матрица называется комбинат который уничтожает уничтожила его отца они над ним поработали говорит индейц макмерфи также они поработают над тобой он спился он видел гибель своего народа своей земли отец этого индейца и 1 и индейц не хочет повторить его путь и он что же он делает этот хитрый индейц вы совершенно верно подметили что главный герой книги от лица которого идет свое вставание книги это индейц точно таким же главным героем он становится в самом конце фильма неожиданный поворот для зрителей для всех значит кто смотрел фильм то что он перехватывает нет инициативу у главного героя потому что весь фильм зрители сочувствует макмерфи крутой альфач из тюрячки приехал перекантоваться 68 дней ему оставалось неохота было работать он значит закосил изобразил ненормального и его привезли в больницу больницу разговор с главврачом по душам некоторые подробности и выясняется что хорошо мы вас понаблюдаем говорит ему главврач а тому это и надо перекантоваться и свалить нафиг не работать на ферме оттянуться в больничке но оттянуться в больничке у него не получается он вроде бы все нормально картишки можно значит обуть этих шизиков на деньги и сигареты что кстати он и делает почему медсестры у рэчит все сигареты лайки страйб блоки лайки страйк показали за стеклом на столе потому что они спустили все деньги сигареты этому альфачу значит макмерфи но ну так а курить то хочется скорее всего она решила им выдавать там по пачке в день и что такое то есть она спасла их от самих себя и кажущая есть такая благодушная атмосфера дурдома оказывается не такая уж и благодушная приятная потому что как макмерфи говорит во-первых эти шизики не играют по правилам вот эти ставки мистером мартини у него сигарета 10 центов разломанная напополам она у него 5 центов макмерфи это не устраивает он долго ему рассказывать как нужно правильно ставить но наверняка он все таки ему удалось это сделать или он просто его обыграл даже с такими условиями а дальше происходит погружение погружение вот в это так называемая кометь это комедия плавно постепенно превращается в социальную трагедию а завершается просто-напросто драм я не слышу своих мыслей говорит макмерфи обравляется к сестре рэдж и говорит сделайте пожалуйста потише музыку я не слышу своих ну чтобы нам не кричать сделать и пожалуйста потише музыку на что она его вежливо посылает на три буквы то есть говорит вы понимаете что у нас в отделении есть пожилые люди они плохо слышат александр у меня предложение дайте когда дойдет до этой сцены тогда мы в это углубимся а то мы сейчас дело в том что я когда захочу говорить вот эту ручку буду поднимать вверх потому что я не знаю где находится вот ручка я вот просто вот так вот красную ручку буду поднимать и нет нет сейчас я сейчас сами сейчас моя фраза была к александру семислового в тем чтобы вот в этот эпизод когда будет на экране тогда мы его разберем психиатр александр включен всегда вот есть желание говорить там как только пауза высвечивается прошу сказать говорить спокойно я оставил на паузу я остановил экран хотел услышать есть комментарии по открывающим сценам ну да у меня есть комментарии вот ряд неточности я увидел вот например двери медсестра открывает обычным ключом на самом деле в психиатрических заведениях тем более закрытого типа и обычный ключ открывает дверь и специализированный психиатрический ключ дело в том что там из дверей торчит такая железочка либо трехгранник либо четырехгранник и по типу ручку от двери мы всовываем и специальным движением открываем это следует для того делать чтобы психически больные люди не могли пробраться как вот фильмы мы видим он в раздаточную где выдаются таблетки пробрался чтобы такого не было есть специальный психиатрический ключ это вот раз неточность как в россии как в америке там 70-х годов его видео дальше фиксация цепями кровати в российской федерации такого нет у нас есть так называемые вязки это жаргонное слово это такой эластичный но очень прочный материал по типу веревок для того чтобы буйного больного усмирить как-то его зафиксировать вот цепей у нас нет и опять же по закону максимум на два часа это называется меры физического стеснения как только есть необходимость мы делаем пометку в истории болезни еще на два часа либо еще на два часа на обязательно чтобы было четкое обоснование почему мы там допустим 6 либо 8 часов подряд это делаем но когда мы раз зафиксировали пациента на первые два часа как правило делается какая-то инъекция ему и уже последующих мер физического стеснения в адрес этого пациента не приходится делать то что он как правило за это время уже успокаивается вот и что еще хочу отметить вот когда раздачица в дает таблетки пациентам да то она это делает без перчаток и маски на самом деле это нарушение ну может быть раньше так и выдавали сейчас обязательно перчатки обязательно маска необходимо потому что бывает такое что руки потеют и вот этот пот на пальцах может контактировать с некоторыми лекарственными формами потому что они есть такие так называемые кутабные формы которые нужно рассасывать вот и вот когда кутабная форма и палец может быть взаимодействие это снижает биодоступность последствий для конкретного больного лекарственной формы вот и соответственно маской тоже обязательно вот по фильму далее есть еще такая не точность что он там забивает главный герой либо кто-то от таблетки соком на самом деле в идеале нужно запивать водой потому что считается она наиболее нейтральная сок это более кислая среда особенно если это кислый апельсиновый сок либо яблочный соответственно эта кислотная ph сока может также нарушать биодоступность некоторых лекарственных веществ вот например некоторые лекарственные вещества таблетки рекомендуют запивать например молоком это от стильциловая кислота потому что она раздражающие действует на стенки желудка и может потенциально спровоцировать кастрит если пьется в больших дозах и длительно поэтому рекомендуют запивать молоком а большинство психотропных препаратов если не все лучше запивать конечно водой это более целесообразно с точки зрения биодоступности препарата вот и там также по ходу фильма показано когда транспортировка идет пациента его транспортируют в наручниках ну может быть это и целесообразно но у нас опять же такого нет в россии это у нас назывался бы меры физического стеснения просто какие-то такие прочные эластичные веревки когда пациент не может допустим пошевелиться если он очень буйно очень агрессивный вот но таких вот именно цепей каких-то у нас нет и опять же максимум на два часа все я все сказал а вот такой вопрос конкретно по там по сюжету дальше становится понятно что большая часть пациентов в отделении они находятся там добровольно то есть никто их там не удерживает одновременно с ними находится какое-то ограниченное число людей которых удерживают и но как мы узнаем макмерфь собственно один из них при этом то есть я к тому что такое бывает вообще может этим объясняет что двери не закрываются например ли что они закрываются не всегда ну вообще получается что там проводят у них экспертизы судебно-психиатрические по ходу повествования и если допустим пациент признан невменяемым на момент деликта и требует непосредственно лечения то как правило они должны лечиться в специальном месте не вместе не в общей палате с другими пациентами вот и не в стационаре общего типа то есть в одну кучу так это конечно все неправильно мы должны определенных пациентов в одну категорию других в другую вот даже если это добровольное лечение тем не менее психиатрическая больница там обязаны быть специальные двери с такими вот ключами для того чтобы ну просто как по фильму мы видим чтобы он не забежал в раздаточную где таблетки вот вот это могу сказать понятно я вот на этой сцене решил остановить потому что тут явно на это художественный прием сделан сцена когда вы раздают лекарства первое она совершенно откровенно пародирует ну или что черную пародию делает на причастие и там видно что слишком очевидно что да что это разыгрывается причастие такое вы что-то в этом такое сатанинское от режиссера есть то есть у нас женщина в роли священника да как бы такая псевдо церковь то есть вот больные люди такая как в общем такая черное причастие и я не знаю с какой целью это показали ну наверное с целью вот как раз такого ну да это скажем так режиссерский сарказм который снимал фильм еще сказано что у главной вот медсестры которая там всем заведует у нее чипец который на голове видит ну таких рогов если присмотреться пародия на какие-то рога есть вот и когда читаешь описание это просто такое совпадение но который оказался в кассе очень по ходу фильма брынзой не знаю сходите переименоваться то так ведь не буду брынзой называть но говорите теперь меня слышно да слышно ага в общем я хочу сказать по поводу символизма как раз таки по поводу как вот александр сказал мне вот это вот головной убор называется в общем нет это чепчик для прикрытия волос на самом деле вообще медсестры должны их носить вот потому что больные кушают там ему могут волосы падать куда-то и на самом деле это положено просто по рекламе да да я понял я имею ввиду что вы имели ввиду наверное что рога напоминает нее вот этот чипец а на фоне ее головного убора ее прическа в виде раздвоенный да 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 вот я как раз сейчас во время просмотра фильма вчера я его смотрел я во время просмотра рисовал эту женщину я как раз таки изображал ее в виде такого ну в общем я не знаю люцифера какого-то именно вот эти на этих рогах именно я заострился и в целом весь фильм выглядит так акцентируется внимание именно на ее образе сатаны и вот через вот эти вот ее рога то есть такая такая вот деталь в общем которой заметил это все что я хотел пока что сказать спасибо так я вижу что у нас достаточно плохо идет трансляция она уже два раза рвала сейчас я перезапускаю но я успел запустить запись так что те кому будет интересно смогут потом услышать ее целиком в непрерывном виде но ее придется тогда выкладывать отдельно сейчас я перезапущу чтобы у нас так что у нас что у нас я хочу отметить что психические больные вот по ходу всего приставания очень достоверно показаны вот очень достоверно какие бы они были в реальности вот точно такие же так я же говорю там часть людей это настоящие пациенты особая ценность для того чтобы понять какие они бывают потому что не все люди кто-то неправильно воспринимает больных кто-то думать что они несколько по-иному могут выглядеть возьмите на заметку что они такие как есть и часть действительно это настоящие психически больные вот что хочу отметить вот когда заходит макмерфи значит это новый пациент зашел очень шумно то есть он провоцирует других больных он ведет себя шумно это так называемая психопатоподобное поведение он демонстрирует агрессивность демонстрирует какую-то браваду несдержанность вот в таких ситуациях обычно если больные вот так вот все раскованно развязано ведут пристают какие-то шутки отпускают задираются обычно их начинает колоть нейролептиками и сразу на наблюдательную палату потому что потенциально они опасны они могут спровоцировать какой-то конфликт агрессию с последующими увечьями людям вот они могут наброситься на кого-то потому что он по сути не леченый все другие леченые они спокойные а вот этот вот так вот задирается на самом деле очень опасно так пускать больных надо его лучше уколоть и уже потом когда он будет спокойный ну по-другому с ним уже общаться что он тут прыгает бегает это так называемый хапа подобное поведение и по ходу повествования мы потом узнаем что психопат а у него же еще нет диагноза на этом моменте то есть могут уколоть прямо прибывшего что ли сразу ну да потому что есть определенный риск он может возбудить других пациентов он может как-то нарушить ход уклад режим отделения соответственно будут какие потом последствия вот поэтому чтобы этого не допустить лучше ему объяснить но так как видите мы ему объясняли я так думаю вот он все равно не понимает вот чем дело поэтому лучше перестраховаться в такой ситуации так у нас брын заснул руку поднял вот я хочу добавить александру что тут через весь фильм тоже проходит красные линии то что сестра вот эта старшая она вообще совершенно не заинтересована каком-то психическом в какой-то психической стабильности своих пациентов это прям очень видно на общем собрании дойдем до этого отдельный момент это такой очень интересная вещь потом это опишем вот что хочу отметить также азартные игры мы видим карты категорически воспрещены вот они играют на сигареты играют на деньги играет в очков азартные игры категорически нельзя потому что опять же это провоцирует ухудшение это провоцирует конфликты споры склоки и так далее вот но даже если пациент стабили ну то есть можно какие-то игры допустим шахматы допустим какие-то развивающие но ни в коем случае не азартные тем более карты вот это воспрещено это какого грубое нарушение соответственно это все может пошатнуть режим какой-то привычный уклад вот такой вот жизни у этих пациентов а то что они курят это но реалистично конечно нельзя конечно нельзя значит он заходит у нас еще главный герой верхней одежде ни в коем случае нельзя почему он ходит верхней одежде под отделению а нас вначале для того чтобы пациента принять медсестры обязаны его обследовать на педикулез и на чесотку он там входит шапки потенциально он может быть разносчиком например в шее либо чесочного клеща на самом деле то есть это педикулез может быть вот это неправильно то есть его вначале обследовать на педикулез чесотку только потом запускает опять же снимая верхнюю одежду вот это как бы нарушение то есть такого не бывает то есть он уже в отделении идет в какой-то одежде которую ему предоставляет там либо пижама но без внешней одежде тем более без шапки вот и он демонстрирует там по ходу повествование обнаженных женщин на картах тоже ни в коем случае нельзя потому что для мужчин которые закрытом учреждении не видят женщин это провоцирующий фактор очень жесткий ни в коем случае нельзя и мы видим по фильму как один из пациентов начал неправильно на это все реагирует а то что у них персонал женский это допускается допускается конечно женский персонал но там есть один момент я попозже о нем скажу очень такой интересный вот что мы видим главный врач ну или лечащий врач конкретно он без халата на самом деле психиатрия это единственная отрасль в медицине когда врач не обязан надевать халат то есть конечно по регламенту он должен его одевать но в законе оговоренно для того чтобы не спровоцировать пациента психиатр может не одевать халат белый а просто представься врачом-психиатром это единственная специальность когда врач не обязан надевать белый халат хотя по регламенту в учреждении подобного типа конечно нужно одевать но вот здесь доктор без халат как бы это не нарушение вот и что мы видим что очень близко сидит главный герой от врача на самом деле нельзя вот он курит при нем на самом деле близко сидеть нельзя потому что должна быть оплённая дистанция 2-3 метра это лучше всего потому что пациент может через стол перекинуться может схватить карандаш или ручку со стола и может просто банально воткнуть в глаз если ему доктор начнет что-то говорить ну например что вы тут будете столько-то дней мы будем вас лечить от нас потом зависит ваша дальнейшая судьба после экспертизы так далее вот эти слова не могут спровоцировать вот этого нестабильного пациента который не лечен и который нам ярко демонстрирует психопат подобное поведение должна быть дистанция просто в целях безопасности в идеале в советское время в психиатрических кабинетах была тревожная кнопка где-то под столом была красная такая кнопочка когда доктор чувствует что может быть какой-то конфликт пациент возбудился начинается психомоторное возбуждение ты кнопку нажимает и соответственно должны прибежать в идеале санитары которые усмирить должны пациента дабы не было вреда ни доктору не самому пациенту от своих каких-то действий так далее вот сейчас тревожных кнопок у нас нет но раньше в советское время они были действительно вот ну и соответственно курение когда он дымит это нонсенс это недопустимо еще какая особенность вот никотин есть некоторые лекарственные психотропные препараты например антидепрессант есть такой вальдоксан или по-другому агамелатин там инструкции сказано что у курящих пациентов он не работает то есть когда никотин проникает в организм он садится на некоторые рецепторы и блокирует некоторые ферменты и вот этот сугубо агамелатин не может нормально функционировать расщепляться и свое биологическое действие медикаментоз наказывать потому что никотин его напрямую блокирует вот и поэтому есть ряд препаратов когда нельзя курить вот вот что хочу отметить хотел про врача спросить общее мнение вот но он как как он выглядит для врача скажем так нормально там хорошо плохо ну во первых очень мало с ним сцен в целом он выглядит достаточно корректно вот но из того что мы видим каких-то таких грубых жестких нарушений нет вот он как-то очень так вот на очень на короткой руке общается с пациентом на самом деле у него есть меддокументация да и по-хорошему нужно провести первичный осмотр то есть вот он просто так подружески с ним общается как за за как с другом на самом деле нужно проводить первичный осмотр просто выявить симптоматику которая есть на текущий момент вот психиатрическое освидетельствование нужно спросить жалобы нужно собрать анамнез хотя даже у него может быть это в меддокументациях но все равно пациент может несколько по-иному это все интерпретирует данный конкретный момент времени нужно более подробно расширенно с ним общаться они так просто как там друг с сигаретой так я наверно буду проще чтоб не путать буду называть сегодня семи слов если это не будет оскорблять семи слова поднята рука или просто в прошлый раз осталось поднятая тогда сергей насчет главврача это реальный главврач той больницы где снимался фильм даже так да даже так вот не забываем стоит а 63 год книга 75 год фильм все меняется регламент условия правила приема ключи и стекло кстати стекло там настоящие это настоящее деление там снималась у как есть тогда было так тогда было так и опять я повторяю фильме фильм не про дурдом он про жизнь и людей в нем там некоторые аллегория символизм есть символизм того что люди попрятались под прятались от самих себя в дурдом самое безопасное место сумаш в сходящем с ума мире оказался сумасшедший дом для многих из них кто-то спрятался от жены которая гуляет направо налево кто-то спрятался от мамаши или точнее она его то спрятала после попытки самоубийства кто-то по каким-то другим причинам я хочу добавить вот еще когда он с врачом общается впервые значит врач им уговорить что такое ты блин ладно что направлен он на стационарную судебно-психиатрическую специзу главный герой он поясняет что много дерух свитра хвост это в том числе могут быть признаками психической болезни вот эти его слова он год 5 раз арестовали за нападение посадили за изнасилование ей было 15 лет то есть буйный такой невменяемый антисоциальный человек преступник он ищет оправдание сочувствия своем противоправном поведении и дальше ему говорят они думают что вы притворяетесь чтобы отлынивать от работы то есть провоцирует его врач с целью выявить симулянта может быть это потенциальный симулянт и он так вот пытается его прозондировать прощупать и посмотреть на реакцию в упрек на симуляции у данного конкретного пациента вот и следует далее отметить что медицинская вот вот момент интересно медицинская сестра ведет у нас лечебную гимнастику на самом деле лечебную гимнастику ведет у нас психотерапевт только лишь потому что в должностные обязанности у нас лечебная гимнастика не входит у медицинской сестры это не ее работа просто-напросто И такая сцена, что полукругом сидят мужчины, сидят две обнаженные женщины практически с голыми ногами, с голыми ляжками. Это, конечно, недопустимо. У них мини-халат, и они ногами своими обнаженными светят перед огромным количеством мужчин, которые в закрытом учреждении давно не видели женщин. И они вот так вот сидят и знают, что им ничего за это не будет, что тем самым они провоцируют даже пациентов. На самом деле так нельзя. Был такой случай, когда главный врач реальной психиатрической больницы ругал медсестер за то, что они чуть ли там не, цитата, носят ажурные чулки. Это не подобает на самом деле, потому что просто нельзя в таком учреждении среди такого контингента. Но у женщины в данном случае мы видим, что инстинкт сексуальной провокации. Вот в чистом виде. Она видит мужиков, пусть даже больных, и тем не менее вот этот инстинкт она не может подавить. То есть, с одной стороны, вроде бы это и безобидно, а с другой стороны, ни в коем случае нельзя. То есть, надо не такой откровенный наряды носить, и, конечно, не вот так вот демонстративно, там час либо два сидеть перед пациентами, нога на ногу перекладывая, и смотря на их реакцию, как они глазами тебя пожирают, на твои ноги смотрят. Причем это закрытое учреждение, мужчины там с женщинами не общаются. Интересно, это скорее режиссерская, скажем так, авторская придумка, или это прямое нарушение распорядка, которое делает вот эта вот медсестра здесь умышленно? Тяжело сказать. Может быть, автор так посчитал, а может быть, просто на то время не было таких вот регламентов в одежде. Я не знаю, тяжело сказать. Надо изучать очень детально. Так, у нас аж четыре поднятых руки. Так, давайте, Брынза первый. Я хотел сказать про то, что вот эти упущения по поводу того, что не по регламенту и так далее, то есть это, скорее всего, точно в фильме не продумано, что это такой регламент, а просто художественный прием, что вот они тут как бы лезут в личное пространство, сексуальная провокация, все тому подобное. То есть медсестра, она как бы демонизирует, то есть, ну, правильно, неправильно, это уже другой вопрос. В книге она прям буквально там расписана, что и как, а в фильме, мне кажется, не дожали. И вот за счет того, за счет вот этих вот как раз укороченной ее одежды, разрезов, вот я, кстати, не понимаю, зачем нужна вообще вот эта вот женщина вторая рядом, я не понимаю, что у нее за роль. То есть, ну, она, в общем-то, мне кажется, единственная ее роль, это вот еще один фактор сексуальной провокации. То есть, вот так вот. Судя по фильму, это вторая женщина-раздатчица, которая выдает медикаменты и делает так, чтобы пациенты их пили и контролируют за приемом лекарств. То есть, это раздатчица и помощница, по сути, вот этой главной либо старшей медсестры. Так, Владимир. Добрый вечер. Добрый. Ну, по поводу доктора, его в книге было гораздо больше, чем в фильме, и это во-первых. А во-вторых, он был гораздо моложе. Значит, по поводу режима содержания больных в психиатрической больнице, раз уж об этом зашла речь, у меня вопрос к психиатру Александру. В России еще со времен Советского Союза есть три разновидности подобных учреждений. Психбольница, психодиспансер и психоневрологический интернат. Вот в них режимы содержания принципиально как-то, ну, понятно, что не принципиально как-то различаются. Вот хотелось бы хотя бы в общих чертах узнать, в чем именно эти различия. И если бы действие фильма происходило не в Америке, а в России, то пациенты такого типа в каком учреждении оказались бы? Спасибо. Хорошо. Значит, смотрите, у нас два звена. Это помощь поликлиническая и помощь стационарная для психиатрических больных. Помощь поликлиническая представлена только лишь психоневрологическим диспансером, и все. Это поликлиника. Дальше идет стационар. Стационары бывают нескольких типов. Я их перечислю, какие бывают. Ну, если мы, допустим, берем принуд лечения, вот где это отчетливо видно, это психиатрический стационар общего типа, видимо, как здесь. Дальше идет психиатрический стационар общего типа с... Нет, дальше идет психиатрический стационар специализированного типа. Он отличается от общего только тем, что там есть охрана, и все. А так, то же самое, как в общем, абсолютно. Такие же проекты, просто есть охрана по периметру. И самое жесткое, самое такое, скажем так, где очень досконально на них смотрят, это психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением, когда есть, помимо охраны, еще вот режим, как в тюрьме. То есть очень все жестко, очень все строго. Вот, соответственно, у нас, если человек был признан судом невменяемым, он отправляется вот в одно из этих звенок, которые бывают четырех видов. Самое мягкое – это АПНЛ, амбулаторно-принудительное наблюдение лечения. Когда пациент ходит в поликлинику, в ПНД отмечается у лечащего доктора там раз в месяц строго. Если что-то не так, и более тяжелое расстройство, и нужен стационар, тогда психиатрический стационар общего типа. Затем идет, опять же, если это не обменяемый, психиатрический стационар специализированного типа, где есть охрана, и где он, как правило, дольше находится ввиду своего психического расстройства. Вот. И у нас по стране около семи, по-моему, психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. Вот. И один, по-моему, есть для женщин. Все для мужчин, один есть для женщин в Казани, если я не ошибаюсь. То есть там они очень долго находятся, там самая тяжелая патология, там маньяки, там каннибалы, там рецидивисты, психически больные люди, которые совершили очень тяжкие преступления, у которых были рецидивы, и которые трудно поддаются на терапию. По решению суда они туда направляются. Ну, спасибо. Денис? Денис, случайно руку нажал или нет? Да, нет, не случайно. А, да? Я просто первый раз поставил программку. Меня слышно, да? Да, слышно, прошу. Добрый вечер, я. Мне очень интересно, понравилось, как вот рассказывает психиатр Александр про, ну, как устроена психиатрическая клиника в целом. В принципе, в институте нас тоже на занятия отводили в такие учреждения. То есть там, да, там, если, допустим, психи видят там девушек, они там практически сразу начинают снимать штаны, и там все с криками в основном. Ну, девушки как-то это очень... они реагируют на девушек очень активно. Вот, в целом, я хочу сказать за счету фильма, что, скорее всего, может быть, он так устроен, потому что, действительно, там художественное содержание должно было быть, соответственно, люди смотрят, они хотят видеть не максимально, там, жестко приближено к оригиналу. А так... быть, у них есть такой вот распорядок, и занимаются они обычными вещами, такими же, какие делают обычные люди, там, грубо говоря, не в психиатрической клинике, а, допустим, в обычной больнице, там, после каких-то там простуд, там, или расстройства желудка. То есть, вот так вот. Но, наверное, это все идет в жертву для чего? Для того, чтобы они хотели показать именно взаимоотношения главного героя с этими психами. То есть, они хотели показать, как он себя ведет, то есть, как он, ну, грубо говоря, активно врывается в их быт, то есть, у них определенный порядок, он этот порядок пытается активно перестраивать, вносит такое. небольшую энтропию, и там вот. Еще я вот дополню, вот, судя по картине, по повествованию, там же у нас нет такой яркой охраны, так что, видимо, это общий тип психстационара, там такой вот охраны, которая бы постоянно была, нет. Вот, соответственно, и добровольно, и принудительно, по решению суда, кто был признан невменемым на момент деликта. Также хочу по картине сказать очень достоверно, у одного пациента там показан тремор кистеру, он сидит, смотрит в одну сторону, у него трясется рука, это так называемый тремор, это нейролепсия, нейролептический синдром, который возникает как побочное действие от приема высоких доз нейролептиков. Вообще считается, что если дофаминовые рецепторы заблокированы от 65% до 72%, то это такое терапевтическое окно, когда мы убираем бред и галлюцинации, но еще не возникает расстройство побочное в виде нейролепсии. Когда более 72-75% это все заблокировано нейролептиками, то возникают побочные эффекты, тем более, когда длительная у нас терапия хронического больного шизофрении, например, то вот эта нейролепсия, она возникает, она снимается корректорами, так называемым, которые это убирают, то есть очень достоверно показано, когда он сидит, у него трясется рука. Может быть, неусидчивость, когда они могут топтаться на одном месте, могут себе не находить места, постоянная потребность движений, потребность походить, неусидчивые ноги и так далее. Это все побочные эффекты, причем хорошо показаны, классно, достоверно и все как есть. И по ходу представления отмечу также, что медицинская сестра видит в новом пациенте как бы своего конкурента. Когда у них идут первые контакты, она видит, как он учит играть других пациентов, баскетбол, она видит, что он становится лидером, что он приковывает к себе внимание пациентов, что они на него как-то реагируют достаточно хорошо так, то есть у них какие-то дружеские отношения даже завязываются. И она понимает, что она теряет власть, теряет контроль над вот этими подконтрольными пациентами. То есть постоянно она была лидером и верховодила ими, а теперь появился какой-то новый, пришлый человек, который пытается как бы вот этот фокус внимания на себя перетянуть, то есть пытается занять как-то пациентов, пытается как-то их даже так вот психотерапевтически реабилитировать, вернуть к жизни какому-то социальному функционированию даже через игры. То есть это очень хороший такой знак. И вот она беспокоена, она понимает, что она теряет лидерские позиции. Когда она смотрит в окно, долго наблюдает, когда он учит играть в баскетбол, это особенно характерно проследить. Спасибо. Александр Семислов, как впечатление от того, что сейчас делает терапия, как она показана в исполнении медсестры и в данном ситуации, и в целом вообще? Ну, чем она занимается? Она начинает поднимать темы, неприятные для тех, кого это касается. А расскажите нам, мистер, как ваша жена изменяла вам направо-налево? Мы в прошлый раз остановились на этом. Он такой, да. Кто хочет высказать на эту тему? Тишина. Бобби или Билли после встречи с той девушкой, это когда она тебе отказала и пошло не все, как и хотел. Ты тогда первый раз пытался покончить с собой? Он тоже не очень доволен. И даже Шизик рядом говорит, сестра Рэйчед, мне кажется, Билли не хочет говорить об этом. Даже и до него дошло. То есть она делает это нарочно. Она немножко их тормошит. Тормошит, чтобы привести к жизни. Они попрятались. Они попрятались в этой дурке. Попрятались в этой дурке от самих себя. Здесь они личности. Здесь к ним внимание. Они могут рассуждать, разговаривать, истерить, кричать, верните мне сигареты, вы верните мне сигареты. Чувак, ты здесь добровольно выписывайся и забирай нахер свои сигареты. Нет, ему нужна драма. драма и МакМёрфи, не понимаю, почему сразу он почему-то записан в социопаты, МакМёрфи ведется на это. На вот это, на то, что драма у этих шизиков, это по-настоящему. Поэтому он за них и вписывается. Поэтому он и гибнет, и губит некоторых из них. На собеседовании с главврачом единственное, что было выяснено, психопатического такого, это то, что мы впаяли, изнасиловая. Он говорит, ей было 15, выглядело на, внимание, 35, сказала, что ей 18, но когда там она раздвинула, я не мог остановиться. Вы понимаете меня, Док такой, ну да, да, понятно, понятно. То есть, это конкретный альфач, высокопримативный, который живет на полную катушку, улыбается, радуется, прыгает, играет в баскетбол, в карты, живет полной жизнью и пытается в это дело втянуть всех остальных кукушат. Понимаете, у них там отношение особое, бережное, как у Дмитрия Смирнова, у меня с прихожанами, идеальные отношения, а также у сестры Рэйчет, у нее с кукушатами отношения идеальные. И тут залетел один шальной и стал сманивать, да, стал сманивать, кукушат, то в баскетбол, то на рыбалку, то в картишке, то значит бухнуть с девчоночками и все такое прочее. Но хуже всего то, что он посеял ложную надежду у индейца. Индейц такой же, альфач, но низкопримативный. И он там отсиживался, отсиживался в этой дурке до лучших времен, не знаю, там в Вьетнам не хотел отправляться или в Корею или еще куда-нибудь, ну, он изображал из себя глухонемого. То есть ему не надо ничего говорить, я не слышу ни вашей музыки, ни ваших вопросов по поводу своего прошлого. И отвечать на эти вопросы я не буду, я глухонемой, при этом имитирующий полезную деятельность. Со шваброй в руке он стоит, ни хера не делает, просто стоит, держит ее в руке и уже как бы ну полезен. То есть здесь как произошло? Вот эти насельники дурдома после того, как все произошло, они на следующий день спокойно под ту же самую музычку принимали те же самые таблеточки. У сервисты Рейчел была лангетка на шее, Билли лежал, значит, в морге. Ничего не изменилось, ничего не изменилось. Только один в морге, другой, значит, на лоботомии, на втором этаже, кстати, сцена на втором этаже, где электросудорожную терапию проводили, там все участники, все, кто был в коридоре, это были настоящие насельники этого монастыря. Только два было актера-индеец, мистер Чесвик и МакМерфи, только двое. И обратите внимание, охранники на втором этаже, где делают лоботомию и судорожную терапию, белые. Не меньшинство, не чернокожие, не знаю, как там насчет заданной приводности, но они белые. Поэтому, когда там начинают, вот, смотрите, здесь-то черные, что они творили там с этими в душевых. Да, да, но понимаете, что эти все охранники, медсестра, это ширма. Ширма, отделяющая от матрицы и комбината. в книге индейец Мадрис называют комбинатом. И вот представитель этого комбината главврач, консилиум из других двух врачей, которые, да, прописывают электросудорожную, лоботомию, либо, ну, в принципе, мне кажется, он не сумасшедший, говорит главврач, но он опасен, поэтому возвращаем его обратно. То есть, куда? В тюрячку. Но брошенный вызов кукушонкам мамки был принят, и она говорит, мы не привыкли перекладывать на плечи других то, что можем сделать сами, предлагая его оставить и подлечить, или как она сказала, не помню. Здесь она принимает вызов и начинает, и что она начинает? Ну, начинает то, что она всегда делала. она не ведется на поводу никакой демократии. Вы хотите проголосовать, мистер МакМерфид? Давайте проголосуем. Понимаете? Давайте проголосуем. Это демонстрация. Демонстрация, что из себя представляет демократия в жизни. Давайте проголосуем, но если вы опоздаете с вашим одним-единственным голосом, который мог бы все перевесить, и не успеете вовремя закрыть голосование, то ваша демократия ничего не стоит. Понимаете? То есть, ограничение удовольствий. Сигареты, не спать, зона отдыха закрыта. Почему зона отдыха закрыта, спрашивает один из пациентов? Потому что после завтрака вы уляжетесь и будете спать. Ну и что? Спрашивает он у нее. Ну, в общем-то, ничего. Просто ты будешь весь день спать, а ночью будешь шарахаться. Нарушение режима. А у нас тщательно, тщательно выверенный режим, его нельзя нарушать. Очень долго наши пациенты нашего отделения привыкали к этому режиму. Ну, давайте посмотрим суперкуп, ну, давайте посмотрим суперкуп, говорит МакМерфи. Режим. Ну, потом вернетесь к режиму. Нет, к сожалению, нет. И после инсценировки демократического голосования все остается по-прежнему. Он прекрасно понимает, что его иллюзии насчет того, что в дурке можно очень удобно перекантоваться, в отличие от тюрячки, ну, как бы не соответствует действительности, а когда выясняется, что он здесь бессрочно, он решает рвать когти. Все симпатии на его стороне, он жизнерадостный, он делает, что хочет. Посылает эту медсестру, имитирует, значит, посмотр бейсбольного матча, глядя в пустой телевизор, и шизиков под это дело подтягивает, они с удовольствием кричат и радуются, глядя в пустой телевизор. Вот. Ему там становится тягостно, тем более он узнал, что 68 дней в тюрьме превратились в бессрочно сумасшедшем доме, в котором ни хера не весело. И он решает убегать, тем более здесь еще и нарисовался индеец. Индеец, к сожалению, был соблазнен этим альфачом, соблазнен. Он вышел из подполья, доверился ему и решили вместе бежать в Канаду. Это была огромная ошибка, которая, кстати, привела его к трагическим событиям, как я говорю, символическому самоубийству. Вот то, что он сделал, убийство этого своего друга и самоубийство. То есть, получается... Я хочу добавить, сейчас я вставлю чуть-чуть. Значит, вот, если смотреть на вождя, до того, как он признается, что он симулирует там глухонемого. Мы видим классический апато-абулический синдром у больного шизофрении на конечной стадии заболевания. То есть, вот тот момент, когда он учит его впервые играть в баскетбол, там поднять мяч, сделать бросок, видно, что человеку это не надо, у него нет мотива, нет какого-то посыла даже поиграть, там составить компанию. Вот, это апато-абулический синдром, как он есть. Он косит, доктор, он косит. Я говорю, как показано до того периода, когда он сказал, что прикидывается глухонемым. Это вот очень хорошо видно, и так оно и бывает при конечных состояниях, когда пациенты много лет болеют, и вот они такие становятся апато-абулическими. Нет воли, нет желания что-либо делать. Вот, потом первый пример, первый такой вот яркий пример, когда МакМерфи идет за таблетками, чтобы их пить. Самый первый прием у него медикаментов. Значит, он говорит, а что будет, если я типа не буду пить таблетки, то есть он не хочет пить, он себя как обычно психически больным не считает. Обычно у всех психопатов нет критики к заболеванию, это классика. Она ему говорит, что если вы не будете пить таблетки, то мы найдем другой способ, чтобы все-таки вас полечить. Значит, в этой ситуации она может подразумевать, что они будут его либо колоть, либо делать пролонгированные уколы нейролептиков. То есть бывает такое, что пациенту по состоянию нужно лечиться, а он не критичен и не хочет пить таблетки, тогда его колят, либо делают укол там один раз, допустим, либо в месяц в зависимости от препарата, либо в две недели, либо раз в 10 дней в зависимости от состояния, от симптоматики. Вот. Это нужно для того, чтобы симптоматику убрать и появилась критика на фоне лечения у пациента и потом, как правило, его переводят опять же на таблетированную форму. То есть вот это показано очень так интересно. И он там достаточно понятливый, он понимает, что лучше все-таки пить, иначе будет колоть. Это вот как я понял вот этот вот момент. Вот. Также есть там особенность, когда пациент засовывает кубик в рот. На самом деле был реальный такой случай, когда у пациента были императивные галлюцинации, то есть вербальные голоса, которые ему приказывали что-то сделать. Медсестра ему дала градусник померить температуру, потому что там либо раз в неделю, либо раз в 10 дней нужно мерить температуру. Она отвернулась, и голоса приказали градусник проглотить, и он проглотил градусник. Это реально такой был случай на самом деле. Поэтому ни в коем случае, когда вот есть какие-то мелкие предметы, у острых пациентов нужен постоянный регулярный надзор, и ни в коем случае нельзя их оставлять без внимания. А там показано, что он сует какой-то там кубик в рот, или там играется как-то с ним рядом с ртом. Вот. Вот это ни в коем случае недопустимо. Вот. И опять же, вот если взять все это учреждение закрытого типа, мы там видим агрессию среди больных, направленную от сильных к слабым, это неминуемо бывает в заведениях закрытого типа. То есть, классические примеры это школа, армия, тюрьма, психбольница, детский дом, когда закрытый тип, и мы видим эту иерархию соподчинения, когда главные на вершине устанавливают выгодные им связи, и те, кто послабее, они их либо как-то унижают, оскорбляют, доминируют, и так далее. Это неминуемо, мы это так же видим. у психиатра вот этот вот сам сеанс, который они там сидят в кружке и что-то делают, это вообще правдоподобно для больных? Это показана групповая психотерапия. Во-первых, медсестра ее ни в коем случае вести не может, только ведет лишь психотерапевт. Сеанс называется групповая психотерапия, опять же, не среди всех, а среди наиболее сохранных пациентов в стабильном психическом состоянии. То есть, МакМёрфи, по сути, туда попасть бы не должен был, потому что он только прибыл, он нестабилен, его надо бы хорошо полечить, чтобы он был поспокойнее, чтобы не провоцировал своими высказываниями, репликами других пациентов, не вызывало у них какое-то возбуждение либо протест на его словах. И только когда он будет стабилен, такой хороший, подчиняемый, его можно включить, если есть показания, групповые психотерапевтические занятия. Они бывают, но, как правило, там есть опленные группы, длятся около часа, может быть, полутора, и, естественно, ведутся профессионалом, они никак не медсестры. И опять же идет сортировка пациентов, кому показано по состоянию, можно ли сейчас, либо нужно погодить, там может быть месяц, либо побольше, чтобы его включить потом. А так вообще медикаментозное воздействие сочетается с психотерапевтической помощью, вот это такой канон психиатрической помощи в современности. Понятно. Денис? Да, я чуть-чуть попробую продолжить, но немножко в другую плоскость привести разговор. И плоскость смысла фильма. По-моему, и могу я, конечно, ошибаться, что в этом фильме как бы показан срез общества, просто это общество, как бы модель была смоделирована, ну, грубо говоря, психотерапевтической. Не знаю, то ли как будто это больное общество, то ли это нормальное общество. И, соответственно, мне кажется, здесь очень хороший параллель, вот то, что, допустим, средневековое общество, там, допустим, главенство от церков, там была стража и так далее. Здесь то же самое. Есть медсестра, которая как бы олицетворяет собой инквизитора, который, грубо говоря, по его мгновению там зажигаются костры инквизиции, и по его мгновению там людям даруется там хлеба, грубо говоря, и вот эти медикаменты, возможность там что-то обсуждать, играть и так далее. И вот очень хорошо было показано у Достоевского это в «Братья Карамазова», когда вот разговаривают Иван и Алеша. Там же как, получается, сходит Бог, я не знаю, ну, можно ли делать параллель вот схода Бога вот именно этим, главным героем МакМерфи или нет. Это как-то очень спорно, конечно, но в целом похоже, то есть приходит МакМерфи и дает людям благо, дает возможность им освободиться. То есть они там ловят рыбу, занимаются теми вещами, какими они никогда бы не могли заниматься, как-то пытаются он их расшевелить, растормошить так, чтобы они более-менее развивались. Но и в этом как раз и видит инквизитор и как бы угрозу. И поэтому, соответственно, соответственно, вот у Алеши в разговоре с Иваном, там инквизитор говорит этому Богу, он же заключил его, соответственно, в страже, приказал схватить его и отвезти в тюрьму. И там вот вот этот инквизитор говорит Богу то, что ты типа пришел нам мешать, потому что ты даешь людям вот это чудо, а нужно ли им это чудо? Вот, допустим, ты вот исцелил ребенка и все вот эти люди целовали там, грубо говоря, твои следы, по которым ты прошел. Вот знаешь ли ты, что эти же люди по моему мгновению будут подкидывать там угли и дрова к твоему костру? То есть есть инквизитор, которому все подчиняются, и вот то же самое это и медсестре. То есть после того, как он исчез, то все начали, как будто бы его и не было, вот этого, грубо говоря, Макмерфи. Поэтому здесь борьба инквизитора с богом или с пророком пушкинским, я не знаю, который пытается глаголом сжечь сердца людей, но человек, он так закрепощен в себе, что он как бы не понимает это, не ценит, не видит. Грубо говоря, ему нужен пастырь, ну, как паства, пастырь, кто поведет его к хлебам, а свобода ему не нужна, потому что свобода человека пугает. И, соответственно, ну, мне кажется, вот такая параллель, может быть, конечно, она неправильная. Я хочу сказать, да, абсолютно хорошая параллель, абсолютно достоверная, вы правильно все заметили, то есть, если брать сугубо больных, то вот этот Макмерфи для них, конечно, какое-то спасение, как глоток свежего воздуха, он пытается их расшевелить, и в этом его заслуга, то есть, они его полюбили, они в конце фильма сдружились, и они всегда были на его стороне в конце фильма. То есть, им было с ним круто, нежели вот с этой медсестрой, которая как такой вот строгий надзиратель, всячески их там вот в рамках держит жестко, и все, конечно, они его полюбили, это обоснованно, потому что в нем, конечно, какая-то доля человечности есть, безусловно, есть, несмотря на то, что изначально это психопат. Что хочу еще отметить? Приятная классическая музыка во время раздачи медикаментов. Это психотерапия через звук, так называемая аудиотерапия. То есть, это действительно хорошая такая задумка, потому что доказана действительно по каким-то исследованиям, точно не могу сказать, но есть такая информация, что классическая музыка, она действительно наделяется стабилизирующей такой вот ролью и дает умиротворение в душе, гармонию, умиротворение, то есть фон настроения, она немножечко, но выравнивает, в том числе у психически больных. То есть, это очень хорошо, потому что лишние нам, так сказать, аффективные вспышки, агрессия, раздражительность, гневливость, они не нужны. Вот эта классическая музыка, она вот как вот такой вот инструмент, который сглаживает фон и дает умиротворение, стабилизацию какую-то. Это очень хорошо. Следует еще отметить, что есть там момент, когда МакМерфи поливает в душевой других пациентов через там шланг и водой. То есть, по сути, осуществляет баню. На самом деле, это ни в коем случае такое быть не может, потому что есть пациенты с аквафобией, то есть боящейся воды. Есть пациенты, которые, ну, могут просто захлебнуться. То есть, если психопат начнет нелеченых там поливать и глумиться, просто в рот может направить воды, это плохо очень закончится. Поэтому ни в коем случае это нарушение. На самом деле, медперсонал только лишь санитарки там, либо еще кто-то может помогать. Наиболее сохранные такие вот лояльные пациенты могут им помогать при купании, при мытье других каких-то пациентов. Вот. И опять же, это все очень нужно делать аккуратно. Вот просто, что один берет, всех поливает, это неправильно, это грубейшее нарушение. Там еще есть момент, он на самом деле это предмет агрессии может быть, он этим карандашом может убить человека в артерию, волькнуть, либо в глаз. Нарушений такого не бывает. То есть, с одной стороны, показано, что у них там относительно такая вот свободная жизнь и карты, и карандаши, и курева, и девочки. На самом деле, вот карандаш ни в коем случае это грубейшее нарушение. Вот это следует отметить. Вот. Еще хочу отметить, что там висит бактерская груша, пациент ее бьет. Тоже нельзя, потому что потенциальная агрессия может быть направлена не только на грушу, но и других пациентов, медперсонал. То есть, для этого вот в общей палате, где все пациенты и сохранные, и нелеченные, и спокойные, ни в коем случае нельзя. Потому что вот эта разрядка агрессии на грушу, она как бы правомощна только лишь как бы с реабилитационной целью у некоторых пациентов, у которых нет противопоказаний для спортивных каких-то упражнений, но не на общем как бы обозрении среди всех. Я хотел два момента отметить сейчас. Тут в очередной раз перезапускаю трансляцию, и если будут чуть-чуть задумчивы, не удивляйтесь. YouTube сегодня дурит, вот, но у нас идет запись, так что это будет чистовая запись, в итоге всех сохранится, все все услышат. Я, во-первых, хотел сказать, что есть нарезки отдельные, то есть люди специально этим анализировали, и, в общем, более-менее режиссер, по всей видимости, умышленно делал, ну, скажем так, придал некое подобие образу Иисуса Христа, как бы предан. Там даже есть сцены целые, где вот, например, когда он в бассейне, там у него руки раскинуты, когда его кладут на электрошокер, там у него тоже, значит, он в таком виде. Ну, то есть, как бы параллелизм намеренно сделан, то есть, что он, как бы, ну, спаситель такой, своего рода. С другой стороны, он, как бы, демонстрирует, ну, скажем так, ложного спасителя, да, то есть, он несет с собой, там, азартные игры, курево, алкоголь, там, в общем, бесконтрольный секс, ну, еще там ряд вещей, то есть, возможно, как бы, делается тонкий намек, что здесь какая-то, в общем. Да, Сергей, скорее, наверное, антихриста, потому что по подобию Христу, да, он, как бы, такой вот, в кавычках, спаситель, но с какой-то подоплекой, как вот антихрист, такое зеркальное негативное отражение, то есть, вроде как, за благо начали, но с таким вот негативным подковыркой, с таким вот плохим подтекстом, как бы. Да, но просто, вот момент, который, я не помню, так, что у нас опять, что-то им не запускается, что ли? Ну. Сейчас, две секунды. Попробуем еще раз. Пока пользуюсь моментом, еще отмечу, вот там у медсестры абсолютно такое отстраненное, холодное лицо. Это есть такое понятие у нас гипомимия, когда мало мимики на лице, гипомимия. То есть, если сравнивать, вот конкретно ситуацию, когда мимика главной медсестры и пациента, получается, у пациента, у МакМерфи более живая такая, более откликающаяся на какие-то события мимика. И вот если не брать контекст психиатрической больницы, то просто посмотреть, создается такое впечатление, что скорее медсестра больна, вот если брать шизофрению, для нее характерна гипомимия, либо амимия, вот маскообразное такое отстраненное лицо, холодное отсутствие лобной мимики, считывается у нас, у главной медсестры. А у МакМерфи такая вот развязная, расшатанная мимика, такая очень живая, очень откликающаяся. Вот это вот если просто вот так вот сугубо по мимике смотреть, такой интересный момент, то есть достоверно гипомимии, показано, как она есть на протяжении всего фильма, когда отстраненное холодное лицо, безучастное, то есть как маска. Понятно, интересно. Я чуть подальше спрошу, собственно, можно ли поставить диагноз. Я хотел вот, чтобы про МакМерфи договорить. В книге прямым текстом прописано, что он участник войны в прошлом. Это в Корее, по-моему, дело происходило, что-то в таком духе. Хотя он там, понимаете, что почему-то в тюрьме он был в Китае. Я, может, плохо знаю эту часть американской истории, но, в общем, он участник воевых действий. Он попал в плен, навидался, видимо, всякого разного там и до, и после, и вроде как он возглавил побег. То есть под его руководством они сбежали, я так понимаю, ровно то, что он теперь разыгрывает в меньшем масштабе, в мирных условиях, разыгрывает, когда они сбегают вот на эту вот поездку на рыбную ловлю. Есть мнение там, но прямо нигде не прописывается. То есть может ли он быть жертвой, скажем, ПТСД или что-то в этом духе. Пардон, по-русски это ПТСР. Да, посттравматическое стрессовое расстройство. В студии по фильму он не может быть, потому что абсолютно другая симптоматика у него. У него характерная для психопата возобудимого круга антисоциального человека преступного. Вот эта вот симптоматика. ПТСР по-другому проявляется. Соответственно, там бывает, что среди ночи они вскакивают на фоне кошмарных сновидений, начинают метаться, у них дикая тревога, ажитация у них, они кричат. И вот этот сон, он как бы у них начинает слегка продолжаться в реальности. Тут, то есть вот эти вот сны кошмарные, повторяющиеся однотипные сцены насилия, там увечья, убийства во время боевых действий, они вот так вот как флешбеки возникают в памяти и с определенной чистотой повторяются. И вот на фоне, на пике вот этого возбуждения он может какие-то увечья наносить, потому что он не всегда себя может правильно контролировать. А здесь вот по фильму этого нет. Ну окей, а если я по-другому сформулирую вопрос? То, что он демонстрирует, могло быть приобретено в результате боевых действий? Могло быть. Есть такая рубрика в МКБ-10, что стойки изменения личности после длительных стрессовых воздействий. То есть потенциально такое могло быть. То есть до боевых действий была одна личность на фоне сильного стресса, вот этой нервотрепки, длительного какого-то такого вынужденного состояния, он мог измениться, сдвинуться по характеру, такое есть. Ну то есть по сути это такая нажитая психопатия. Вот. Если вот с этого ключа, с этого ракурса рассматривать. Ну то есть потенциально возможно, но маловероятно. Понятно. Брынза? Я по поводу, хотел сказать, по поводу таблеток медсестры, как она скармливает таблетки МакМёрфи. Это вот первый ее эпизод, по-моему, в фильме, как раз таки, когда можно отчетливо понять, что она прям теряет свой контроль и всеми силами пытается его удержать. То есть это практически прямая угроза. Он говорит, а что если я не буду есть? Ну и она практически переводя на какой-то вот этот простой язык, она говорит, МакМёрфи, слушай сюда, у тебя два отверстия, через одно ты не хочешь принимать таблетки, есть второе. То есть он такой, а, все-все-все, понятно. И второй момент, когда она уже прям окончательно теряет контроль, вот в фильме его, по-моему, нет, а в книге, ну я не понимаю, на каком он моменте, вот если по фильму смотреть, это там, где они начали уже голосовать и приводя аргумент против голосования просто по обычному телевизионному просмотру, медсестра приводит аргумент против всей демократической системы. То есть человек говорит, я хочу проголосовать, и она говорит, а так ли вам нужно вообще это голосование? Знаете, голосование – это такая фигня, в этом нет ничего хорошего. То есть прям практически стреляет из пушки по воробьям. То есть прям отчетливо видно потеря контроля и способы ее возврата прям отчаянные. Я еще добавлю, Сергей, вот вы хотели бы добавить по поводу, когда она дает таблетки, он говорит, а что если я их не буду принимать? И она ему делает такой двухсмысленный намек. Вот я с одной стороны посмотрел это как возможность его лечить инъекционно там или пролонгами, нейролептиками, а вы увидели некоторую другую подоплеку в этом. Ну потому что это прямо написано на первых страницах книги и этому реально много места уделено. То есть там это не какая-то там абзац или намек, а там это реально большой кусок текста существенный. Я продолжу. Там вот, когда у него экспертиза, его спрашивает врач. Катящийся камень мхом не обрастет. Это на самом деле проверка на ум сну отсталость, на способность абстрагироваться и мыслить абстрактными категориями у психически больного. На самом деле в данной ситуации не очень целесообразно, потому что психопат на лицо. Но потенциально для того, чтобы исключить ум сну отсталость, следует задать такой вопрос. Вот. Ну, например, есть ряд вопросов на абстрактное мышление. И самый сложный считается вопрос, когда лес рубит, щепки летят. Как вы это понимаете? Вот с точки зрения клинической психологии, ум сна отсталой, вот этот вопрос никогда не сможет интерпретировать абстрактно. Считается наиболее тяжелая каверза вот в этой вот высказывании. Остальные они считаются чуть полегче. И вот там его проверяют на ум сна отсталой. Этот момент именно про камень, который мхом не обрастает. Вот. Потом он сбежал с стационарной судебно-психиатрической экспертизы. По сути, это очень наказуемо. Это влечет оплённые юридические последствия. Вот. И, как правило, если бы такое было в реальности, у психиатрической больницы и у администрации были бы крайне большие проблемы, когда подэкспертный сбегает, причем с другими пациентами, на свое усмотрение. То есть это вообще вплоть до того, что, ну, все, естественно, правящие вверхи администрации лишаются своих постов и потом начинаются жесткие прокурорские проверки. Вот. Если бы такое было. Вот. И, опять же, с другой стороны, это яркий пример антисоциального деликвентного поведения, когда он взбаламученный просто берет и покидает вот лечебное учреждение, где должен быть на экспертизе по решению суда. Вот. И тут же возникает проблема того, когда психически больной знает, что он болен, пытается сознательно избежать уголовной ответственности. Потому что в конце уже он говорит, мы психи на корабле. То есть, получается, он как бы злоупотребляет свое положение психически больного. Ему говорят, они тебя снова закроют, ты же знаешь, ему там женщина говорит. То есть, получается такая дилемма. С одной стороны, он это делает по каким-то болезненным посылам, но с другой стороны, он все-таки где-то, видимо, понимает возможную ответственность. И он, зная это, учитывая это, допуская это, опять же, злоупотребляя тем, что он якобы в кавычках вот больной, мне может быть как бы проститься. Мы же психи, он говорит, мы же психи. То есть, что с нас спрашивать, мы же психи. То есть, зная опять же, что это большие последствия несет. Понятно. Александр, семи слов в смысле. Так, я бы хотел услышать определение психопатии. Хорошо. Психопатия – это врожденная, как правило, дисгармония характера, которая затрагивает все психические функции, которая тотальна и которая на протяжении всей жизни бывает. И в юности, и в молодости, и в зрелом возрасте, и, как правило, в процессе уводения старости она есть. То есть, это выраженная дисгармония характера. Большинство психопатий, они врожденные. Что значит дисгармония характера? Это значит, что характер не как у нормального здорового человека, а очень резко какими-то своими качествами выбивается. Например, если представить ромашку, ее лепестки. Вот у здорового человека будет ромашка такая относительно симметричная. Условно. А у психически больного психопата будет сердцевина, это ядро личности, и абсолютно неравные вот эти вот лепестки. Один очень короткий, другой чрезмерно длинный, потом опять там короткий, потом средний, потом очень длинный и очень короткий. То есть, какие-то отдельные качества, составляющие ядро личности. Какие качества? Например, мы можем взять агрессивность, гневливость, разражительность, волевой контроль внутренних посылов и импульсов каких-то, ответственность, умение прогнозировать и планировать свое поведение, критическое осмысление своих поступков и так далее. Это целый-целый комплекс качеств, которые составляют темперамент или характер. У МакМёрфи там что выдается? Объясняю еще раз. На этапе только что, когда мы его видим. Он говорит, пять раз арестовывали за нападение. Что это такое? Антисоциальное поведение. Он дальше говорит, много дерусь и трахаюсь. Антисоциальное поведение. Пять – это немного. Это тюрьма. Там можно каждый день драться. Потом он говорит, посадили за изнасилование, ей было 15 лет. Ну, нормальный человек будет разразразить. Это секс с малолеткой. Это не изнасилование. Еще раз хочу сказать, что среди всех потенциальных преступников, которые отбывают в исправительных колониях, до 70% насчитывается возбудимых психопатов. Если их хорошо обследовать, до 70%. Среди всех… Она выглядела на 35%. Послушайте. Да это шутка была. Он же пошутил. Он же подмигивает при этом. Тем не менее, да, вот такая статистика есть. То есть до 70% когда преступление против личности. Вот это вот, ну, как бы, дополнение. Я хотел дополнить про это просто важный момент. Только один вот этот пункт, да? То, что его баба оговорила, и все, и теперь он стал психопатом. Когда он заходит, мы видим, что он начинает себя не совсем адекватно вести. Как неадекватно? Он радуется и смеется, бросается обнимать водителя и надзирателя. Он рад, что сняли наушники. На эти, наручники. Он рад. Характер данного заведения, вот он не смог спрогнозировать ситуацию и не смог понять, что в данном учреждении нужно себя вести максимально тихо и лояльно. Ну, просто он затупил. Он недалекий. Он подумал, что дурдом намного как санаторий в отличие от тюрьмы. Ну, тут ошибся. Значит, если он так подумал, у него проблема с прогнозом и с критическим осмыслением. Когда можно что-то делать и где можно, а где нельзя, лучше воздержаться. Вот он, проблему, он не знает, где можно, где нельзя. Это, опять же, отличительная черта психопатии и, опять же, дисгармония яркая. А телепатов нету. Откуда он знал, что там все так сложно, что у него бессрочное пребывание? А почему одни знают, а он не знал? Потому что одни-то могут прогнозировать ситуацию. Что прогнозируют? Что его будут поджаривать электричеством и резать ему ломотомию? Что в данном учреждении его поведение будет корректировать медикаментозно заступил за Зашизиков, пробил стекло и дал им сигареты. Мистер Чесвих там кричал, орал, мне плохо, вы найдете мне срочно сигареты. Он эмпатию проявил, он возил их на рыбалочку, научил играть в карты по правилам. Баскетбол, ну да, они там снизу сетку придерживали, но мы же психи, что из такого? То есть они в футбол раньше не просто ходили как деревья, как овощи. Он придал им жизни. Что такого психопатичного? Вы в нем увидели. Психопатия – это лживость, эгоцентризм, эмоциональная реакция, маквиализм, нарсицизм. Послушайте, лживость у него там есть. Эмоциональная адекватность. Они все там лживые, они в этом дурдоме пребывают. Все они там лживые. Опять же, если говорите про эмпатию, вот у возбудимых психопатов у них дефект эмпатии, и даже если он попытался ее проявить, ее нужно дозированно проявлять в характерных опленных ситуациях. Не направо, налево, а когда это можно, когда это социально одобряется. Да? Вот Билли говорит, слушай, ну вот с этой, с Кэнди, ты как-нибудь это, вы убежите, а потом приезжайте ко мне в гости. Мне понравилась Кэнди. Он говорит, да? Она тебе понравилась? Так вот я сейчас ее позову. Он говорит, ну ты знаешь, я сейчас, ну не сейчас, он говорит, что ты сейчас сильно занят, давай я ей позову. 25 баксов он платит Кэнди, и решается проблема, так сказать, что мне понравилось, у него душа осталась, и вот эта дружелюбность, все-таки, где же здесь психопатия тогда? Психопатия, если у него душа осталась? Слушайте, можно бесполезно спорить, я уже объясню, саппозиция. Не знаю, я не понял, что психопатичного у него, потому что, когда смотришь фильм, конечно, все симпатии на его стороне, он молодец, он ставит на место эту, пытается поставить, пытается поставить. У просто наблюдателя, да, и у меня тоже есть, как зритель, и симпатия, он не мил, он не симпатичен, но с точки зрения психиатрии, это психопат. Поэтому и жалко, что он проиграл. Зритель смотрит и думает, почему ты такой дурак, ты три раза мог в это окно вылезти и распрощаться с этим дурдомом. Нет, он остается, он закатывает вечеринку шизиком, понимаешь, с бухлом и девочками, и предоставляет одну из них, значит, своему лучшему другу, чтобы тот потерял невинность. Невинность тот потерял, но и в целом так и остался, потому что у него особое влияние мать-моржихи, значит, на него настолько сильное, что он кончает жизнь, увидев, что она недовольна. Вот. И да, за него обидно, что он не убежал в это окно открытое, там оно всю ночь было открытое, потом опять он открывает уже днем и, проявляя эмпатию, увидев, что выбегает медсестра вся в крови, бежит, значит, туда смотреть на этого, перережив свою сонную артерию Билли, вместо того, чтобы выпрыгнуть в окно, он бежит, смотрит, увидит, что она его укокошила, укокошила, понимаете, и он бросается на нее, чтобы совершить правосудие, ей ничего за это не будет, но она убила Билли, да, она убила. Я вставочку сделаю, во-первых, правосудие, он ни в коем случае не имеет права совершать, но это есть компетентные органы, которые должны делать следствие и совершать правосудие, а он конкретно здесь ничего не может сделать. Хочу отметить, что... Символически, символически, это фильм, символически он бросается совершать правосудие и тут терпит неудачу. Он неудачник круглый, поэтому, конечно же, зритель жутко разочарован в том, как он всю дорогу тупил и под конец, значит, еще и подставился по полной программе этой лоботомии, которая превращает его в овощи. И когда индейец его душит, то и говорит это, я без тебя никуда не пойду, то есть, let's go, пошли, и душит его. И в принципе, зритель считает, что да, пусть он в овощном состоянии, ну, это не жизнь, эти охранники там будут над ним издеваться и все такое прочее. Вот. И здесь происходит перенос некоторой симпатии с Макмерфи на индейца, который убегает в прерии, в пампасы, такой символ воли, с водолюбивой жест, мол, не удержите, не удержите вольный дух, не удержите, сбегу, вырву нахер на эту тумбу с корнем. Все, это понятно, символизм с технической точки зрения, это вообще полная лажа. И убегу в пампасы. Добавить, вот когда они сбежали на корабле, во-первых, что мы видим, он лидер, он капитан корабля и команды, то есть его любят в абсолютно дружелюбные отношения, то есть такая мужская сплоченность. То есть мы видим хорошее мужское общество, рыбалка, так же, как и баскетбол в начале был показан, это исконно мужское дело, мужское занятие. Он подобно отцу, интегрирующему детей в социум, то есть они как дети, они больные, у них дефективные состояния, они вот под препаратами находятся, они все-таки в заточении как бы. И вот он их, как такой вот добрый отец, интегрирует как-то, приобщает к чему-то. Мы видим солидарность, обучение и благой посыл от него исходящий. Сопричастность к истинным мужским делам, вот это важно. Также еще хочу отметить, вот там был момент, когда пациент не смог удержать штурвал. Вот это такой яркий пример инвалидизации психически больного, когда он легко отвлекается и ему поручено держать штурвал, он отвлекся. То есть это когда человек не может какие-то свои функции выполнять, инвалид по психическому состоянию, это вот достоверно. То есть другой бы удержал и не отвлекся, этот отвлекся куда-то, опустил штурвал, начал окружить корабль там по волнам вокруг да около, то есть как бы по часовой либо против часовой стрелки. Вот. И мы видим искреннюю радость, когда уловил там один из людей крупную рыбу, то есть мы видим искреннее удовольствие на его лице, а учитывая, что это психически больной, как правило, то есть вот этот вот эмоциональный дефицит, который есть, при нем такой яркой, бурной эмоциональной реакции не бывает. Обычно она очень скудная, очень скромная и такой вот яркой радости, восторга, когда он уловил рыбу, не бывает. Вот это чуть-чуть, ну, не достоверно, потому что дефектное состояние, апатаболические дефекты, нет такой бурной эмоциональности, она сглаженная, очень аморфная, не так можно четко вычленить радость, восторг и вообще воодушевление, когда он поймал большую рыбу. Я хотел несколько моментов добавить сейчас. Во-первых, вот этот вот весь эпизод с рыбалкой, ну, те, кто анализирует, часто относят именно как одна из отсылок, почему его приравнивают именно к, ну, с Иисусом Христом сравнивают, там, что их 12 человек, там, что это рыба, да, что они ходят по воде, ну, там еще ряд, такая, одна из режиссерских находок. Да, Сергей, просто эту сцену Милош Форман хотел вырезать, считал ее бесполезной именно для концепции фильма. Может быть, да. Я хотел сказать, почему вот, я просто слышу, что у нас это самое, есть недопонимание, я так понимаю, что есть как бы душевное восприятие этого героя, да, ему, в общем, наверное, все нормальные люди, все ему симпатизируют всему, что он делает, но, в чем прелесть психиатра Александра, да, и точку зрения, которую он нам параллельно как бы дает, одновременно, так сказать, с душевным восприятием, так сказать, просмотр на него, как этого самого героя, видел бы, ну, более-менее реальный врач, то есть, как он выглядит для системы, и то, что он нам нравится, я так понимаю, не исключает тот факт, что у него может быть вполне серьезный диагноз, то есть, у него действительно... Так система здоровых людей закатает по полной программе, понимаете? Ну, возможно, но он приехал явно, конечно, не на ровном месте, то есть, он приехал с историей насилия, приличной, да, я хотел именно отдельно, почему они говорят про изнасилование, а речь идет про 15 лет, это он пошутил, я уверен, что то, что он говорит про... типа, она выглядела на 35, это, естественно, шутка, он просто иронизировал. Ну, то есть, 25. Ну, типа, да, но, но, просто в английском языке для описания секса с человеком, у которого, то есть, ниже возраста согласия, что интересно, в каком-нибудь другом штате, вот он говорил про 15 лет, очень может быть, что в соседнем штате, с тем, где он жил, возраст согласия был бы 14, и там есть такое, по-моему, и поныне сейчас есть, хотя... Так в том-то и дело, ему дали 68 дней, вот за все эти преступления, в которых сейчас доктор его обвиняет, что он психопат, ему система, жесточайшая система со смертными казнями дала 68 дней. Ну, понятно, что и прежде там что-то было. Ну, типа, зачем же на него навешивают лишнего? Я к тому, что это действительно у них, вот именно в английском языке, это называется, вот это состояние, называется statutory rape, то есть, по-нашему, типа, статутное изнасилование, то есть, как бы, что изнасилования не было, но поскольку субъект не мог дать информированное согласие, поскольку он в данном штате считается несовершеннолетним, причем в соседнем штате он может считаться совершеннолетним, который может дать согласие, но формально статья, как выглядит, называется statutory rape, где слово rape – это изнасилование, так что, когда они говорят про насилие, они это имеют в виду, то есть, вряд ли он. Да, да. Что-то еще хотел добавить, сейчас. А, я, собственно, мы подошли к сцене, где они, где он разыграл, мне кажется, гениальную вот эту вот вещь, когда ему никак не удалось заставить показать, значит, ну, включить телевизор, в итоге он находит гениальное решение, до которого я бы сам не догадался, как вот это можно сделать, как он догадался, и зачем, и что это все значит в этой сцене, и он сам, и его друзья, и реакция медсестры, как он придумал разыграть просмотр невидимого матча, да, то есть, с комментариями, там, с болением, и так далее. А это ответная реакция на ее победу, он не хочет проигрывать, он даже будет имитировать просмотр, но ни за что не согласится с поражением, он имитировал, да, передача туда-то, направо-налево, и все эти шизики дружно с ним, значит, устраивают этот бардак. В книге, кстати, она срывается и начинает на них орать. В фильме ей глубоко, похеру, она выиграла, и все, можете там изображать, что хотите. Нет, почему, она в фильме же, она как раз пытается их, она пытается, то есть, видит, что они все возбудились, она пытается их утихомирить, типа, ну, спокойно, говорит, господа, джентльмены, веди себя прилично, и все, а в книге она срывается, вот эта маска железная, холодная, у нее слетает. Мне на этом месте вспомнилась именно, ну, песня Высоцкого, да, и тогда главврач, там, телевизор запретил, в этих вообще заведениях телевизор разрешен, сидеть там и возбуждаться. Нет, вот, возможно, просмотр телепередач абсолютно определенного толка, все программы смотреть нельзя, все каналы тоже нельзя, такие вот гармоничные, умиротворяющие фильмы можно смотреть, и опять же, не всем пациентам, то есть, можно смотреть очень дозированно и с цепленым контекстом, все передачи нельзя, в том числе, спортивные нельзя смотреть по телевизору, трансляции, потому что эмоциональный фон меняется, есть же болельщики среди больных, они могут как-то реагировать на этот матч, поэтому строго дозирный, опять же, вот этот регламент передач, который можно транслировать определенным количеством пациентов в апплет-психотерапевт, учитывая их психическое состояние в настоящий момент. Хочу еще что отметить, вот неловкость больных при игре в баскетбол, очень хорошо, что вот это обыграно, во-первых, мы видим микрокататонические симптомы, то есть, когда идет нарушение движения по типу микрокататонии, то есть, такие мелкие какие-то неловкости, неточности в движении, какая-то неуклюжесть общая, это проявление кататонического синдрома, если обобщенно говорить, а если более детально и частно, то это микрокататония. Вот, моторная неловкость может быть, почему, то есть двигательная, почему, может быть побочный эффект от нейролептиков, когда идиаторная, и моторная заторможенность, они такие вот под препаратами невнимательные, плохо реагируют, в том числе замедленные двигатели. Вот, и также может быть, что это побочные действия от препарата в виде нейролепсии, то есть, когда есть скованность, мышечная ригитность, им тяжело своевременно реагировать на какие-то передачи, на посылки, там, на, вот, игру именно в баскетбол, вот это очень хорошо показано. То есть, с одной стороны, это побочный эффект от нейролептиков, так называемый нейролепсий, нейролептический синдром, либо это проявление основного заболевания по типу микрокататонии, либо это общая подавленная, загруженная с медикаментами, когда наблюдается такое заторможение. Вот. Потом, что мы видим? Пример хорошего результата, когда психотерапия с душой, даже у вождя, вот этого, даже у индейца, вызывает результат в игре. То есть, он там совершает бросок, он включается в игру, хотя в начале этого мы не видели, когда он первый раз, только Мак Мерфи его учит. Он стал, как бы, сопричастен к команде, и он на фоне вот этого вот доброго посыла стал тоже как-то включаться в игру и делать какие-то результаты, в том числе броски там и так далее. Пусть неуклюже, пусть медленно, но результат же есть, он забросил мяч, он там противостоял атаке, когда мяч из кольца выбросил рукой в виду своего высокого роста. Вот это вот, когда он включается, это очень хорошо, то есть, по сути, вот так вот психотерапия должна работать, когда пациент включается, становится более социализированным и лучше играет в какие-то спортивные игры. То есть, он становится таким вот активным участникам, это хороший такой терапевтический прогностический признак для пациента. День скосил, а потом решил перестать косить, потому что доверился МакМёрфи. Он там резко пошел там туда-сюда, придумал финтушами держать сетку снизу, моментально практически, еще буквально недавно он изображал у себя такого овоща, который, ему надо было говорить, подними руки, подними руки, он изображал глухонемого, глухонемого, а потом Дарьев верился этому альфачу, который их всех взбудоражил, показал им, так сказать, новой краски жизни. Они ему-то все доверились, но, к сожалению, на полном серьезе воспринимал их так называемые проблемы. Верните сигареты. Дело в том, что телевизор, сигареты, спать после завтрака в зоне отдыха, а почему вот зона отдыха закрывалась? Потому что они спали после завтрака. Это все контроль удовольствий. Матрица, комбинат контролируют удовольствия. А если ты начинаешь революцию устраивать, бьешь стекло, и вытаскиваешь блоки лайки-страйк, значит, оттуда, э-не, будешь наказан. Негры напали на МакМерфи, индеец за него вступился. Вот это очередная его ошибка. Партизаничий, индеец, который косил достаточно убедительно, доверился, к сожалению, раскрылся и был наказан. Понял, что дальше так продолжаться невозможно, и они решают сбегать в Канаду, сидя, ожидая электросудорожной терапии. Которая никак не повлияла. МакМерфи там закосил, пытался изобразить такого овоща, и они перепугались. Они сидят, значит, в полокругом, они перепугались, они на самом деле подумали, что действительно его поджарили и, значит, там это, пробили башку насквозь. Потому что они видели таких людей, видели таких овощей, которые только ходят, но уже не люди. Они видели. Он над ними смеется, ааа, команда дефективных, все со мной в порядке. Все со мной в порядке, ну, бежать надо. Он решает бежать. Но его что-то останавливает. Я вставочку сделаю. Вот очень важный момент. Вот сугубо очень важный. Значит, там есть пример, когда коллегиально принимается судебно-экспертное решение. То есть, пример комиссионного заседания выставления психиатрического диагноза. Это судьбоносное явление для подэкспертного, в частности, для МакМерфи. Там медсестра вообще не имеет права вмешиваться, но по фильму именно медсестра не против того, чтобы он выходил в социум и за принудительное лечение. Хотя, по сути, она там не имеет вообще никакого права даже слово свое вставлять. Сугубо врачи, эксперты должны решать. Вот этот момент очень важен. То есть, бывает, что он поступил, на какой-то день его смотрит комиссия, учитывая то, как он себя ведет в отделении, как он себя зарекомендовал, изучая досконально всю меддокументацию прошлую. И вот именно такой вот момент судьбоносный для пациента. Либо он признается, что он мог отдавать отчет своих действий и руководить ими, либо не мог на момент деликта. То есть, по решению суда он направляется, задается ряд вопросов, смотрится комиссионно и отвечается на вопросы при этом осведействии. Это очень яркий момент. И он там говорит про 68 дней. главный герой. О чем это говорит? Что вообще максимально у нас в России судебно-экспертная работа может затягиваться до 90 дней. Вообще изначально 30 дней. Если не хватает этого времени для вынесения решения, то продлевается до 60. И максимум это 90 дней, это 3 месяца. Это максимум, когда стационарно может человек пребывать для решения каких-то экспертных вопросов. Есть ли очень много непонятного, есть ли тяжелый случай, когда нужно очень так хорошо его обследовать? А зачем такие подробности? Я не понимаю. Чтобы люди знали, что вот эта вот ситуация очень важна. Какая ситуация? Когда выносится судебно-экспертное решение. Сейчас на экране сцена. Да, да, да. Вы же сами сказали, что они ему задавали абсолютно не те вопросы, которые надо задавать. Камень катится и не обрастает мхом. Один вопрос ему задали на предмет выявления умственной отсталости, судя по вот этому высказыванию врача. Вот. Для того, чтобы просто исключить это состояние. Ну, то есть, у них, может быть, есть регламент, чтобы на самом деле... Он ветеран войны в Корее. Он восстание поднял и вывел партизан. Какая, может быть, недостаточность у него там? Потенциально могла быть травма в каких-то, допустим, боевых действиях черепно-мозговых, которая могла за собой повлечь снижение интеллекта. Ну, вот потенциально, да, к примеру. Вот. То есть, его бы сняли из насилования, если признали его недоразвитым? Нет, не так все. Нет, нет. Сейчас объясню, как. Вот. И во время вот этого 68 дней, когда он говорит, ему там санитар один говорит, что когда выйдешь отсюда, у тебя стоять-то не будет. Может быть, вот обыгранная ситуация побочных эффектов, в частности... Мужской юмор. Ну, может быть, да. Может быть, побочный эффект от антидепрессантов, когда идет снижение потенции и либидо на фоне приема высоких доз психотропных препаратов и частности антидепрессантов. Это прописано... Так он под язык засунул капсулу-то и выплюнул ее потом. Вот. Он не такой уж недоразвитый, каким его считают врачи. Вот. Еще хочу сказать. Вот там он очень сильно так удивляется, что добровольно лечатся пациенты и не могут выйти. Хотя могут. По сути, но они просто не выходят почему-то лечатся. Хотя добровольно оттуда не покидает заведение. Так называемый госпитализм. Когда пациент рано или поздно возвращается в психиатрическую клинику, ему там комфортнее, нежели в обществе. То есть он настолько уже привык там к распорядку, к режиму, к приему дозированных лекарств там три раза в день. Вот к этому сон-бодрствованию, к каким-то прогулкам и к надзору со стороны медперсонала, что у него развивается госпитализм, как правило, у хронических больных, длительно болеющих. Им в обществе менее комфортно, нежели в тенах всех учреждений. Вот это госпитализм показано. Когда он удивляется, почему вы здесь находитесь, вы здесь добровольно, что у вас здесь как бы держат. Вот это вот очень интересно обыграно. С ними-то обращаются как с людьми, им задают вопросы, интересуются их жизнью, как у них там жена, как там вечеринка убили, как там его мама. Они что-то из себя представляют, потому что они сбились в кучу и живут в этом дурдоме на добровольных условиях. А в обычной жизни ими никто не интересуется. Это символ. Фильм не про дурдом, фильм про жизнь, про общество, про социализацию. Насколько я знаю, автор как раз книжку задумал именно наблюдая работу реального психиатрического учреждения и вроде как там конкретно проходили эксперименты над бывшими военными. ЛСД испытывали, по крайней мере такая легенда. Да, да. Действительно, это так, вот там сказано, то есть вполне возможно, да, описано. Так, у нас набралось лес рук, давайте пройдемся. не знаю, как зовут, артефакт Русфайтер, может вам переименоваться, но, в общем, если хотите сказать, то скажите артефакт, или вы не знаете, что вас зовут артефакт, так, или человек отвлекся. Я пока свои вставлю, еще две копии. Извините, я просто не сразу смог нажать, потому что вверху списка и у меня микрофон закрывался. Добрый вечер или доброй ночи у меня уже. Добрый. Я бы хотел обратить внимание на личности самих главных героев, на самого МакМёрфи и на антагониста, медсестру старшую. Вот. То есть меня лично зацепило, когда в тексте книги было упоминание про матриархат. То есть там Хардинг говорит... Неоднократно. Ну да. Ну, в частности, я вот лично запомнил, когда он говорил о том, что, значит, про кроликов. Хардинг рассказывал, что мы все здесь кролики, и МакМёрфи спрашивал, а как же доктор? Он говорит, что доктор в точности такой же, как и все остальные, осознающие свою неполноценность. Он напуганный, отчаявшийся маленький кролик. Вот. Совершенно не способный руководить этим отделением, без помощи мисс Рэчетт. Вот. И потом он рассказывает, что, оказывается, как бы есть связи у мисс Рэчетт. Значит, ее подруга там работает где-то, супервайзер, женщина, с которой они вместе в 30-е годы были медсестрами в армии. Вот. Соответственно, у них там есть неформальные связи, которые позволяют ей чувствовать себя вольготной и быть главнее, как бы быть главным за правилой в этом учреждении. Вот. Соответственно, все решения принимаются, как бы, ну, можно сказать, ей, как бы в угодном ей направлении. Вот. В частности, вот лично еще меня, что я обратил внимание, о том, что, конечно, Джек Николсон хорошо играет, и он как бы не раз играл такие личности, в том числе там сумасшедших, там психопатов в фильме «Сияние», да, насколько я помню. «Сияние», кажется, назывался, где они в зимнем отеле с семьей находились. То есть он там сошел с ума и с топором гонялся за женой. Вот. Но, тем не менее, как бы по книге это такой рыжий ирландец, довольно крепкий, хоть и не очень высокий, ну, не самый высокий, там, например, индейцы выше него, два санитара негра тоже там выше ростом. Вот. Но, тем не менее, как бы он довольно крепкий, он как бы широкий, крепкий, у него там избитые кулаки, то есть он привык драться. И, например, еще сама медсестра, то есть она как бы описывается, что она очень пропорционально сложная, стройная, красивая, то есть как кукла практически, но при этом у нее очень большая грудь, которая стесняется и тщательно ее там перетягивает формой. Вот. И в конце там, когда происходит такой момент истины, когда МакМерфи, он уже перестает быть задирой таким, потому что, по-моему, там при разговоре со спасателем в бассейне, он узнает, что, то есть, если не задираться, то тебя в конце концов выпустят. Вот. И он принимает решение вести себя, ну, спокойно. Но, тем не менее, там все равно происходят такие моменты, где он не может вести себя по-другому. Например, вот я фильм, к сожалению, не пересмотрел целиком, из-за чего там произошла драка, да? Он же ведь подрался, потому что он вступился за одного из больных. То есть, когда там начали санитары к нему приставать, и он уже понимает, что как бы он идет в размен, он как бы завязал драку. Ну, точнее, там он сначала начал... По фильму, нет, по фильму он конкретно бросается на... Как бы у них драка с санитаром там как бы на грани было, но они, в общем, отвлекаются на другое. Ну, да, да. Он побежал убить сестру конкретно эту. Да, и вот как бы, да, там была драка, и уже после этого, получается, да? То есть, санитар... А, вот как раз с санитарами он когда подрался, как раз индейец всегда и подключился, потому что он одного начал как бы бить, а второй бросался, хватал его. И индейцу пришлось ему помочь. Вот, собственно, когда он и показал, что он на самом деле не глухонемой, ну, мы-то это знаем, это в фильме показано, мы смотрим, что он ходит, молчит, а по книге-то сразу понятно, что от его лица повествования все его мысли мы как бы видим, что это не больной человек. И вот как бы все практически там мужчины, они так или иначе как-то были под влиянием женщин. Например, у индейца это мать, то есть у него был отец вождь индейца, а мать была белая. И он, по-моему, там описывает, что, мол, и отец стал слабым из-за матери, насколько я помню. Вот, и Билли, по-моему, тоже там находился, потому что его туда мать поместила, потому что она не хотела, чтобы он взрослел. Она хотела всегда чувствовать себя молодой, и что у нее сын как бы еще ребенок. Собственно говоря, такие нездоровые отношения. Это гиперопека классическая, когда мать печется, беспокоится, все сыну запрещает, он вот подобным вырастает с субъектом. То есть гиперопека такая, которая долгие годы была вот подобной, маменький сынок вырастает. Да, вот как бы, ну, вот эти вот такие моменты основные. Ну, еще, в частности, там же было про то, что доктор, он подсел на аналог, там, синтетический опий. Вот. В частности, у Булгакова есть даже рассказ, по-моему, как называется, Морфий, Морфий, да, да, да. Вот. И поэтому, как бы, они все были зависимы, и, как бы, кроме нее никто не мог ничего там сделать. Ну, пока все, что я так... Я еще хочу сделать вставочку. Вот когда они там играют в собачку за сигарету, то есть это крайне унизительно. Полное унижение, и медицинская сестра терпима к этому, прежде всего. Она убивается своей полной властью над пациентами, над больными. Вот. Потом у больного спровоцировали психомоторное возбуждение, когда его прикололи, ну, сигаретой, то есть сигарету в штанину положили, она начала дымиться, он обжегся. То есть он аффектируется, аффектируются другие больные. Вот это, конечно, недопустимо. Это такая вот каскадка, волна. Когда паника, вот такая вот суетная реакция, тревожная очень на пике паники. Вот. И получается, вот эта цена психотерапии с медицинской сестрой, когда у больных массово начинается психомоторное возбуждение в результате того, что первый пациент над ним прикололись, и он дал такую свечку, так называемую аффективную реакцию и захватил свои реакции других на пике паники. Начинается потасовка, увечья, кровь, это все недопустимо, конечно. Вот. И там есть момент, когда санитары применяют жесткую силу. На самом деле это недопустимо. То есть они не имеют права крутить пациентов, резко их бросать, хотя пол, как это показано, то есть только лишь меры физического стеснения и очень дозировано. Обычно как это применяется? Когда сзади к пациенту заходят, чуть-чуть, ну, как бы, присаживаются на ноги и его обхватывают сзади двумя руками, где-то в районе локтей, чтобы он спокойнее себя вел, и опять еще раз присаживаются для того, чтобы ноги санитара уперлись в сгиб коленный у пациента, чтобы он на землю чуть-чуть присел и дальше его повалить. То есть это делается очень все аккуратно, а не так, чтобы взять ополу его, как показано санитарой, это недопустимо. Вот. Это экстренные случаи, когда нужно психомоторное возбуждение купировать силами другого, допустим, человека, санитара, когда нужно сделать инъекцию для того, чтобы скрутить, скажем так. Вот. Также видно пример симуляции «Вождем глухонемоты». То есть вначале-то в первой половине фильма мы этого не видели, и потом он уже сказал, что я не глухонемой, я только прикидываюсь. Это такая очень умелая симуляция, и действительно такое бывает, когда судьба пациента решается в ходе судебно-психиатрической экспертизы, он может очень достоверно симулировать какое-то расстройство, например, либо мутизм, когда он не говорит, впал в такую вот реакцию для того, чтобы в последующем его признали невменяемым, потому что бывают очень тяжкие статьи, и они вот в этом именно заинтересованы, ряд пациентов в симуляции. Поэтому грамотный психиатр должен очень четко исключать симуляцию от несимуляции, и сдавать иногда такие колки и неудобные вопросы, чтобы ответную реакцию получить и выявить, действительно это симуляция, либо по каким-то тонким нюансам, что это все-таки не симуляция, действительно пациент впал в какое-то серьезное состояние, например, мутизм, который, как правило, квалифицируется как невменяемость, когда человек не мог совершать какие-то действия, отдавать себе отчет, и вот в данной ситуации развилось какое-то транзиторное такое психическое расстройство, очень острое. Я вот еще хотел сказать. Во-первых, интересно, что это говорит о докторе, особенно с профессиональной точки зрения. Доктор, главврач, который, если предположить, что он реально наркоман, и вот он сидит на этом синтетическом опе, или что это такое, что это означает вообще для всего заведения, и объясняет. Ну, во-первых, тут получается, что рука руку кроет и моет, что его как бы, у него власти нет, он только формально, поскольку сидит, вся власть в руках старшей медсестры, и как только он становится неугодным, она может в результате шантажа его просто сдать. Тогда начинается проверка прокурорская, его снимают с должности, начинается судебная тяжба, уголовное преследование, и вот такие проверки, на самом деле, это недопустимо, когда главный врач держится только лишь поскольку все его прикрывают, ну, в частности, вот эта медицинская сестра. Просто это чревато проверками, снимают его с должности, назначают другое, и уже разбираются. Я скорее имел в виду, профессионально это означает, ну, например, он способен вообще поставить диагноз? Нет, конечно, нет, конечно, нет. Здесь уже не идет речи о профпригодности. Это больной человек, он наркоман, он профнепригоден как врач и прежде всего как судебно-психиатрический эксперт. Мы кино будем обсуждать или нет? А как же? А чем же мы заняты здесь? Именно этим? Какая-то лекция о психбольнице, о режиме, о всяких подробностях. Ну, так фильм-то о чем? Не имеющих отношения к фильму абсолютно. Как не имеющих? Смотрите, вот что я сейчас услышал, да, вот у нас главврач по сути психически ненормальный. В фильме этого нету. В фильме он там вроде у него красивый, как у Брежнева. Сергей, можно комментарий по поводу книги? Ну, давайте по книге. Это киноклуб. Киноклуб. Я уже предчувствую разгорающийся спор по поводу того, чего, в общем-то, не было в книге. В книге было написано, что медсестре достаточно просто намекнуть кому-то там, что главврач, там что-то там списание каких-то медикаментов. То есть просто репутация будет испорчена из-за одного намека. То есть там не говорится о том, что он наркоман. Там сам МакМёрфи говорит, неужели он наркоман? Там говорится, да неважно. Он может быть даже и не наркоман, и скорее всего, не наркоман. И просто достаточно будет, кому нужно намекнуть, и все. То есть там нет того, там не говорится то, что он наркоман. Ну, хорошо. А если его просто сестра так или иначе, предположим, он даже не наркоман, но сестра, пусть даже старшая сестра, нашла способ держать его, ну, скажем, в обороте. Что это о нем говорит, как о профессионале, именно как о психиатре? Что он профнепригоден, он ведомая личность, и он просто боится за свой пост. Потому что, видимо, место такое кормовое, главный врач и топленый статус. И он понимает, что из двух зол нужно выбирать меньше, и лучше тихо, молча, спокойно, смирно сидеть, не вякать. Видимо, так. Мы более-менее подошли к логическому вопросу. Я хотел следующую как бы задать через запятую, что есть ли мнение, что у сестры есть какой-то тоже, в общем, диагноз? И какой-то, возможно, серьезный диагноз? Судя по фильму, можем только лишь предполагать. Может быть, вялотекущая шизофрения, может быть, и определенные черты анонкастной личности. То есть, что такое анонкаст? Это когда распорядок, схемы, регламент, все вот строго по заведенному режиму. Шаг влево, шаг вправо нельзя. Все очень схематизировано, очень формально, очень однообразно, очень выверено. То есть, весь режим, весь ход жизни очень такой вот под регламентом идет. Вот, в принципе, так и должно быть в таких вот закрытых заведениях. Но у нее это особенно видно. У нее все по часам расписано, строгий распорядок и даже очень однообразная жизнь показана. То есть, каких-то новшеств абсолютно нет. Закостенелая такая отработанная система по винтикам, которая много-много лет функционирует, работает. Вот, авиалотекущая шизофрения, это, то есть, сейчас есть такой диагноз шизотипическое расстройство личности. Потому что по мимике это видно, однообразная маска, маска такая вот, очень холодная, эмоциональность, отстраненность, нет каких-то ярких эмоций. Даже когда потом, уже в конце произошел инцидент, она очень спокойно, очень тихо дает приказание. Вы, пожалуйста, закройте окно и решетку. Вы, пожалуйста, обыщите заведение на предмет, где вот этот мальчик, который пропал. Вы, пожалуйста, выведите всех лишних женщин из заведения. Очень вот так вот холодно. Обычно такой реакции не бывает у психически здоровых людей. У них начинается какая-то паника, измена, ну, в соответствии с ситуацией. А здесь очень все холодно. То есть, можем это все предположить. А ничего, что на профессионал, на работе. Тем не менее, какие-то могут быть эмоции. Тем не менее, мы видим... Ну, шизики, подумаешь, разбили бутылки там об пол. Ну, что ты подумаешь? Это экстренная ситуация. Это возможно уголовное преследование за ее халатность как профессионала, как медсестры. Соответственно, вот в такой ситуации должна быть другая реакция. Более живая, более вовлеченная. Там был охранник, она пришла утром на работу. Там бардак. Ей ничего не грозит. Нет, нет. Вот отвечат охранник негр, который подкупили. Тем не менее, если начнется проверка, ее тоже может это зацепить. Вот в чем дело. И она должна орать и показывать эмоции? И что-то изменится от этого? В данном контексте вот эту эмоциональность, отстраненность, уплощенность мы воспринимаем как некую неадекватность в подобной ситуации, когда там просто катастрофа. Адекватное поведение как неадекватность? Ну, я бы не сказал, что это совсем адекватно. Обычно другая бывает реакция. Не такая холодная, не такая вот как у робота, скажем так. Вот. И еще сделать вставочку. Сейчас мы продолжим. Вот по поводу электросудорожной терапии. Там есть она, она показана. Показания, между прочим, есть. Какое показание? Стойкая антисоциальность, некурирующиеся лекарственными веществами, социальная опасность. И я могу сказать, что сейчас в Москве в бюджетном учреждении в одном проводят электросудорожную терапию. И это все сугубо добровольно. Человек подписывает согласие, его очень подробно обследуют, его предупреждают о возможных негативных последствиях. И если он дал согласие, в ряде случаев, если есть веские показания, ему проводят сеансы. Там могут 10, могут 5. Все зависит от конкретного случая. Вот сейчас это используется. Вот. А в данном случае, в данном ключе, мы видим, что были показания. Опять же, вот это его антисоциальность и социальная опасность. И на фоне лечения он чуть-чуть стал более опрятен по ходу фильма, более спокойный. Но потом вот эти опять вспышки, гневливости, раздражительности, конфликтности мы видим. То есть, это не курирующее состояние медикаментами. Это можно так интерпретировать. Я хотел по сестре еще сказать, а нет ощущения вот то, чем она занимается на терапии, на этой групповой? Да. У меня там увиделся какой-то, ну, по крайней мере, элемент или намек на какой-то садизм такой. Да. То есть, это очень тонкое издевательство. Это есть. Значит, она там обнажает интимную жизнь пациентам. Если мы берем групповую психотерапию, конечно, на групповой психотерапии подобным заниматься нельзя. Если это какая-то интимная жизнь, либо даже бред ревности, о котором может идти речь в данном случае, нужно один на один проводить индивидуальную, только лишь, чтобы окружающие, третьи лица об этом не знали. Потому что это очень значимая тема, интимная для пациента. Если есть бред ревности, это вторая половинка, на которую этот бред направлен. Но это 63-й год. Наверняка такого еще не было тогда. Нет, нет. На тот период психотерапия была хорошо разработана. Тем более в США там были регламенты, там были стандарты. Эти люди все там добровольно, добровольно, почти все. Тем не менее, мы видим, что... Не участвовали. Тем не менее, мы видим садизм, когда ей приносит удовольствие, грубо говоря, копаться в грязных вещах, видеть реакцию пациента, видеть, что он беззащитен перед ней, видеть, что она вот как такой какой-то злой паук над своей жертвой. Ей абсолютно ничего не будет. Ее никто на место не поставит, ей никто не сделает замечания. Она эту тему муссирует, в ней копается. Естественно, это некоторые нотки садизма в этом есть, унижая другого, получать какое-то удовольствие. И опять же, обсасывать, муссировать эту половую тему, тему половых отношений и сексуальной какой-то привязанности. Опять же, очень значимую для данного больного. Я ее на стоп-кадре остановил. Это один из кадров, который говорит, что намеренно сделана отсылка к теме Иисуса. Ну да, характерное положение рук и так далее. Так, у нас Владимир Силантьев давно висит, да, Владимир? Да, я бы хотел заострить внимание на разницу между книгой и фильмом. На мой сугубо личный взгляд, фильм проигрывает книги по всем статьям. Ну вот, недавно прошла вот эта сцена с рыбалкой. Они, значит, типа сбегают, а в книге они уходят в отпуск, причем они этого отпуска добиваются очень долго и упорно, собирают всякие бумажки, и с ними в качестве сопровождающего выходит доктор, который, книжный доктор моложе киношного раза в полтора, который, кстати, поймал самую большую рыбу, какой-то огромный палтус, которого там никто никогда не видел. И по поводу этой медицинской сестры, опять же, киношный образ довольно-таки бледный по сравнению с книжным. В русском переводе, кстати говоря, по крайней мере, в той аудиокниге, которую вы с Сергеем рекомендовали, там ее фамилию перевели. Мисс Гнусная, то есть Гнусная. Плюс, я уже не помню, где именно это было, то ли это было повествование от имени главного героя, этого индейца, то ли это было в диалоге Хараненко с Маккверхи. То есть кто-то сказал, что ее мечта сделать весь мир психиатрической больницей, в котором она бы следила за режимом. И вот этот мотив ее, этой восковой маски, это лицо, ее выражение лица, которое абсолютно безэмоциональное и так далее. И то, что она во время этой групповой терапии фактически издевается над своими пациентами, тоже вполне понятно. Она не хочет, чтобы они выздоровели. Она не дает зарубцеваться их душевным ранам. Она их постоянно расковыривает, чтобы они дальше кровоточили. И, кстати говоря, в самый самый первый день пребывания МакМерфи в больнице, в книге она тут же начинает коверкать его фамилию. Она его несколько раз называет МакМерри, а он ее поправляет, и в конце концов, фактически начинает ей угрожать. Ну, в общем, вот как-то так. То есть я считаю, что действительно Форман-режиссер довольно-таки, ну, не то же сказать хреново, но он не передал очень многие такие магистральные мысли, которые были у автора книги. Я хочу сказать... Да, пожалуйста. Вот очень важный момент, такой не характерный он скольз. Значит, после электросудорожной терапии МакМерфи идет, на него смотрит медицинская сестра и начинает потирать нос. Если брать язык тела, о чем это говорит? О ее лживости. То есть она транслирует в массу одну, якобы за добро, за благо, за выздоровление, за все хорошее, чистое, светлое. Это якобы трансляция идет такая. Но на самом деле истинные ее мотивы, конечно, злые. И вот это вот такая вот завуалированная доброта, и при этом она потирает нос. Характеризует ее как лживого человека. Опять же, если с точки зрения языка телодвижения. Вот там такой четкий момент. Он идет, она смотрит и трет нос. То есть она якобы за добро, но тут же подоплека, что это все лживое, напускное, такое извращенное. И истинные мотивы, конечно, у нее такие. Садистские. А вдруг она хочет выпить? Может быть, но очень тонко показано, вот как только он идет, тут же нос. Вот такая вот подоплека. Это в психиатрии такие у вас там эти? Нет, нет, это язык телодвижения. То есть это вы от себя идете, да? Это просто вот как бы возможная такая интерпретация с точки зрения психологии, допустим, телодвижений. Ну, жесты к лицу, ну, рука к лицу, это часто, да, как прикосновение к губам, там, прикосновение к мочке уха, нос, это, ну, стандартная книжка, по крайней мере, по языку тела, это как один из признаков, там, что человек что-то скрывает, скажем так. Так у нас брын за руку давно тоже держит, да? Да-да-да, я по поводу того, что в фильме она показана, как вот это вот, ее выражение лица, как вот эта вот маска мертвого человека, а в книге она улыбается, она постоянно вот так безэмоционально улыбается, то есть так, как-то, ну, то есть она как бы строит из себя позитивную какую-то улыбку, позитивного человека, а в реальности, то есть все уже, все уже понимают, что эта улыбка ничего не значит, ничего хорошего не ждать от нее. И в самом финале, в фильме она практически не улыбается, и в самом финале, когда уже все плохо, случилась катастрофа, главный врач, не знаю, в фильме нет, в книге он отстранен, то она сидит с довольным видом, то есть все отлично, все вернулось на круги своя, но по сути, как человек должен вести себя в такой ситуации? Все же очень плохо. Она сидит в корсете для шеи, то есть она полностью сатистфоцирована, то есть удовлетворена абсолютно. Я хочу сказать, это возможный признак амбивалентности, который может говорить за психическую патологию в виде эндогенного процесса, в частности шизофрения. То есть что такое амбивалентность? Это взаимное сосуществование, взаимоисключающих двух эмоций. Например, тут же люблю и тут же ненавижу. Тут же все плохо, казалось бы, и катастрофа, но у меня улыбка, якобы благодушие, радость, улыбка, восторг. Хотя изначально все плохо, то есть взаимоисключающие параграфы. Люблю и тут же ненавижу. Вот разные полюса какой-то диаметрально противоположной эмоции люблю и ненавижу. Все существует тут же сейчас. И вот эта улыбка, которая такая дежурная, натянутая, постоянно, да, с внутренними посылами, злыми, негативными, какими-то такими вот патологичными, они друг к другу, как вот мозаика, не подходят. Это вот признак андиводительности. Так, Артем? Я хотел бы еще добавить по поводу МакМерфи и вообще в его защиту высказаться, ну, насчет его адекватности. Вот, с одной стороны, как бы есть такая присказка, все невозможное сделано психопатами, да? Ну, то есть это люди, которые там, идущие там, на пределе. Ну, я думаю, все-таки он не такой психопат, потому что, как сказать, он вдохнул жизнь, можно сказать, них, потому что они там все были задавлены, в том числе и доктор. И вот по книге, когда они ехали на рыбалку, у них был эпизод с заправкой. Они заехали на заправку, чтобы заправиться. И когда их заправщики увидели, они как бы начали с ними разговаривать, и больные стушевались. МакМерфи тем временем то ли отошел, то ли что-то такое, он как-то не заметил. И они уже навязали там ненужные услуги, там все такое, как бы бензин подороже, ну, в общем, денег, чтобы стрясти. А потом пришел МакМерфи и как бы увидел всю эту картину и сказал, мы вообще-то тут психи, и там начал как бы их пугать. То есть он понял подоплеку ситуации и увидел, что и доктор стушевался. Вот, он говорит, и поскольку там они психи, они едут там по государственному делу, им положена там даже скидка была. Ну, в общем, поставил их на место. Вот. И так, что еще хотел сказать? Ну, и по поводу, вот, например, по поводу индейца, он же тоже сказал, хочешь, я там сделаю тебя большим. Ну, индейец рассуждал в таком духе, что я сейчас маленький, вот, то есть слабый. МакМерфи пообещал, что сделает его сильным, большим. Вот. Ну, и в итоге он таким стал и как бы смог сбежать. А еще вот по поводу медсестры, вот интересно, ну, что, может быть, хотел сказать автор, вкладывая такой, создавая такой образ, то есть там у нее была, я так понял, какая-то, ну, довольно большая грудь, то есть она выделялась из остальных ее пропорций идеальных. Ну, это тонкий намек на материнский образ, на самом деле, потому что тут у многих проблемы по материнской части. Да, возможно, что-то в этом духе, потому что, то есть она этого стеснялась, этой груди, и она ее там всячески зажимала, чтобы, ну, чтобы как бы как можно меньше ее сделать. Вот. Еще там есть тоже, Хардинг рассказывает о том, что, то есть она иногда делает, ну, вовне какие-то вещи, то есть, как бы добрые, то есть там 20 долларов она там какой-то девушке там дала там на платье, вот. Как бы, то есть то ли она здесь ведет все жестче, а где-то на показ тоже доброту, либо это тоже на показ, вот, ну, свои личные деньги отдала. И, кстати, да, про доктора там тоже такой момент, то есть там все-таки не говорится о том, что он прям наркоман, потому что МакМерфи об этом переспрашивал, а он просто говорит, что она может упомянуть, что он делает частные заказы на это вещество, вот, и как бы завиновать эти его. Так что вот. Это поэтому, да, но я поэтому и перезадал вопрос, что, а то, что он, то, что он ей подчинялся, это как бы как его профессионал, то есть получается, просто в обоих случаях, что такая трактовка, если он реально наркоман, что он запуган тем, что его там могут обвинить наркоманом, получается, он ни в том, ни в другом случае не может нормально выполнять свои профессиональные обязанности, просто он, он не держит ситуацию под контролем, то есть получается, даже если он нормальный врач, и он там способен, то есть он квалифицирован, то у него нет какой-то вот этой средней там, взвешенной точки, то есть он все время вынужден. Ну да, получается, что он поступает предвзято изначально, потому что у него какой-то свой интерес, если он идет как бы в разрез с мнением той же самой медсестры, то она может против него компромат использовать, он просто полетит. Поэтому он вынужден предвзято относиться и вот на поводу у нее идти в любой ситуации, в том числе судьбоносной, во время там, допустим, экспертизы той же. Ну то есть из двух зол он выбрал меньше, он понимает, что так наиболее сейчас ему конкретно выгоднее такая политика. Нет, просто они были любовниками, она имела на него сильное влияние, поэтому он был подкаблучником и делал все, как она говорит. Похоже на правду. Может быть, но опять же, по фильму это не сказано, а по книге я уже не знаю. Так вот, уже книгу, все, вот уже книгу по полной программе. Насчет драки в фильме не все помнят, когда началась и сколько их было, а книгу во всю обсуждают, забыв о фильме. У нас киноклуб превратился в читальную, избу читальню. Нет, нет, у нас ускоренные курсы по психо, нет, по психиатрии, да. Еще вот интересный момент, вот когда молодой человек говорил про то, что они когда приехали на бензозаправку, вот они не смогли нормально договориться, когда МакМёрфи отлучился, им начали впаривать дополнительные услуги задорого. В том числе проявляется характерная для психически больных коммуникативная недостаточность, когда они теряют коммуникативные навыки, не могут правильно, грамотно встраиваться в беседу, свои интересы отстаивать в беседе, в диалоге с другим человеком и противостоять тому, что им навязывают что-то для них заранее заведомо невыгодное. Вот это коммуникативная недостаточность, дефект. В том числе вот сюда. Я бы хотел уточнить, что как бы и доктор Спайви тоже стушевался, как бы и вел себя так, как и остальные больные. Затупил ботаник. Да, да, да. У меня так был тезис к тому, что возможно все-таки он тоже не очень, то есть сейчас сформулируешь то, что у меня давно на языке вертится, что грубо говоря нормальных людей особенно в кадре не видно. Я вот про что. Они получается показаны, по крайней мере показаны так, насколько это правдоподобно, не знаю, что нормальных людей в этом заведении в общем нет. То есть и те, кто пациентами там находятся, и те, кто их лечит, как бы все ну с чем-то. Да, абсолютно здравая мысль, полностью подписываюсь, просто пациенты официально больные, а вот эти, которые надзирают и в администрации, они как бы тоже показывают абсолютно дефектное поведение, но у них официальных диагнозов нет. То есть так как они работают в учреждении, они как бы формально здоровы. Но модели поведения, модели поведения и с больными, и в социуме, соподчинение абсолютно дефектное и патологичное. То есть абсолютно вот не так, как должно быть в реале. Все должно быть нетредвзятым. Самое нормальное, Марк Мёрфи. Но единственное, что он не рассчитал силы. Подумал, что в дурке будет легче, чем в тюрячке. И не оценил свои возможности. Разбил башку об этот угол этой комбината, как говорит индейец. В этом его ошибка. Да, еще индейец, конечно, поверил ему и зря повелся на это обещание свободы и Канады. А почему зря? Он же в итоге вышел. Куда он вышел? Он задушил одного из пациентов. Его отловят и поджарят на электрическом стуле. Его должны отловить еще? Во-первых, не факт, что... У Канады целый штат, Вашингтон еще. Орегон сверху Вашингтон. Канада ему не светит. В кедах своих. Вы видели, в чем он побежал? В кедах. На самом деле, если не будет, к примеру, вскрытия тела, то они вот эту асфиксию, задушение могут... К примеру, вообще вскрытие обязательно в такой ситуации. Хорошо, хорошо. Просто он буйный, понимаете? Он разгромил пол этого здания больницы. Ему сделают точно такую же лоботомию, как Мерфи, и все, будет такой же овощ. То есть, я о чем хочу сказать, что заинтересованные лица могут вот эту смерть от асфиксии интерпретировать как побочный эффект от недавно произведенной префронтальной лоботомии. То есть, могут так. А на самом деле, конечно, нужно делать вскрытие, и чтобы патологонатом четкий диагноз поставил, чтобы потом уже не было. А вдруг это побочный эффект, что асфиксия развилась на фоне недавней лоботомии? Ладно, не убийца. Просто буйный, который громит стены. Ему точно лоботомия светит. Это стопудово. Если этому за попытку, значит, задушить, а это его разрушил пол здания. Его отлавливают, делают лоботомии, и все, овощи. Ну вот, по крайней мере, в фильме достаточно, там, это много раз написано прямым текстом, там делается достаточно открытый, ну, такой намек, да? То есть, открывается горами видом и закрывается тоже лесом, горами. То есть, начинается со свободы и заканчивается свободой. То есть, по крайней мере, режиссер вложил, что он, ну, в общем, единственный человек, кого он смог освободить, то есть, потратил себя, да, в итоге, МакМерфи, но единственный, для кого он смог вот это вот, кого он мог заставить выйти из этого заведения, это был, собственно, этот вождь. Единственный, кого освобождает, значит, МакМерфи, это зритель, выбегающий из кинозала, который уже не может терпеть вот эту безысходность, понимаете, логическую, он понимает, что и индейец никакой свободы не получит, понимаете, и МакМерфи свою жизнь спустил в унитаз, никому не помог, ни шизиком, ничего, им это и не надо, они дальше таблетки жрут, как ни в чем не бывало, когда она там слонгенткой им раздает, понимаете, это зритель выбегает из зала с радостью того, что он живет не в этом дурдоме, который вот там остался в кинотеатре, только что ему показывали. И он счастлив и рад и раздает ему Оскары и золотые глобусы этому фильму. Отличный, хороший фильм, безысходность, полнейшая, но слава Богу, что это на экране. Так, Денис, давайте реплику, я хочу потом поподробнее психиатра спросить про электрошокотерапию. Денис. Да, я хочу сказать тоже, ну почему как бы МакМерфи, может быть, и почему появляется в этой клинике? Мне кажется, вот действительно, что человек, получается, если он не может реализоваться, да, грубо говоря, в обществе, он чувствует себя изгоем, соответственно, он начинает прятаться в какие-то сообщества, и то же самое главный герой, получается, МакМерфи, он спрятался в это сообщество, ну, психологический линин. Почему он это сделал, вот трудно понять. Вот мне кажется, вот есть произведение тоже у Тома Сымана, «Волшебная гора», может быть, кто-то знает, там тоже был диспансер для туберкулезников, и вот главный герой именно вот в эти швейцарские горы едет в этот диспансер туберкулезников, и действительно там он не болеет туберкулезом, он начинает там сочувствовать, сопереживать там всем этим героям, которые там умирают, там помогать им как-то, он даже чувствует, что туберкулез в нем развивается. Вот то же самое, получается, человек как бы, он прячется в таких сообществах, что ли, пытается как-то в них функционировать, жить или встроиться в них, или чувствовать себя каким-то звеном, который может там кому-то помочь, там кого-то излечить. Непонятно, вот почему именно человек вот чувствует такую тенденцию, вот мне хотелось бы сказать. Вообще, по-моему, про МакМёрфи, сейчас, может быть, психиатр, конечно, по-другому прокомментирует, но, по-моему, по сюжете достаточно прозрачно сказано, что он был в тюрьме, там, в очередной раз, и, в общем, он, видимо, услышал, наверное, где-то ему там, или подсказали, что, в общем, то есть можно уехать в больничку на время. Там, естественно, послабление по сравнению с тюрьмой, ну, не исключая телевизор, да, будет послабление в режиме, то есть в целом будет свободнее. И он решил, типа, а почему бы и не, ну, там, наверное, может, усилил какие-то свои симптомы, и, в общем, сделал так, что его решили-таки отправить на экспертизу, да, там, в очередной раз, и он просто решил, что он съездит, посмотрит, как оно там. Ну, почему он не сидит там тихо, а, допустим, ну, начинает активно там действовать, вот тоже странно, почему... А потому что это психопат, который не может вписаться в данную конкретную ситуацию, он не может понять, что нужно здесь так вести, здесь иначе, то есть вот эта тотальность его дисгармонии характера, она вовсю буйствует и проявляется, это именно признак психопата, когда нет критики, он не может себя удержать, он не может волевым контролем какие-то свои внутренние позывы контролировать, этот яркий признак, это обыграно, что вот он как здоровый не может. Вот, естественно, он там не по своей воле, он там как бы на экспертизе, то есть принудительно, а по своей воле он только лишь мог, допустим, что-то начать симулировать для того, чтобы наверняка туда попасть. То есть либо он не хотел его туда насильно, мы не знаем, либо он только начал симулировать, потому что ему уже врач говорит, что у нас есть некоторые догадки, что это вы только лишь специально делаете, вот, когда он только поступает. Он только мог начать, а дальше уже как бы его действительно направили и все, то есть... Да откуда он знает, что там в больнице и как там его ждет? Телепатов нету. А вы ему предъявляете, что вот он не может построить свою деятельность? У него два выбора. Либо в тюрьме оставаться до конца, либо поехать на экспертизу, как бы, и может быть, на принуд лечения, где все-таки и срок будет поменьше содержания и совсем другие условия. Не как в тюрьме, а среди психических больных может быть, ему было бы и полегче, нежели в тюрьме. Из двух зол он выбрал, ну, почему бы и не попробовать? Может быть, он вообще будет признан здоровым и там еще что-то, какие-то другие будут последствия и так далее. Так он и не косил там. Он же так доктору и говорит, вы что хотите, чтобы я здесь срал на пол? Чего вы от меня ждете-то? Он так доктору и говорит. Ну, вот для этого и нужна экспертиза, чтобы исключить либо подтвердить какие-то догадки. Да, конечно, подтвердили. Они сказали, он не психически больной, но опасен. Поэтому отправляем его обратно в дурку по фильму. Она решила одна лишь медсестра. Единолично все решила. А так как у нее антипатии и предвзятые отношения, она сказала все лечиться и отсюда он как бы не выйдет. То есть строго принят лечение, есть показания, есть диагноз, социально опасен, все, держим, лечим. Пока... Так она же сама больная. Как она поставила ему диагноз? Если врачи сказали, что он здоров, но опасен. Отправляем в больничку. Она говорит, нет, не перекладываем, значит, ответственность на других, начинаем лечить. Хотя при этом сама у нее там маска и все дела, и психопатия, и понимаете? То есть больная поставила здоровому человеку диагноз и залечили нахер, насмерть. Отлично получается. Формально она здорова, она занимает пост и должность, а как раз таки он голен потому, что у нее диагноз есть, это диссоциальное расстройство. Кто поставил? В фильме никто не ставит этого диагноза. Наоборот, врач говорит, он здоров, но опасен. А? Об этом нам все говорит и кричит, и семафорит. То есть тот врач, который там сидел, он некомпетентный оказался. Так диагноз в фильме. Диагноз остроила медсестра, а врач, послушайте, она не строила диагноз, она говорит, мы не будем переносить ответственность за других. Мы не будем. Врач ему задал вопрос, которым он исключил умственную отсталость, и все, ему диагноз не выставляли. Просто задали вопрос, такой вот прицельный, чтобы посмотреть на моря. Промог? Отключить. Конечно, мог он осуществлять психиатрическое освидетельство, все что угодно, может спрашивать, и хоть по 10 раз. В том числе, чтобы спровоцировать на какую-то эмоцию, так сказать, психически больного посмотреть симулянта. Потому что симулянт, он может какой-то позиции придерживаться, но на десятый раз, переспрашивая одного и того же вопроса, он может свою симуляцию выдачить. Почему врач не поставил ему диагноз там в фильме? Надо у врача спрашивать. Потому что врач в полной власти медсестры. Вот в чем дело. В кино там нет этого. Это из книги. Фильм снят по мотивам книги. Я не читал книгу, я смотрю кино. В кино это есть, я не соглашусь. А есть там, это очень просто. Она сидит на консилиуме врачей, то есть все остальные, я так понимаю, там сидящие, во-первых, они мужчины, во-вторых, они сидят все доктора. Хотя бы потому, что они без халатов. То есть это психиатры. Они все там что-то между собой какими-то магическими словами обмениваются. И в этот момент, когда они уже говорят, ну, типа, он, видимо, здоров. На этом месте она говорит, так, ребята, я сказала, будем лечить. Да, совершенно правильно. И все подписали, типа, видимо. Да, совершенно правильно. То есть это не просто врачи, это судебно-психиатрии. То есть она поставила диагноз. Да, послушайте, это не просто врачи, это судебно-психиатрии. Она не поставила диагноз, она просто произвольно, пользуясь властью над врачами, оставила его там. То есть он здоровый человек, но удерживаем ее насильно. Нет, ну они ему что-то написали, наверное. Конечно, они ему напишут, просто это не попало в кадр. Естественно, будет заключение экспертное, где будет диагноз, где будет обоснование, где будут четкие ответы на вопросы. Но это подгонка по то, что она решила и диктует им. Подгонка. Но мы что видим? То, что врачи как бы на вторых ролях, а последнее слово за ней. Я спрашиваю, почему у него нет диагноза, если он здоров? У него есть диагноз, просто в фильме об этом не сказано. Он не звучит, но он есть. То есть и я тоже должен быть под телепатом еще, догадываться, что они там напишут. Я вижу, как здорового человека превратили в овощ и убили его. Вот именно для этого у нас и психиатр сегодня, чтобы эти вещи расшифровать. И же видите, с какой новой стороны мы сегодня смотрим этот фильм. Хотя многие смотрели его много раз, я уверен. Синдром поиска глубинного смысла. Такого синдрома нет. Вот, видите, и тут скорректировали. Я нашел у некоторых. Послушайте, что видим? Видим яркое, четкое, психопатоподобное поведение. Нет, 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 никакой психопатии. У него, наоборот, сплошная эмпатия, помощь друзьям своим, по несчастью, этим шизикам. Отзывчивый человек, добрый, ненавлюбивый. Если бы была сплошная эмпатия... И система согнала его в угол. Можно скажу? Если была бы сплошная эмпатия, она бы была в том числе направлена и на медработников. На всех санитаров, на медсестру, на врача. А то лишь она сугубо на больных. Значит, это уже не всеобщее... Вот она говорит, вы портите, мне стекло пачкаете. Он говорит, пардон, мэм. Он вежливый человек. Джентльмен, можно даже сказать. Чего с ней, долго целоваться? Когда ее душит, конкретно, джентльмен полностью. Так в конце его спровоцировали, мертвый били. Она взяла его, завиноватила, и тот пошел перерезал. В конце. А вначале все нормально у него по поводу эмпатии. И к медсестрам все в порядке. Стекло он ей намеренно несколько раз по сюжету там на самом деле выносит. Но это тоже за кадром осталось. Хочу сказать, вот есть такая фраза у женщин, да? Нет некрасивых женщин, а есть недофинансированные. И вот иногда выглядит так, как будто, как сказать, нет психически здоровых, есть недодиагностированные, да? Недообследованные, да. Ну это призывникам надо рассказывать. На призывной комиссии. А что, между прочим, я не рекламирую и не настаиваю, но кто-нибудь, подмигиваю обоими глазами, может посмотреть этот наш сегодняшний разбор перед тем, как идти. Только помните, что могут потом быть проблемы с администрированием. Вопрос, как потом отмыться им, отмыться, и они потом отмываться просто устанут. Ну это просто тоже такой совет, что это не так. Сегодня так, а завтра уже так, и здоровый. Это не отмоешься потом. Ну как бы, будешь очень долго доказывать, что ты не верблюд. Я вижу две поднятых руки, только сейчас пока дайте, погодите, у меня просто мысль, а то я забуду. Во-первых, что я хотел сказать перед тем, как я хотел поподробнее спросить про электрошоковую терапию, что это такое, как она работает. Я вспомнил сейчас, у меня был какой-то знакомительный курс в УЗИ, назывался типа «Введение чего-то в педагогику, психологию». Там, не помню, к какой теме, но, в общем, преподаватель сказал, что, ну помимо того, что вот есть тесты типа там расшифровать пословицу, соответственно, чтобы симулировать из себя, например, ну там умственно отсталого, да, если такая задача стоит, то человек должен, ну, ошибиться и неправильно расшифровать там какой-нибудь там, плюнь в колодец там. Ну да, да. Придется напиться. Человек должен и неправильно расшифровать. Ему логично задали с места вопрос. А может быть такой вопрос, на который нормальный человек ответить не может, зато легко может ответить именно больной. И он сказал «Да, есть» и привел пример. Пример был сногсшибательный, я его запомнил. Он сказал, говорит, вот простой вопрос, на который средний человек ответить не сможет, если он здоров. Он говорит «Что общего между карандашом и ботинком?» Я помню, что аудитория впала в тишину. По-моему, минут через пять кто-то таки родил ответ. Ну, в общем, ответ был, что, значит, оставляют след. И вот это любопытно. То есть есть обратный пример вопросов якобы. Да, да, да. Очень хорошее наблюдение. Вот шикарное, да, действительно. Вот неподготовленному слушателю тяжело так среагировать. На самом деле это возможность абстрагироваться и проверить абстрактное мышление. Потому что, ну, как бы вот так вот сходу тяжело, конечно. А так очень хороший пример. Классный. Так, я хочу снять с паузы и заслушать подробно рассказ. Что же такое электрошокотерапия? Как это работает? Зачем? Почему и вообще? Ну, в общем, все, что есть полезного, интересного. Значит, электросудорожная терапия. Есть ряд показаний и противопоказаний. Это когда через мозг пропускают электрические разряды с определенной целью. Есть, например, веские показания, когда резистентны к терапии депрессия. То есть длительная депрессия, нет ответа на медикаменты, на антидепрессанты. И всегда есть риск суицида. И из двух зол выбирают меньше, предлагают попробовать СТ. Если человек готов, он подписывает согласие, ему делают вот этот курс, несколько сеансов, там, либо раз в неделю, либо два раза в неделю. И потом, как правило, бывает в большинстве случаев хорошее такое улучшение, стойкое. То есть когда резистентная депрессия, когда тяжелые психозы, также мало курабельные, нет ответа на медикаменты. И всегда пробуют вначале лечить по регламенту. То есть попробовали один антидепрессант и нейролептик, допустим. Потом попробовали несколько нейролептиков, должен быть ответ. Потом попробовали инъекционный, попробовали нагрузку увеличить. Если нет ответа, сохраняется либо бред, либо галлюцинации и так далее. И состояние ухудшается, либо стабильно, не такое плохое, без прояснений. Могут предложить вот этот мед. Подключается сейчас современный этап. Это обязательно реанимационное отделение в медучреждении психиатрического типа, обязательно. Проводит врач-реаниматолог, вводится в медикаментозный сон глубокий, и потом делаются разряды. Потом человек просыпается, его обследуют, и вот так вот, либо раз, либо несколько раз в неделю. То есть, как правило, это стойкие состояния, не купирующиеся и не отвечающие на какое-то лечение. Вот, это все сугубо добровольно. Вот, и я разговаривал с пациенткой в своей трудовой деятельности. Она мне говорила, что после этих сеансов у нее было два. Один, десять, второй, пять, и у нее стала хуже память. Действительно, многие авторы отмечают, что кратковременная память снижается. Некоторые говорят, что это все обратимо. А некоторые говорят, что она все-таки необратимо снижается после нескольких сеансов. Вот, и мне пациентка жалует, что стала хуже память, там уже спустя десять, либо семь лет после вот этих вот сеансов. То есть, нужно понимать, что это определенный стресс и травматизация ткани мозга все-таки извне. Вот, но возникает вопрос, а что лучше? Лучше, чтобы человек мучился и, допустим, без этого метода лечения был. И, допустим, если это тяжелая депрессия, он может закончить суицидом. Если это глубокий психоз, не отвечающий на лечение, он может какое-то общественно опасное деяние совершить по каким-то болезненным мотивам. Возникает вопрос, что лучше? Иногда консилиум, врачебная комиссия, прежде чем рекомендовать, обследует пациента и рекомендует все-таки лучше в данном конкретном случае провести вот эту вот терапию, потому что там есть надежда, что будет улучшение. Сейчас это применяется во многих странах и в том числе в Москве. Я знаю одно точное учреждение, это психиатрическая больница номер один имени Алексеева сейчас. Там есть реанимационное отделение, потому что это обязательно для вот этих вот процедур. Вот, достаточно достоверно в фильме это обыграно, когда подключаются электроды, его фиксируют, погружают в сон и потом делаются сеансы. Потом он это все амнизирует, и у него такое ощущение, как будто бы он после сна проснулся, и обычно бывает стойкое такое улучшение. Он субъективно нам об этом говорит, пациент. Вот, и для того, чтобы врач-психиатр владел этой техникой, естественно, ему нужно опленные курсы пройти, изучить литературу. Есть хорошая книга, к сожалению, автора не помню, называется «Электросудорожная терапия в психиатрии, неврологии и наркологии». Кому интересно, можете изучить тему очень так подробно и досконально. По фильму у него есть показания для этого лечения. Я уже их выше озвучил, они есть. И, соответственно, учитывая подобный вектор его поведения, лучше в данном случае было бы попробовать, и они действительно попробовали. Но даже несмотря на это, рано или поздно вот эта психопатоподобная симптоматика вернулась. И то есть вот эта терапия была эффективной, опленной отрезок времени, а потом все на круги своя вернулось. Я так понимаю, здесь он согласия не давал на это, да, вряд ли у него? Нет, он здесь не давал. И в сон, по-моему, не погружали его. Нет, не погружали в сон, но по регламенту надо погружать. Может быть, в те годы, вот когда там 75-й, когда фильм снимался, может быть, были другие стандарты проведения этой манипуляции. А здесь, да, получается, он же уже у нас лечится принудительно. Согласия с него никто не требует. И все единолично решает медсестра, учитывая, опять же, его выходки. Понятно. Так, Владимир руку держит давно. Я вот хотел спросить психиатра Александра по поводу того, значит, как, по поводу электрошоков-кинематографов. Если вот вспомнить советский фильм 80-х годов «Противостояние» по роману Юлиана Семенова, там, значит, немцы при помощи электрошока лечили заикание, и у этого главного героя Кротова даже его вроде бы как вылечили. И относительно недавний американский фильм, который в российском прокате шел как «Подмена» с Анжелиной Джоли в главной роли, вроде тоже как снят на основе реальных событий, там показан американский вариант карательной психиатрии. Это там 20-е, 30-е годы, Калифорния, коррумпированные полицейские там сдают неугодных проституток, значит, женщин, которые отказываются с ними как-то сотрудничать в местную психушку, и там их пытают электротоком, пока, значит, они не начинают давать там нужные показания. Вот это вообще как-то, вот эти кинематографические образы, они как-то с практикой соотносятся, или это чисто инсебиательная кинематографическая? Значит, по поводу заикания. Заикание – это логоневроз. Показанием для проведения ЭСТ логоневроз не является. Это раз. Во-вторых, в карательных целях была использована, пожалуйста, пример – это советские диссиденты. У нас были люди неугодные власти, которые очень свободно и своевольно мыслили. Им клеймили чаще всего вялотекущую шизофрению, принудительно лечили, потому что, ну, так вот с ними боролись. И, соответственно, в стенах психиатрических учреждений их лечили в том числе и электросудорожной терапией, и инсулино-коматозной терапией, и, может быть, атропино-шоковой терапией в ряде случаев. То есть это вот неугодный элемент, когда психиатрия с точки зрения вот карательного воздействия была вот во всей красе в советское время, в период диссидентства. А потом все это прошло. Вот это такой, скажем так, грязный, черный, такой вот плохой этап в психиатрии, когда она сугубо с политическими целями и в угоду правой верхушке была использована. Это вот исторический такой вот нонсенс, когда это было. Использовали, да? А может, они были психопатами? Они, нет, они, во-первых, были психически больными, потому что без диагноза просто так никто ее использовать не будет. А уже какой был диагноз? Ну, большинство, наверное, были шизофреники, хотя среди них, видимо, и диссидентов были стойкие глубокие психопаты наверняка. Я не думаю, что там все 100% были шизофреники. Нет, конечно. Просто их было большинство шизофреников из всего массива больных психически. Я правильно услышал, что, то есть, грубо говоря, даже если у человека, ну, например, условно, есть некий диссидент там, Иванов, у него есть какое-то, ну, пусть слабо проявлено какое-нибудь психическое, ну, там, расстройство, допустим, очень слабое, которое, в принципе, ну, если специально к нему не докапываться, то он мог бы всю жизнь жить без всяких там лечений. Но если захотеть его прижучить именно по этой статье, то можно ему, ну, написать большую степень, во-первых, на решение. Совершенно правильно. Да, совершенно правильно. Вот такой, например, есть такой, был диссидент, вот мною безумно уважаемый, умер в Лондоне в 19-м году, Владимир Буковский. Вот ему дважды выставлял консилиум диагноз вялотекущую шизофрению с обоснованием там вообще, академики обосновывали. Он потом был в США, его переосвидействовали, и вот этот диагноз у него не подтвержден. Был вялотекущую шизофрению. То есть, по сути, он был здоровый человек, просто его клеймили. А учитывая, что он неугоден, где-то были какие-то приписки, где-то состояние его намеренно утяжелялось с целью того, чтобы подогнать под шаблоны и под показания для ЭСТ. То есть, вот если он в таком состоянии нет показаний, поэтому надо как-то это все извратить, где-то чуть-чуть усилить проявление, где-то утяжелить, где-то натянуть, скажем так, сову на глобус. И тогда уже у нас есть документальное официальное подтверждение для ЭСТ. То есть, опять же, с карательными целями и необъективно использовалось на опленном этапе в советское время психиатрии. Спасибо. Так, Денис. Да, хочу, может быть, еще одну мысль добавить. Вот по поводу и карательные тоже к этому относятся. То есть, мне кажется, можно связать, то есть, получается, человека, субъектность человека, с психиатрией. То есть, если, получается, человек, это у нас, ну, как бы, активный субъект, получается, он пытается, ну, грубо говоря, как-то активно действовать. И, соответственно, так как, ну, как бы, среда не всегда любит, когда активный кто-то, и он активно действует, ему надо, грубо говоря, давать по шапке периодически. Мне кажется, не является ли вот, как бы, вот этот фильм, может быть, тоже аллегорией на тему, ну, то есть, активности и, как бы, угрозы этой активности. Да, да, я понял. Ну, грубо говоря, сиди, ну, можно это скажу. Если, как бы, инициатор человек, вот, получается, вот, я не знаю, может быть, как бы, что такое человек? Вот, полускача, полулетя, он сиристит, как сарайчан, лучше бы он сидел в траве покосой, и вовсе брязги не совал бы носа. Но это говорит Мефистофе, когда описывает человека. То есть, получается, здесь проблема субъектности. Как только человек начинает активно действовать и воздействовать на среду, как-то ее преобразовывать, то есть какие-то акторы, которые ему мешают активно. И, соответственно, в данном случае здесь, как бы, посылка такой, то, что можно человека закатать, там, я не знаю, в рукава, там, убить, там, я не знаю, увезти в психушку и так далее. То есть, главное, это вот человека как-то не нейтрализовалась. И как-то... Да вот Америка, пожалуйста, в кино, Америка, без всякой советской власти. Что хотят, то и делают. И в данном случае, да, получается, он же пытается все-таки правильные вещи сделать. Он же пытается их освободить, как-то их развлечь, не развлечь, а развить, чтобы они как-то вышли из этой вот вещи в себе, вот этой психушке, чтобы они начинали общаться с другим миром, чтобы это не было, как в зоопарке, там, животные, которые там только ходят по вольеру, а животные, которые находятся в среде, охотятся, общаются, бегают туда-сюда, то есть, как-то активно действуют. То есть, получается, в данном случае человека обрубают крылья и говорят там, типа, ну, рожденный ползать, летать не может, да, и ты сиди, пожалуйста, втрою по косу, и сиди и молчи, и главное, вот твоя задача. Да, я вас услышал, совершенно здравые мысли. Хочу книгу порекомендовать, вот, пожалуйста, вот книга такая, она кратенькая, читается за два-три часа, вот такая книга. Сейчас вам скажу. Мюрер Ротбарт. Анатомия государства, чем государство не является, что такое государство. Вот там вот эти вопросы очень хорошо освещены. Что такое государство, да? Да, да. Чем государство не является и что такое государство. Хорошо. Я хотел обратить внимание на экран, что там сейчас прошла сцена, где и охранник оказался, ну, тут он вроде как уже престарелый, наверное, может, ему вот сексуальная часть не очень близка, зато он, ну, просто чудовищно легко покупается на обещание алкоголя. То есть он, грубо говоря, и этот тоже. Да, да. Я хочу... Своё слабое место. Близка, близка. Да. В любом закрытом учреждении есть коррупция и всегда будет нарушение регламента. Всегда. Ну, то есть это так же, как есть добро и зло, есть правила, есть те, кто их нарушают. Это всегда. Это вечная проблема. Также вечная проблема личность, свобода мысли и противостояние системе, когда система пытается вот таких вот непокорных элементов как-то подавить. Ну, то есть, если мы берём средневековье, это инквизиция там умных каких-то, которые были на стороне науки и не одобряли, допустим, религиозное мировоззрение, они их просто сжигали, как мракобесов, как колдунов, чародеев, там, волхвов, вот эти вот рыжие женщины их просто сжигали, потому что они были на том этапе неугодны, не покорны. Вот просто исторически так сложилось. В советское время то же самое мы видим с диссидентством, когда психиатрика, карательная машина, не всегда, но в ряде случаев также боролась вот с теми, кто особо высоко голову поднимает, чтобы их укоротить на голову, своими какими-то грязными методами, чтобы там либо просто их просто приструнить как-то. Вот. Сейчас другие, соответственно, методы, в будущем они будут также модернизироваться, будут другие методы, потому что всегда идет философская такая тема, когда личность противопоставляется системе государства и идет конфликт интересов, потому что личность свободная, независимая, дипрократическая по одному мысли, а государству надо, чтобы личность функционировала как винтик, ненужных, каких-то скользких, неудобных вопросов не задавала, и вот просто работала и все, там не покушалась на что-то такое, что ей не положено этой личности конкретно. То есть это исторически так складывалось, это будет всегда это вечное такое противостояние свободной, независимой такой здравомыслящей личности и вот такой вот карающей системы. В любом социуме просто разные инструменты, разные методы, будут разные подходы, как-то они будут модернизироваться, может быть, будут более ухищренными. Вот, например, читал я книгу очень интересную Мишель Фуко, надзирать и наказывать. Вот там сказано, что раньше была казнь, считалось, что смерть – это лучший исход. А сейчас уже все-таки у нас в моратории на смертную казнь считается, что лучший исход для вот таких вот антисоциальных людей – это вечные муки в заточении, допустим, когда пожизненное наказание. То есть считается, что раньше проще было убить и все, и забыть, а сейчас считается, что пусть он лучше в заточении находится, допустим, в тюрьме, на пожизненном сроке, вот это для него лучшее наказание – терпеть и ждать, что только отсюда он умрет, и все, никогда не выйдет. То есть вот считается… Религиозное мышление. Казненный отправлялся к Богу. Сейчас атеизм. И поэтому не лишают жизни, мол, поживи, может, под амнистию попадешь. А может, не попадешь. А может, скроется, что был невиновен через 20 лет. Да, да, да. Когда уже не надо будет. Так что не надо, да, торопиться-то. Бога нет, а вдруг действительно оправдают. Все меняется. Ну и кроме того, это дорого. Наверное, просто никто не заморачивался бы такими вещами, как пожизненное заключение. Кому это нужно? Пожизненно он только работать день на каменоломнях мог, наверное. Галеры. Ну или да, галеры. А так кому он нужен? Зачем? Ну да, вот опыт ГУЛАГа, пожалуйста, нам показывает, ну что, это бесплатная рабочая сила, причем не всегда оправданно, соответственно, сколько невинных пострадало, да, сколько смолили голодом и так далее. Почитайте, допустим, Лев Разборник. Это здесь при чем? Ну что мы в полиинформацию превращаем? Разбор фильма. Ну я так понимаю, что здесь прямая была тема с карательной психиатрией. Карательная психиатрия так, и это все закончилось, как советская власть ушла? Про сейчас расскажите. Теперь была просмертная казнь и как это параллели с прошлым и настоящим. А карательная медицина сейчас работает? Как насчет сейчас карательной? Сейчас карательной психиатрии нет. И сейчас есть закон о психиатрической помощи и гарантии их прав граждан при указании, который полностью защищает со всех сторон права пациента психически. Так, а почему в тюрьмах сидят больше, чем при Сталине? Это сейчас вы говорите, что не карательная? Через 10 лет окажется, что была. В 2020-м. В Сталине больше сидела. Мак Мерфи там сидел? Где там-то? В ГУЛАГе. Нет, конечно. Слава Богу. Право, что он уже психопат, я так понимаю, что он уже скоро и в ГУЛАГ значит отправится. Ну, вообще-то, если бы он остался в живых, даже не так, можно вопрос по-другому поставить. Куда бы отправился Мак Мерфи сегодня? Вот, в 2020-м году. Он бы сегодня просто в тюрьме остался, был в тюрьме. Через 68 дней вышел бы и все. Нет, это антисоциальный элемент, ему 100% проводилась бы судебная психиатрия и экспертиза, и, видимо, он бы, наверняка, был признан на момент каких-то там противократных действий вменяемым, либо частично вменяемым, и был бы в местах заключения. Во время референдура Путин бы его пожалел и заместировал. Все нормально. Сегодня у нас Вайнштейна, вон там, почти ни за что, считайте, посадили на оговоре на 20 с лишним лет. Не у нас, а у них. Ну, я имею в виду, да, у нас, в смысле, в наше время. Не знаю. Мне МакМерфи очень симпатичен. Единственное, что он баран, конечно, что он не оценил риски. Но телепатов нету. Потом объединение, свободы, и там все-таки легкий режим, головокружение от успеха. Вот он. Да, накосячил. А вот этот вот момент сейчас как раз, когда все это достаточно длинная сцена, да, с этой вечеринкой, там, со всеми этими возлияниями и прочими, то есть такая анти, ну, в общем, в общем, оргия, да, будет правильно сказать, такая оргия лайт. Все это время, как я понимаю, он был, в общем-то, ну, в шаге от открытого окна. То есть вот с момента, когда вырубился, ну, с момента, когда вырубился этот охранник, да, и понял, что он, ну, то есть, охранник не составлял никакой проблемы в случае желания. То есть, открой окно и выйди. У него ключи там, то есть, ну, легко все можно взять, пошел и вышел. И тем не менее, всю эту ночь и все следующее утро, вот, несмотря на все, что он там делает, да, но вот он, я вижу в этом какой-то, какой-то само... Самопожертвование. Ну, нет, вот на пожертвование это как раз не похоже, кроме последнего рывка, когда вот он там рвется, да, а именно вот какое-то самоповреждение, то есть, что он не понимал, что он, зачем он сидит от открытого окна, что ему сейчас нужно не вечеринкой сейчас заниматься, а нужно на окно и лезть, вот оно рядом. С точки зрения логики, да, но мне кажется, вот режиссер хотел показать тем самым его душевность, что он в коллективе, что он сделал это для коллектива, чтобы их разгрузить, их развлечь как-то, чтобы самому повеселись. Вот показывается душевность его, и то, что он не черствый, как сухаря, а что и все человеческое ему тоже не чуждо, что он хороший, как друг, как организатор каких-то вечеринок, скажем так, и вот показано душевность, чтобы как бы зритель проникся его ситуацией и какие-то вот симпатии. Так он психопат или не психопат, доктор, я не пойму. Объясняю, с точки зрения зрителя, вот как вам, он мне очень нравится, он классный персонаж, вот как зритель, вообще у меня душа обливается, я его люблю, как зритель, но как психиатр, это психически больное лицо, которое надо лечить, изолировать от социума, и сделать так, чтобы потенциально он не представлял опасность для социума, либо для кого-либо еще. Дело в том, что он засыпает возле открытого огна, когда там Кэнди пошла, Билли, он сидит так, и долгая сцена, он сидит, смотрит по сторонам, потом улыбается. Объясняю, почему он засыпает. И затемнение. Да, объясняю, потому что, во-первых, он под препаратами, его там лечат, а этанол, то есть алкоголь, он как бы усиливает действие любых нейролептиков, психотропных препаратов. Получается, суммация взаимная, и, соответственно, низкие доли алкоголя, они могут вплоть до кома вызывать, потому что он еще параллельно на препаратах. Это все суммируется вплоть до кома алкогольной может быть. Это понятно. Но дело в том, что, понимаете, вот негр открыл окно, в окно влезли девчонки с бухлом. Казалось бы, зачем ты их тащишь сюда? Бери негра, индейца, и вперед в Канаду. Нет. Он устраивает проводы. Проводы, вечеринку для шизиков с бухлом и девчонками. Но ему же вот этот охранник ночной сказал, что типа только без фокусов, то есть вы сейчас здесь погуляете, а потом типа все как и было без фокусов. Так пришла сестра с другого отделения, они расхерачили там эти две комнаты. Помните, он потом там все криво-косо, на стенах висят картины, разбитые. Он говорит, так, валите все нахер. Это уже было потом. А когда только он этих девиц впускал в окно открыто, он сказал, что без фокусов, тихо-молча, как бы без ажиотажа. То есть ты меня понял, чтобы без фокусов. Он говорит, да, типа, хорошо. И как бы ему поверил что засыпая, засыпая, мне кажется, что он передумал убегать. Почему потом утром он просыпается возле открытого окна, закрывают окно. Потом, значит, вот это инцидент. Он сам берет ключи, открывает индейки, стоит сбоку. И негр одевает резинку на, значит, на косточке пальцев, мол, типа, вот этот последний момент. Там три раза это окно закрывалось, открывалось туда-сюда. Но вечером, когда он засыпает, вот так вот смотрит, да, там, мне кажется, что у него какой-то вот инсайт в плане того, что в принципе можно и остаться здесь. Если можно протащить бухлой девчонок, да еще и телек будут включать, можно здесь зависнуть. Ничего страшного. Ни в Канаде, где Канада? А здесь все-таки как-то уже более-менее... А тут кормят. Да, да, тепло. Ну да, то есть показано, что он как бы, как и человек, тоже вот проникся вот этими больными, с кем-то сдружился и захотел с ними разделить вот эту долю какого-то счастья, какого-то праздника, какого-то такого глотка свежего воздуха в этом закрытом, однообразном полностью учреждении. Так они еще под подронажем у нее, он же шикует, оплатила, значит, проститута к 1,25 за 25 долларов, бухло рекой, вообще движуха. Он нашел свое место, он как бы такой аниматор, что ли, для них там в этом дурдомчике. Он для них такой организатор и хороший лидер, то есть такой вот, который учит их мужские. Так по фильму, точнее, по книге вообще заканчивается, что все те, кто был на добровольном, они разбредаются. Один только индейец убегает, значит, помпаться, разгромив вот это окно. Все остальные, вот кто на терапии, значит, присутствовал, они же, кто был на добровольном в книге, в книге они все уходят, они настолько впечатлены, то есть вот эта вот жертва действительно прошла не просто так. Они поняли, что да, вот это, попрятались, попрятались, но от кого попрятались? От себя попрятались. Он показал, что не надо прятаться, смотрите, и спорт, баскетбол, рыбалка, девчонки, бухлишка, что вы здесь замкнулись с этими мордами кислыми вот этих шапочках с рогами? Они такие посмотрели, да, действительно, блин, не покурить, не в футбол не посмотреть. И в конце книги, да, они все, ну, кто был на добровольном, разбредаются. В фильме такого нету. Такого хэппи-энда, в фильме такого нету. Что мы видим в фильме? Мы видим искреннее признание больных при расставании с ним, их уважение, их сочувствие, сопереживание. Мы видим, что медицинская сестра виноватит Билли вот перед самоубийством, соответственно, публично пристыжает его. Классика женской манипуляции обыграна. И вот это вот предательство Билли, МакМерфи от страха расправы над мамочкой Билли, он боится мамочку, он вырос в гиперопеке, вот для него мать, безусловно, значимая фигура, ключевая. И он боится, у него начинается жуткая рефлексия, когда он боится мати и пытается как-то вот оправдать, сгладить свою такую вот несуразность, которая ночью произошла с женщиной. Вот. И, соответственно, суицид нам показывает вот финал такого ребенка, маминка, сынка. Ну, это как бы такой диаметральный, такой вот радикальный усиленный полюс, к чему это все может привести. Потому что неправильные дефекты воспитания, в том числе у лица с психическими расстройствами. Вот. И вот в результате вот этой жесткой фрустрации, унижения и видим тут же месть. Мак Мерфи, как он среагировал, как настоящий друг. Потому что если бы не было дружбы и привязанности, да, если бы он не понимал и вообще всей серьезности, да, вот не было бы такой реакции. А он именно вступился как будто за другом. Мужчина за мужчину вступился и попытался наказать виновника, который был, причиной непосредственно такого исхода. Убили. Да. Око за око. Так, у нас две руки есть, дайте, Артем. Давно держит руку. Да, я просто хотел сказать, что мы-то, конечно, обсуждаем фильм, но фильм-то в основе своей имеет историю из книги. Естественно, в книге ввиду как бы большего объема, больше деталей. И вот насчет того, что он там засыпает возле окна и там вроде не хочет убегать. Там же как у них было? Когда вечеринку затеяли, был алкоголь. Но они решили сделать коктейли и нашли какую-то бутылку, как они подумали, ну, вроде бы вкусно. А бутылка эта была, я так понимаю, с психотропным каким-то препаратом. Ну, и как бы там описывается, да, описывается, что у них были там реакции такие гипертрофированные, они там смеялись без причины. То есть это получился коктейль с психотропным препаратом, поэтому они не рассчитали. Они-то, конечно, хотели провести вечеринку, потом как бы под утро перед приходом старшей медсестры все как бы занять свои места, и чтобы не было никакого последствий никаких. А из-за того, что они не рассчитали свои силы и как бы намешали всего. Да, поэтому все планы их из-за вот этого случая пошли прахом. Вот. Понятно, спасибо. Так, Брынза? Да, я хочу сказать по поводу того, как медсестра отчитывает уже после этого всего, уже после Билли, совершенного Билли. Она отчитывает их, и фактически она отчитывает их за то, что они вынудили ее довести Билли до самоубийства. То есть ее отчитка, она как бы пышет вот этим. То есть не вот смотрите, он самоубился, а вот смотрите, мне пришлось надавить на него. Вот так набедокурили, что мне пришлось надавить на него и убить. Была фраза перекладывание ответственности? Да, да, да. То есть обыгранное перекладывание ответственности, когда женщины вообще ни в чем не виноваты, это все вы, это вы довели, а я как бы вообще ни при чем. То есть она переложила ответственность, что вот не ее это была воля, а ее вынудили, и ответственность истинная на пациентах, которые вот до этого довели до критической точки. То есть такая классическая опять же манипуляция. Сплошные манипуляции женские можно разбирать, и сексуальная провокация, и завиновачивание, и лживость какую-то, двуличие, и перекладывание ответственности. Ну то есть кладезь женских манипуляций, вот как есть. Вот фильм, по крайней мере, так показан, как будто она вообще-то говоря, у нее как минимум вторичные выгоды есть во всей этой ситуации. То есть она получила рычаги сейчас на всякие экстремальные действия обширные. Да просто она завидовала Кэнди, что он выбрал ее. Кэнди выбрал, а не ее. Она на самом деле была влюблена в Билли, и хотела, значит, его совратить. У нее ничего не получилось. И потому она ревнует, злится, и ненавидит и его, и, значит, и всех вокруг. Ну, ОЖП. Она наверняка еще РСП. Кстати, вот не похоже, что она вообще семейная. Вы здесь видите, что она семейная, хотя бы даже в прошлом. Нет, это не обыграно, это не сказано. И насколько она трудоголична вообще по фильму, насколько вот она вообще в работе вся, ну, как бы, да, формально. То есть ни грамма какой-то такой вот семейной жизни здесь не видно. Иги, она, по-моему, работает еще в одном месте, да, если я не ошибаюсь? Вот я не могу сказать. Честно, тоже не помню. Она, по-моему, на две ставки работает. То есть она ночью еще где-то работает, как-то так. То есть она даже в фильме приходит, то есть она как бы, ну, то есть не сразу это делает. Это предтеча Тайлера Дердена, да? Да, возможно, женский вариант. А в одной из своих работ Тайлер Дерден работал сторожем ночным в психиатрической клинике. Так у нас было. Если учесть, что в каком-то из разборов Тайлер Дерден, это вообще там и женщина вот эта вот, как она, Марла, там тоже это он, да? Да, да. У тебя разбор довольно неплохой. Да, так, Владимир руку поднял, да, Владимир? Ну, смотрите, это мисс Гнуссона, конечно же, никакая не РСП. Она не замужняя женщина. И, раз уж мы опять затронули тему разницы между книгой и фильмом. В книге, когда они попадают в отделение для буйных, нам должность вот этой вот отделения выполнять некая японка. Лиса, которая идет с повествованием, почему-то постоянно подчеркивает в национальности. И она, когда начинает с ними обсуждать вот эту мисс Гнуссона, она говорит, ну, они там вот с этой, вот с какой-то там начальницей, они вместе служили там в армии во время войны. У них вот такие связи. И вообще я считаю, что всех незамужних медсестер нужно в принудительном порядке увольнять, как только не достигает 35-летнего возраста. Это очень интересная мысль, которая в фильме, опять же, отсутствует напрочь. Вот опять же, значит, женщина, незамужняя, значит, которая не, то есть получается, что она не реализована в личном плане, когда она получает вот такую вот должность. И, кстати говоря, не имея профессионального образования, она же не является дипломированным врачом, она всего лишь медицинская сестра. Должность, где она фактически распоряжается судьбами значительного количества людей. То есть захочу озолочу, захочу померу пущу. И подминает под себя всех этих докторов. Там, опять же, в книге есть такой мотив, что очень многие доктора, которые с ней работали, они просили перевести ее в другие отделения. А практически все они были стажерами, то есть интернами. И от того, какую характеристику она им давала, зависела их дальнейшая медицинская карьера. И опять же, в фильме, если это и есть, то как-то очень опосредованно, полунамеками. Вот так-то так. Я по поводу национальности только хотел гипотезу выдвинуть. Там вот как раз в видеообзоре, на который я ссылку давал, там начинается именно с того, что тот обзор делает автор, он делает упор как раз на то, что главный герой – ирландец, ну точнее, не главный, а там они поменены, ну понятно, главный герой – ирландец, этот индейец, эти охранники негры, белые женщины руководят. То есть, ну, понятно, что тут нарисована некая модель. Там начинается именно с того, что… Так, 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 у кого-то… Дружба народов. У кого-то у нас эхо, я эхо выключу. Вы там, прежде чем это самое, руки поднимать, вы выключите звук на локальном компьютере, а то у нас эхо будет. Нет, он там говорит, что смысл в том, что, значит, ирландцы порабощали… Черно какую-то такую примерную фразу говорит. Насколько я знаю, вот исторически, это малоизвестный аспект, но он как бы широко известен в узких кругах. Дело в том, что как раз ирландцы были… Из них массово делали белых рабов. Они были… Работорговля шла не только черными. Это заблуждение великое, что это одна из современных мифов. Что типа работорговля – это вот неграми черными, и все. То есть белые торговали черными. На самом деле эта история гораздо сложнее. И был целая-целая огромная эпопея отдельная, про которую просто мало рассказывают. Это рабы – ирландцы. То есть на самом деле все перечисленные… То есть когда он говорит «ирландец», это имеется в виду белые рабы, которые были в рабстве. Соответственно, индейцы – это те, кто пострадали от англичан, от переселенцев всех, то есть тех, кого выкосили всех. И негры, которые в услужении, как бы армия находится, ее, так сказать, эти хенчмены, боевики, это тоже рабы. То есть все они на самом деле в той или иной степени были там убиты, порабощены, что-то с ними такое делалось. А на вершине всего этого, символически, понятное дело, стоит кто? Женщина. Белая женщина. Белая женщина. Уходный раб. То есть все остальные, включая докторов. А, белый мужчина тоже у нее раб. То есть она как бы всех подмяла. Причем она не сильнее, она не умнее, у нее нет более высокого образования. Нет, она просто вот, потому что мы это умеем, да? Она это умеет. Это такая моя расшифровка. Совершенно согласен. Да, так и есть. Да, матриархат, белая женщина, которая не превосходит по каким-то качествам, по профессионализму. То есть, как вы озвучили, совершенно правильно. Там, собственно, один из конфликтов, как раз, так понимаю, между автором книги и автором фильма был, что автор книги делал именно как бы с индивидуальной позиции, поскольку он видел, ну, именно работу психиатрического учреждения. И какие-то оттуда моменты заимствовал из реальной жизни. Какие, я сейчас не готов сказать, настолько плотно, не знаю сюжет. Милош, это тот, который снимал, он был беглец там, или, в общем, или то ли беребежчик из Чехословакии. То есть, типа, у него был зуб на, значит, все вот это вот, про что мы сегодня тоже говорили, про коммунистическое. Ну, конечно, что там Чехословакии досталось, в общем, с точки зрения этого. Ничего особенного по сравнению с влагами. Тем не менее, у него вот зуб по этой части был, и он, естественно, усилил ту часть, которую он увидел, ну, или захотел увидеть в этом, ну, в сюжете. Поэтому для него это конкретно вот модель общества. Только она изображена не в социалистическом обществе, как могла бы, а в капиталистическом. Потому что у автора книги она изображена, так была. Получился такой вот, что-то вроде письма дяди Федора. Дорогие папа и мама, у меня все есть там. Шерсть меня с... Мирос Форман эмигрировал в 70-м году в Америку, Тарковский эмигрировал. Многие кто эмигрировали. Ну, да, но я к тому, что откуда такая вот конфликтная, так сказать, конфликтующие послания в этом фильме? Вот они откуда. Это наложение двух совершенно разных векторов. Так, Артем, да. Я хотел сказать, что она, по сути, выполняет роль серого кардинала, да, в этом фильме, в этой истории. То есть, не являясь формально как бы уполномоченным лицом, она принимает решения за докторов. Вот. И это довольно часто встречается. Причем ответственность не несет за это. Сразу и бонусы такие дополнительные. У нас, я приведу как бы пример, у меня в школе была такая учительница по-русскому языку, про которую говорили, что она, главное, заводила, что она даже директора переплюнет. Ну, мужчину-директора. Вот. Ну, и, видимо, так и было. Вот. Или тут еще упоминали Миняйлова. Он там в своем духе делает разборы фильмов. И у него, насколько я помню, есть там такое понятие к женщинам, к некоторым, как медуза Горгона. И оно очень как бы точно подходит к этой медсестре. А в конечном итоге страдают именно мужчины, самые беззащитные, самые такие хорошие, положительные, которые неправильно были воспитаны. Вот они страдают, кончают самоубийством, куча социальных последствий и так далее. Вот. Да нет, они живут долго и счастливо. Зачем нагнетать? Ах, как они сильные, ах, как они ужасные. Бойтесь, бойтесь нас. Понимаете, вот это кон, Наталья Кон, вы слышали, помните? Она как заявила? Конечно. Бойтесь нас. Семья будущего, это, там оговорочка про Фрейду, женщина и государство, то есть, женщина и ребенок. Совершенно верно. Женщина и государство, вот семья будущего. Вы не имеете морального права что-то там требовать 19 своих пунктов или что-то там такое. Сначала докажи, заслужи, что-то в этом роде. Понимаете? Они выдают желаемое за действительное. Это как вот эти вот адвокаты сестер Хачатурян сделали вброс, что типа переквалифицировано из самообороны, из убийства в самооборону. Мне кажется, вот это вот нагнетание страха ненависти, немножко вот страх, он парализует волю к победе и, так сказать, затуманивает мозг. Так что лишние вот эти вот аллегории с горгонами и прочее, вот их всесилие, всевластие, что они все там подмяли. Да, констатируем, констатируем, да, поражение, так сказать, на фронтах, отступаем, да, но ни в коем случае не впадать в панику вот эта вот демонизация их, приписывание им каких-то чрезмерных способностей, возможностей, так мы бессильны, все, 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 парализовано воля, все, лапки сложили, гроб полетли и умерли. Ничего подобного. Готовимся, жить долго, и счастливо, дольше 65, как они нам написали в этой, блин, в этой пенсионной программе своей. Я еще ремарочку вставлю, пока не забыл. Значит, когда психически больной пациент пьет таблетки, обычно он показывает язык медицинской, чтобы она проконтролирована, насколько хорошо он их действительно проглотил, что они, то есть, по назначению пошли в желудок. Вот, реальный случай, значит, был такой пациент, он действительно глотал таблетки, но он обладал уникальной способностью, это было действительно так, он как-то умел их отрыгивать, то есть, буквально, вот он проглотил, показал язык, все хорошо, через 10 минут он какими-то поступательными движениями, непонятно какими, отрыгивает их, таблетка уже начинает набухать, то есть, она берет в себя влагу, она набухает, и он действительно другим пациентам показывал, бровировал этим, вот типа, смотри, и обратно ее отрыгнул, потом выбросил, она уж такая набухшая, то есть, вот это было мер персоналом зафиксировано, и потом, соответственно, принято интересное такое наблюдение из реальной жизни. Я хотел как раз провести параллель, ну, как бы, не к ночи будь помянута, как бы, Наталья Кон, но дело не только в ней, я просто хочу сказать, что удивительным образом действительно, вот поведение в этом, вот в отношении таком, отношение к мужчинам с психопатическими нотками, в нем удивительно замечены, замечены именно вот психологи в большом количестве, причем эти психологи, психологички, они, ну, скорее, да, потому что просто их больше, и они в большом количестве наводнены в интернете, да, там их можно в Ютьюбе наблюдать, собственно, мотивы, которые они вот говорят, и выражения даже, они одни и те же, они прям повторяются у них, и эти мотивы, они, конечно, ну, в этой системе, они гипертрофированы, то есть она такая вся, прям чрезмерно все вывернута на максимум, но, как бы, суть ее, вот такое отношение, я, по-моему, даже вчера наблюдал, хоть это и был не врач, да, а председатель там, да, в общественной палате, но, в принципе, вот разговор шел в таких тонах примерно, то есть, а давайте... Выкранитесь-то сверху? Нет, нет, как бы механистично очень, то есть, типа, а вот, а какие проценты у вас там, вот, а какие проценты отцов там не могут видеть, а почему они не могут видеть, а какой процент из них хочет видеть, а какой не хочет, то есть, справку предъяви, то есть, ну, такая цифирная проекция, да, такая цифирная формальная проекция, причем, с точки зрения, если спросить, а зачем вы это сейчас спросили, можно железно найти отмазку, сказать, ну как, мы же там думаем про изменения законодательства, там, про реформы, что это все будет... Подробно. То есть, все это можно объяснить, но реальная мотивация там, крайне сомнительна на самом деле, она именно, что вот это, это как бы, вот эта психбольница, раздутая до масштабов, ну, например, страны, да, и подходы все вот эти вот, вот эти вот психологи, которые выступают, в частности, вот с такими вот заявлениями, там, с позицией сверху, и с явно, как бы, с обесценивающей позицией, их, это реально существующий типаж, их есть, а их много, что удивительно, они действительно, многие из них почему-то ошиваются не где-нибудь, а именно в профессии, связанные вот там, ну, с психологией, психиатрией, не знаю, по-пу-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это такое впечатление, что они как будто, вот эти знания психологические, хотят и используют для себя, для того, чтобы сильнее подавлять, внушать, газлайкинг прокручивать более эффективно, и навязывать абьюз, то есть, это для них, как айкидо вот это вот, психологическое, для нападения. С одной стороны, это получается сапожник без сапог, когда ты якобы психолог, но в полной мере сама психологически не полностью здоровая, там, гармоничная, сбалансированная личность, получается так, с одной стороны. А с другой стороны, в том числе, видимо, чтобы отточить особенности манипулирования, особенности завиновачивания, да, чтобы лучше вот какие-то такие отточить тонкости, особенности, и этому же, опять же, научить других подобных, в своих интересах, в адрес мужчин, проворачивать какие-то штучки. Одна из гипотез может быть в том числе. Но это самое обидное, когда, казалось бы, профессионал должен быть в области вопленной своей, но если копнуть, какие-то свои внутренние комплексы могут быть. Это как сапожник без сапог. Это очень, конечно, странно, и это показывает весь профессионализм. Да что там странного, просто она рассказывает им то, что они хотят услышать. Да, работа на массовую аудиторию, да, это, то есть, на тех, кто тебе слушает, донатит тебе, подписчик. Да, то, что хотят, то и говорили. Можно я уцеплюсь именно за этот момент? Ведь из этого прямо следует, вот все, что сейчас было сказано по поводу, что это работа на публику, что это, в общем-то, ну, невзвешенная, то есть, по сути, качество-то консультации получается из этого прямо следует, что помощь-то человек не оказывает, и скорее даже больше того, оказывает вред собственным клиентам, то есть, тем самым, кто ее смотрит всерьез, да, и применяет эти, ну, рецепты, то есть, как бы они у нее могут прийти, получить какой-нибудь сеанс, почувствовать себя даже лучше, но, по сути-то, она им не помогла, она просто... И еще раз придут, и еще раз заплатят. Ну, вот... Да, совершенно правильно, Сергей, то есть, это вот общая невежественность населения, которая идет не куда-либо к профессионалам проверенным, да, а вот какой-то мейнстрим, куда и другие товарки идут, да, там кто-то посоветовал, но, опять же, это общая невежественность, потому что, когда у человека определенный интеллектуальный уровень есть, он сам грамотно может уже разобраться, кто хороший, качественный специалист и профессионал в своей области полностью неоспорима, а кто только играет такую роль в каких-то своих корыстных интересах. Опять же, это вот именно низкий уровень какой-то осознанности и интеллектуальный большинства населения, большинства массы людей. Ну, вот была Женя вот эта, как ее кротики-брундушулики, но казалось, ну, настолько прошаренная, там такое владение, значит, темой, так язык подвешен, и, казалось бы, даже какой-то симпатия, может быть, даже к мужчинам, ну, так, так сказать, ну, конечно, да, относительная. И что же вы думаете? Ничего такого, вот, пожалуйста, развелась там со своим, по-моему, там, очередной этап. Да, самое смешное, когда психолог пишет там касты о том, как сохранить семью, как быть верной, как хранить очаг внутри семьи, и тут же у нее развод. Это вот самый такой яркий маркер того, что психолог транслирует одно, а по факту другое разводится, как и все другие. То есть это, во-первых, превалирование этологии все-таки, да, то есть инстинктивного какого-то поведения, может быть, серийной моногамии, циклами различными, ну, как у большинства людей. Получается, транслировать одно, учить заодно, а по факту сама же в этот капкан попала, как и другие подобные. То есть это грош, цена получается такому вот учителю, который заодно ратует, а сам, как и все остальные, в этой же ситуации попал и что тогда делать? А зачем, получается, ты до этого 5-10 лет учила людей, чему ты их учила, какие ты знания им вкладывала, да, если сама попала вот в этот просаг? Ну, сейчас, можно, сейчас Владимир реплику скажет, я хочу заслушать мнение по поводу лоботомии. Да, Владимир. Спасибо, Сергей. Поскольку сейчас вот несколько минут назад была упомянута фамилия режиссера Формана в связи с Кончаловским, я бы хотел небольшой ремарх по этому поводу. Я вот только что в групповой чат в Zoom закинул данные на одну книгу, 15-летней данности. Борис Шапталов «Русская экспансия Би первым или погибнешь». Она посвящена в основном такому экономическому и цивилизационному развитию России. У нее есть глава, которая называется «Восстание маргиналов». Он рассматривает маргинализм в разном контексте, причем и психологическом, и культурном, и бытовом, и в том числе затрагивает такую тему, как эстетизация духовно-психологического мира маргиналов средствами кинематографа. И вот в связи с этим цитата. «На пути к реализации духовно-психологического состояния маргинализма достигнуты большие художественные успехи. Лучшим и самым известным образцом на этой идее, пожалуй, является «Пролетая над гнездом кукушки» фильм Кормана. Больные психбольницы представлены в кинокартине как угнетенное меньшинство, как жертвы со стороны общества, олицетворенно и изуществующим персоналом. Время отношениях больных в голове с вождем-маргиналом, который прекрасно играет звезда американского кино Николсон, с врачами больницы показаны как конфликт монталитарной системы, ограничивающей права этого специфического меньшинства и стремление личности к свободе. Использоваться знаменитой фразы Томаса Джефферсона, что все люди сотворены равными и все они наделены стремлением к чести. В фильме доказывается, что неполноценные с позицией системы общества люди на самом деле вполне нормальные. Когда они вырываются из психбольницы на свободу, то ничего худого не происходит. Пациенты мило и весело проводят время, катаются на яхте, ловят рыбу. Голосовский вывод после посмотра картин вроде «Пролетая над гнездом кукушки» или «Поезд бегает с Кончаловского» очевиден. Надо дать маргиналам больше свободы, ведь они тоже личности. И какую свободу в современном либеральном обществе они получили. У Николая Эртмана в пьесе «Самоубийцы» есть какая-то сейчас свобода и все сумасшедшие дома отменили. Теперь остается убедиться на практике так ли уж милы и безобидны этим группой. Конец цитаты. Это еще один аспект данного фильма. У нас же как бы все-таки кинострим. Мы обсуждаем в первую очередь фильм, как вот заметил Александр Хсимислов. То есть это уже не просто экранизация какого-то произведения художества и литературы. Это самостоятельное культурное явление, которое и создавалось в определенном контексте. Действительно, Форман принес что-то из собственной биографии и там застрел одни моменты, которые были там в книге и, соответственно, в сценарии чуть-чуть затушевал другие и так далее. А потом она уже пошла все вот эти образы из, как правило, из фильмов в первую очередь, а уже не из книг, они пошли гулять в массовой культуре, появились различные аллюзии. А потом об этом уже скажу, потому что как это влияет на массовую культуру и на литературу. Вот такое замечание если позволить. Спасибо. Мы уже пропустили момент, я там не стал на паузу останавливать, в общем, оставил уже, где он уже мертв, но неважно. Вопрос был про технические моменты вокруг, значит, я видел, где-то ошибочно было названо то, что ему сделали трансорбитальные лоботомии, даже я знаю, хоть я не врать, что трансорбитальные это, которые через глаз делаются. Совершенно правильно. Делается она, а у него два шрамки непонятные, вроде это вообще лоботомия, то, что у него сделано. Ну, по фильму да, а вот именно подразумевается там не трансорбитальное, а префронтальное, вот, а какие именно шрамы префронтальные, я не могу точно ручаться, я их просто не видел, картинки не смотрел. Вот он показан таким как бы овощем, я вот читал там, ну, даже в каких-то википедиях там или в статьях, что люди вообще-то после лоботомии вполне себе там работали даже на должностях средней руки, то есть они функционировали, ну, может быть, не все, может кому-то кому удачно делали или неудачно. Ну да, значит, я понимаю так, что третье улучшение пациентов, у третье ухудшение и у третьей примерно на таком же уровне. Причем вот эта треть, у которых улучшение активно муссировалось, обсуждалось, вот этот пример ярко, четко обсуждался в научной среде, а вот у которых ухудшение либо та же степень была таких же расстройств, они как-то вот так вот игнорировались немного. Соответственно, для того, чтобы качество увеличить, вот все-таки трансорбитальная через глазницу, там очень сильно страдает близлежащая ткань, то есть там больше идет повреждение лобных и близлежащих областей, поэтому более целесообразно, более прицельно, да, получается префронтальная лоботомия. Причем я считал, что в Советском Союзе получается даже одну долю лобную получается травмировали, а вторую не задействовали, чтобы была какая-то в том числе компенсация, потому что если две, это уже более необратимо, нежели если одна. Вот, и соответственно показано такое вот абулия грубейшее, апатия полная и по сути вегетативное растительное состояние, когда нет никаких реакций он сопровождается, он даже не может нормально спать, там глаза полуоткрыты, ну то есть такое вот видно, что ухудшение после этой операции и соответственно человека превратили в инвалида. Показания были, я уже озвучил, были показания, судя по сюжету, да, по истории болезни данного пациента. Ну вот такой вот пациент. Что хочу еще отметить? Значит, лоботомия почему использовалась? Значит, первый нейролептик это аминозин или по-другому хлорпромазин в 1953 году был синтезирован и уже потом внедрялся в психиатрическую клинику. 1953 год. А это, соответственно, лоботомия, она возникла в 30, по-моему, каком-то, и соответственно вот этот промежуток времени, когда еще не было нейролептиков, не было таких вот химических, смирительных рубашек, медикаментозных, она на особо таких буйных, агрессивных применялась, потому что просто альтернатив не было. Когда есть уже нейролептики, причем доказавшие свою эффективность, вот, причем они были лучше у, опять же, возбужденных агрессивных таких дистанциальных личностей, соответственно, уже пропала необходимость лоботомии, причем очень были жаркие дискуссии вокруг вот этой вот операции, и, соответственно, по сути, это недопустимая операция, потому что все-таки с человека делают инвалиды, и летальность 6% среди вот этой операции все-таки ее вычеркивают из каких-то медикаментозных методов, потому что 6% это очень много, до 6% летальные исходы, причем описано, что после этой операции выставляется диагноз F07, это синдром лобной доли, то есть, по сути, человека делают уже инвалидом, органиком, у которых есть дефект в мозге, вот, и, соответственно, ну, то есть, была одна патология, допустим, грубая психиатрическая, некупирующаяся стала, другая органического характера, такая вот уже привнесенная извне, то есть, по сути, тут из сортов выбирать, что лучше, что хуже, это, конечно, не совсем правильно. А вот, допустим, спортсменка на соревнования дает бычка своему товарищу по команде, у него, значит, кровь из носа, он падает в песок, лицом, ну, перелом носа, может быть, даже сотрясение мозга, как вы считаете, ей надо прописать лоботомию или... Нет, конечно, нет, конечно, у нее просто агрессивное поведение, ее надо привлечь по статье за нанесение побоев и судить. Она психопат? Нет, она не психопат. Нет, ну, это же надо проиграть, нужно же экспертизу сначала сделать, как так можно сказать? Для того, чтобы выявить психопата или нет, надо провести психиатрическое освидетельствование, во-первых, а во-вторых, это провокационный вопрос, на каком основании надо лоботомию делать. Сейчас это не применяется, это под запретом, во-первых, а во-вторых, если она так себя ведет, привлекать к уголовной ответственности по полной статье, делать экспертизу жертве, описывать все вот эти увечья, которые она нанесла и, соответственно, привлекать, пусть она уже предзаконно отвечает. А если будет необходимость, если есть какие-то сомнения в ее психическом состоянии, пусть делают экспертизу в рамках судебно-психиатрического разбирательства. Ну, вот она сидит, да, сидит, смотрит по сторонам, руки в боки, и она даже потом не подошла, там, не нагнулась над ним и встала потом, пошла в перпендикулярном направлении, на лице выражение, мол, чего вы до меня докопались, вокруг нее бегают, иначе руками машут, как ты смоешь, это не спортивно, не спортивно, так никто не делает, несмотря на то, что ты мумашница, тренер бы тебя осудил, она сидит, и смотрит, мол, что ты прикопалась, ну, делов-то. Это психопатическое поведение. Мало информации на входе, не могу ответить. Видео целое есть, целое видео. А видео не всегда бывает достоверным, и не вся информация на видео есть, иногда нужно и поговорить, и чтобы она на вопросы ответила, и тесты прошла на предмет наличия какой-то патологии. Если бы она его душила, она бы стала психопатой. У нас же не все убийцы психопаты, среди них есть... Да, собственно. Я хотел сфокусироваться именно на том, ну, по крайней мере, насколько я знаю, из чтения того же, там, статей Гарднера, психопат и психопатическое поведение, это две совершенно разных вещи. Психопатическое поведение может у совершенно здоровых людей быть, иногда, например, в определенных обстоятельствах. Например, в ситуации развода. Ну, не совсем я тут понимаю, вообще психопатическое поведение, это поведение, которое характерно для психопата. Я про МакМёрфи. вы МакМёрфи поставили диагноз и прописали ему лоботомию, а вот эту вот девушку вы выгораживаете. Что у вас с ней? Вы знакомы? Да, конечно, не знакомы. Она проспонсировала сегодняшний каст. Я хотел плавно от лоботомии перейти вот к какому вопросу уже, ну, совсем почитать. Сейчас еще я вставлю вставочку. Опять же, на исторической арене, вот, по, как бы, ходу развития психиатрии, там, научного знания, новых каких-то подходов, научных, вот, лоботомии, это один из аспектов. То есть, может быть, там, лет через 20-30 мы от АСТ откажемся, от судорожной терапии откажемся, потому что найдутся, может быть, какие-то другие, более современные, эффективные методы с хорошей переносимостью, с доказанной эффективностью. А сейчас у нас такой этап. Так же, как в лоботомии была, прошла, может быть, что-то в перспективе будет совсем другое и уже гораздо, гораздо более щадящее. То есть, это исторический такой вот дискурс развития и лоботомии, и АСТ, и так далее. Была же атропина шоковой терапии, сейчас ее нет, потому что признана не особо эффективной, очень опасной, вот, и так далее. То есть, это просто историческое развитие науки, научного знания, и идет эволюция, это нормальный процесс. Так, Владимир, и переходим к финальной сцене. Владимир. Да, если уж зашла речь о термине психопат, в чем разница между психопатом и социопатом, и к кому из этих двух типов относится МакМерш? Социопат – это более такой емкий термин, ну, точнее, психопат – более емкий термин. То есть, конкретно психопат, их несколько разновидностей, психопатии. А социопат – это получается личность, которая боится общения, боится социума и плохо социализирована, если обобщенно говорить. Вот. То есть, психопат – это четкая такая рубрика психиатрическая, есть несколько разновидностей. Соответственно, мы по критериям смотрим, насколько человек подпадает под эту рубрику. Абсолютно разные бывают психопаты по проявлениям, по посылам, по поступкам. А социопат – просто человек, видимо, закрытый, крайний вариант интроверта, если грубо так говорить, который боится контактировать с социумом, боится социум, боится публичных выступлений, боится, когда на него смотрит много глаз, он теряется, у него растерянность, могут быть какие-то соматические реакции. Соответственно, он этого сторонится, ему одному спокойнее и более гармонично внутри, нежели вот в социуме, при общении, при коммуникации. Можно так обобщенно сказать. Спасибо. Я хотел поставить вопрос про индейца, а конкретно, опять же, из обзоров, из книжки в том числе, следует, что у него было минимум два мотива для того, чтобы убить Мерфи этого. Мотив первый, он довольно очевиден, что он хотел его освободить и понимал, что он с ним уйти не может, жить здесь, он его, так сказать, тоже не хотел оставлять, то есть он его таким образом освобождает. Мотив второй, он следует из, как подметил тоже автор обзора, который ссылку давал, что учитывая, чем занимались эти вот негры, то, что вначале подробно описано, фактически он его таким образом как бы спасал его от поругания, в общем. И, собственно, вопрос сводится к тому, что индейцы-то, ну, как бы, это нормально, в общем, для здорового человека, логика подобная, потому что, в принципе, оба эти объяснения звучат вполне разумно. Ну, мне ближе первый вариант, потому что все-таки, видимо, последняя сцена, когда он обыгрывается, когда он его душит, все-таки он там произносит, что тебе как бы надо освободиться, и ты уже, ну, типа, не такой, какой был раньше, то есть я тебя заполнил одним, а сейчас ты овощинвалид, соответственно, ну, как бы, на общее благо лучше я так поступлю. Вот его так мораль, нравственность ему говорит, так поступить, в соответствии, видимо, с какими-то его обычаями, с его воспитанием, с тем, как принято у них было, видимо, так. Вот, а то, что над ним могут поругаться, вот эти вот санитары, да, но мы четко из фильма не видим, что они этим занимаются. По книге, да, но по фильму это вот четко, явно не обыгранно, что у них такая связь, и они могут над ним надругаться. Вот, и, соответственно, вопрос тогда такой, а что было бы с ним, и вообще, что было с ним до того, как МакМерфи попал в клинику, как он тогда жил, как его, как до этого он контактировал с санитарами, то есть МакМерфи его защищал, да, ну, а как он до этого тогда там выживал, до МакМерфи, как-то же выживал. Ну, очевидно, и МакМерфи самого не трогали, то есть какая-то была причина на это, не знаю. Ну, ну, да, но мне как-то первый вариант ближе, то есть, видимо, философия такая была у него, так поступить, освободиться, и его освободить. Потому что уже все, он уже не сможет с ним коммуницировать, как раньше, когда тот его учил в баскетбол играть, когда тот его пытался социализировать, как-то приобщать коммуникации к играм групповым. А это уже все, это потерянно безвозвратно. И он понимает, что, ну, как бы, что человеку мучиться, ему уже добра не будет, он уже, как бы, полностью повержен, и он будет свои годы вот так вот жалко влачить, униженно и оскорбленно среди медперсонала. И это очень унизительно, для него это коробит его, как бы, душевные какие-то струны, учитывая, что они привязались друг к другу по-хорошему, по-доброму. А мог он таким образом еще и отомстить сестре, так сказать, не дать ей над ним дальше властвовать? Мог, да, да, мог. Конечно, да. Ну, такой вот дискуссионный, конечно, момент, да, мог, конечно, мог. Ну, что же, ну, и общий символизм тут, конечно, напрашивается, да, поскольку всю эту больницу, ну, прямым текстом равнялись с обществом, да, соответственно, финал показывает, что вот с такими людьми, да, там бывает, то есть как общество с ними разбирается. Но, учитывая, опять же, если брать фильм все-таки, да, в фильме достаточно явно показано, что индейец ушел в итоге. И ушел он именно благодаря, ну, в том числе благодаря МакМерфи ушел. Не знаю, почему он его не споил, его индейцам это гораздо легче могло бы произойти. То есть некая такая надежда, да, ну, я сейчас в кавычки возьму для тех, кто в теме, да, МакТау, да, то есть те, кто уходит, выписался из больницы. Чем-то перекликается, между прочим, кто читал вот тему «Желтая стрела» Пелевина, где в конце, собственно, останавливается поезд, да, и человек просто выходит с этого поезда. Ну, тоже метафора, понятно, но мне почему-то увиделась именно параллель такая. Ну, да, вполне возможно, и все-таки такой баланс. Одна жизнь дана, и одна жизнь также освободилась, как бы в свободу, так сказать, в открытый мир поступила. Ну, то есть оттуда жизнь была забрана, да, и вот эта вот дана, дана вот этой личности свобода. То есть обмен такой один на один получился. И да, действительно, вот он уже вне системы, он уже не винтик, над ним уже ничего невозможно, он куда-то вот ушел, и как бы абсолютно свободен от общества, от каких-то там регламентов, обязанностей и так далее. То есть был винтиком и освободился, теперь сам по себе. То есть, да, такая хорошая, интересная аналогия такая философская. Так, Денис, руку поднял, да, Денис? Да, я хотел просто еще сказать, похоже на древнегреческий миф, получается, у нас есть в фильме «Герои», да, герой проживает недолгую жизнь, но максимально активно. То есть герой, как Ахиллес, идет на войну, узнает, что умрет, ну и, соответственно, умирает. Ну вот, как бы, мне хотелось бы, ну, как бы, свою мысль по поводу воспроизводства. То есть, получается, героизм человека, да, здесь показан, он воспроизводится через, как бы, вот этих больных, и один все-таки человек как бы заражается свободой, и, соответственно, вот этот индейец убегает. То есть, нам как бы режиссер там волей-неволей показывает то, что, в принципе, героизм он может быть, он имеет место быть, и что героизм, смерть героя воспроизводится в виде поступков других людей, которые, соответственно, этим воодушевились, как бы заразились и пошли там на какие-то деяния, там, на освобождение, там, на что-то еще, на войну, и так далее. Ну, Мак Мерфи, да, можно сказать, что... стандартный вариант, да, то есть, как бы, стандартно, ну, как бы, похоже на обычный миф древнегреческих героев, там, есть, и есть, там, война, есть его смерть, то есть, обычный цикл, мне кажется. Можно сказать, что Мак Мерфи выступил таким универсальным мотиватором, потому что, вот с первых, так сказать, на мгновение, как он начал его мотивировать играть в баскетбол, как он там над ним бегал, говорил, как команды делать, то есть, такой вот мотиватор. И, в том числе, в конечном итоге, именно Мак Мерфи его смотивировал на такой серьезный поступок, такой судьбоносный поступок, потому что без Мак Мерфи бы подобного финала у индейца бы не было, у вождя, и просто не было, потому что показано его состояние, он бы просто, ну, просто бы не нашел себе вот сил, скажем так, не попросился бы на это. Хотел бы добавить, то есть, получается, ну, грубо говоря, здесь баланс, ну, нужно как бы, ну, как перенося на реальную жизнь, между, баланс между, бессубъектностью, это когда человек плывет по течению, и субъектностью, когда человек активно там действует, получается. Если ты смещаешь баланс в сторону максимальной субъектности, то можно получить по башке, грубо говоря, да, да, то есть, кто-то будет этому активно сопротивляться. Соответственно, можно действовать, как бы, менее субъектно, можно вообще со всем соглашаться. И здесь вот, как бы, зритель, он каждый выбирает для себя сам. Ну, то есть, грубо говоря, это такая вот пища-мума, что правильно понять, осмыслить и действовать, может быть, так. Ну, да, совершенно правильно, да. Честно говоря, герой, он, конечно, выглядит таким, только герой, если в кавычках, то есть, в пределах, скажем так, для психбольницы, конечно, герой. Если так вот трезво посмотреть, ну, его увлечения, да, чем он жил, он, конечно, такой своеобразный, как бы, тоже, как вот, как некоторые психологи, да, то есть, он такой плохой, плохой психолог, скажем так, потому что он сам-то, ну, какой он, то есть, что он может привить, только, ну, не больше того, что у него есть у самого. То есть, если бы этот индейец, например, попал подольше под его влияние, то не исключено, что индейец бы очень плохо сокончил, например, опять же, тем же алкоголем, допустим. Этот-то ирландец, не будем забывать, у них с алкоголем, а у индейцев совсем иначе все стоит. Да, да, они очень легко спиваются, на самом деле, это обусловлено особенностями ферментной активности в печени, то есть, ну, так сложилось, эволюционно, можно так сказать, то есть, они легко спаиваются, то есть, есть народности, которые очень легко споить, и вот индейцы, они к таким относятся. Еще хочу придраться к слову героизм, вот это вот, как сказать, вообще, что такое героизм, как я это понимаю? Вот есть самоубийство, а есть самоубийство во благо, в кавычках, родины, то есть, тут очень близко патриотизм, и когда ты жертвуешь собой во благо родины, именно, хотя, по сути, это чистой воды, допустим, самоубийство, вот это часто интерпретируется, допустим, как героизм, достаточно просто начать читать статью по самоубийству, и вот там героизм обыгран, что это именно в угоду власти, в угоду родине, то есть ты приносишь себя в жертву для того, чтобы возрождаться там родине, чтобы она там во благо жила, скажем так, и все у нее было хорошо, то есть, матери родины, мне не очень нравится вот это слово героизм, потому что это, во-первых, такое оценочное суждение, а во-вторых, не совсем правильно бывает приносить себя в жертву, в угоду чему-то кому-то, то есть, получается, не своими интересами, а уже для чего-то, то есть, как кукла в руках кукловода, какую-то программу ты отыгрываешь, чтобы кукловоду было хорошо и комфортно, за твой счет. Ну, я имел в виду более в древнегреческом варианте. Да, ну, да, если, если вот так вот, да, просто вот слово героизм, оно вот очень такое скользкое, и вот такое вот оно, как сказать. В мифе, да, в мифе в древнегреческом, там же, как бы, люди, ну, как бы герои, они шли на войну, ради получения славы, и их там, вроде бы, их души спускались в аид, и, соответственно, в аиде их встречали, ну, как бы, люди, которые уже ушли, вот другие герои, и им было, ну, допустим, грубо говоря, не стыдно перед ними, то есть они знали, что потом с них будет определенный спрос, поэтому они, соответственно, и действовали вот так вот. Ну да, вот я еще, вот у меня сейчас пришла такая аналогия мастера Маргариты, роман, и в конце там очень такая сентиментальная сцена, я помню, когда на конях они куда-то там отправляются, там, ну, настолько вот меня трогает, так же, как здесь, вот он уходит куда-то туда в небытие уже, непонятно куда, непонятно, что с ним будет, просто он вырвался на свободу, и так же и в романе куда-то кавалькада, куда-то там скачет в ночь, куда-то удаляется, непонятно куда, вообще в другое куда-то измерение, просто она уходит, просто отрывается от этого мира, от этого бытия бренного, куда-то туда, непонятно куда, вот это идет кавалькада. На конях очень красиво обыгранная, и так же вот этот вот вождь убегает, как-то вот на своей волне, своей атмосферой, какая-то такая, своя ностальгия присутствует, как бы жалко и грустно и больно внутри, что какая-то сентиментальность у меня есть, она вот, вот перечитайте, пожалуйста, «Мастер Магарита» в конце, когда вот там кавалькада, коне уже буквально последний строй куда-то уходит, вот здесь что-то есть такое вот, какое-то послевкусие и созвучие такое характерное. Что же, господа, у нас фильм уже пошел заново, так что свободный микрофон, у кого есть еще терпение, я готов еще там, не знаю, до 25 минут выдержать, чтобы поддержать. Хотите? Ну, давайте уже без рук тогда сами, там сказать, кто хочет, там просто вы слышите, как? Начинайте. Можно? Да, разумеется. Ну, смотрите, раз уж пошла речь об параллелях со всевозможными произведениями, там, кинематографа, литературы и так далее, я бы хотел вернуться к тому, с чего мы сегодня начали, вот Александр Семислов выразил мне дружение по поводу названия, что это за полет на гнездом кукушки, и он высказал мнение, что это связано с субкультурой хиппи. Ну, если следовать тексту книги, то это считалка, которую главный герой индейцы в детстве услышал от своей бабушки. Раз летели три гуся, каждый в разные края, кто издумал, кто в дом, кто над кукушкиным гнездом. И если осуждать о том, на какие произведения повлиял этот самый полет на гнездом кукушки, ну, я надеюсь, хотя бы часть присутствующих знакомыми Владислава Карпинина, это советский, российский писатель, поныне здравствующий, пишет он в основном для детей и юношества, и он где-то лет 30 назад у него вышла книга, название, которое тоже заимствовано из детской считалочки, называется она «Гуси-гуси, га-га-га». Там описан фантастический мир, который сегодня мы бы назвали электронным концлагером, и действие там тоже происходит в таком закрытом учреждении типа психиатрической больницы, только там пациентами являются дети. Ну, параллель с Кеном Кизи и Милошем Форманом достаточно очевидна. Я рекомендую либо прочесть, либо прослушать аудиокнигу. А если посмотреть влияние данного фильма на американскую массовую культуру, вот у меня вопрос к психиатру Александру. Вы в детстве Санта-Барбару смотрели? Коль смотрел, у меня бабушка смотрела, там был сериал «Клон», Санта-Барбара шла, вот и так вот чуть-чуть смотрел. Ну, смотрите, там, я не помню, в каком там, было очень много, там один из второстепенных героев по прозвищу «Перл», «Жемчужина», он, не будучи сумасшедшим, попадает в психушку, где-то у себя там в Санта-Барбаре, и там он тоже начинает действовать примерно как Мак Мерфи, там у них там есть и вечеринка, у них там есть и побег, то есть это явная параллель вот с этим фильмом, то есть это влияние произведения художественного полнометражного фильма на американские мыльные оперы. Ну да, такое бывает, что есть первоисточник, а другие кто-то заимствует, как-то переигрывает на свой манер, но основная идея, посыл очень характерный, очень сильно срисованный, да, такое вполне возможно. То есть, ну, фильм действительно культовый, очень много наград, очень известный, нашумевший, он до сих пор обсуждается, философские вопросы и проблемы там затронуты, безусловно, и психические, больные, вообще, насколько правомощные те или иные методы лечения, насколько они обоснованные, там, да, то есть, ну, такая вечная тематика. Гуляет, и она будет гулять. На самом деле, нужно смотреть такие фильмы и читать, и задаваться, и искать у себя какие-то ответы. Я говорю без рук, господа, прошу высказываться, свободно. Алло, здрасте, меня слышно? Да, слышно. Ага, спасибо. Я хотел высказаться по поводу персонажа Билли Бибета. Как-то вот он в обсуждении, мне кажется, мало ему внимания уделили, при том, что для меня это самый интересный персонаж, потому что я чувствую аналогию между собой этим персонажем, потому что меня мать там тоже пыталась сдать в психушку, ну, и вообще, моя мать, она в значительной степени похожа на эту сестру Рэчетт, тоже такая холодная, контролирующая, пытается навязать свою власть, и ну, я, к счастью, не совершил самоубийство, хотя еще ничего мне никто не гарантирует, но я надеюсь, со мной будет все хорошо, и в связи с этим вот у меня возник вообще такой вопрос более глобальный, вот если там я буду пытаться искать какие-то аналогии, скажем, ну, есть один известный блогер, он мне, в принципе, довольно симпатичен, но он от природы такой обаятельный человек, и этот блогер, он однажды участвовал в таком ток-шоу на телевидении, туда приглашали его мать, я не знаю, вы понимаете, о ком я говорю или нет, но я не буду называть фамилию, чтобы так, ну, в общем, да, и там эта мать его говорит, ну, наверное, я была в детстве очень жестока с этим ребенком, со своим сыном, и поэтому там те неприятности, которые с ним произошли, это, наверное, моя вина, и у меня вообще возникла такая гипотеза, что вот есть эта моносфера, и, возможно, в значительной степени люди, которые там ей интересуются, это люди таких контролирующих, доминирующих матерей, то есть я, по крайней мере, это вижу по себе, я вижу по этому блогеру, и я вот смотрел разных блогеров, там читал вот эти форумы известные, и люди в основном обсуждают какую-то свою семейную жизнь, своих жен, но никто не обсуждает своих матерей. Смотрите, я Ганна Себастьяна. Ну, вообще, тема матерей, она очень сильно отабуирована в нашем обществе. Да. Это, во-первых. Во-вторых, если вы говорите, что про суицид, что у вас нет гарантии каких-то, то надо обратиться за помощью к врачу-психиатру, чтобы вы точно были уверены вот на 100%, что подобных по ползновению у вас больше никогда не будет. Суицидальных. То есть обязательно за помощью обратитесь. Вот. А во-вторых, по поводу того, что если гиперопека матери, то человек, как правило, приходит на сферу. Нет. Может быть, есть некоторая тенденция, но все-таки нет. Просто, видимо, люди и мужчины, которые в гиперопеке выросли, может быть, они по жизни каких-то больше вопросов задают, больше рефлексируют ввиду особенностей воспитания. Это просто гипотеза, это я не могу точно утверждать. Просто вот эта гиперопека обязывает их к рефлексии, и рефлексия рано или поздно дает им ответы в моносфере на какие-то насущные вопросы. Ну, там, по поводу женщин, например, по поводу там взаимоотношений полов хотя бы. А если бы не было рефлексии, может быть, они бы и не натыкались на моносферу, это как одна из гипотез. Но нельзя сказать, что, безусловно, только лишь вот такое неправильное воспитание гиперопека, она предрасполагает натыкание на моносферу. Нет, конечно. Но дело в том, что когда человек в моносфере в МД начинает разбираться в женщинах, он потихонечку приходит к такой мысли, что все АЖП, РСП. Только П у нее может быть чем угодно, в виде ее мамы, в виде ее тараканов, в виде ее самой даже, в том числе. И когда он начинает сначала разбираться в своей бывшей, вот, и некоторые аналогии увидит в своей матери. И если открутить назад, так сказать, по времени, то может прийти к такому заключению, что все эти трудности, все эти проблемы, иногда даже и, так сказать, методы воздействия практически аналогичны, что у мамы в детстве, что у твоей бывшей в браке. То же самое. Как они быстро спелись, черт возьми, вот смотрит так этот человек, да, как они быстро спелись, нашли общий язык. Они буквально неделю назад, они буквально вчера, час назад, не знали существование друг друга. И тут вдруг раз, и они уже единым фронтом выступают, ну, чуть ли не против тебя. Это немножко отрезвляет. То есть вот это инфантильное впечатление о том, что мама, это святое, это плохого не посоветует. самый близкий человек к тебе, для тебя, поздравил его детство и всю жизнь. Вот, происходит некоторое, так сказать, отрезвление со временем и, так сказать, с набором опыта. Сейчас я скажу. Во-первых, не все, а большинство женщин, вот вы сказали, все нет, ни в коем случае, не все большинство, может быть, подавляющее, может быть, нет, это во-первых. Во-вторых, вот эта тема раскрыта у Олега Новоселова, у нее есть глава в книге «Предательство матерью своего ребенка». Есть в учебнике для мужчин, вот эта глава, вот именно про эту тематику, как женщина мать предает своего сына. Почему это происходит? Да, там это все рассказано. Ну, потому что потребительское отношение к мужчинам, в том числе и к мальчику, в частности. Вот это, и плюс еще, вот до кучи, самое, что основное, на чем это все зиждется, у большинства женщин нет объективной самокритики. Почему? Почему? Эволюционно так сложилось. Как это? Что, какое эволюционное преимущество здесь? Я над этой темой думал очень много, я пришел к такому выводу, что если бы у женщин, у большинства, была бы объективная, объективная самокритика, то когда женщина находится в состоянии беременности, она могла бы, допустим, разумом понимать, что, допустим, не тому я дала, не от того я забеременела, и, следовательно, вот эти плохие гены каких-то потенциальных преступников, психопатов, я буду множить и множить и плодить. И поэтому они такими вопросами не задаются. То есть, если есть серьезная объективная самокритика, это ставит на грань выживаемости вид у женщины. То есть, если каждая женщина будет очень объективно, стратегично мыслить, кого допускать к телу, кому нет, от кого рожать, от кого нет, тогда вид в целом будет стоять на грани выживаемости. Самокритика это психологическое состояние? Оно как-то фиксируется в генах или что? Я не могу понять. Ну, в ряде случаев фиксируется, да. Самокритика? Да, да, да. Самокритика и вообще критическое мышление это определенное такое состояние психики, критическое мышление. И, соответственно, мы можем говорить, что, например, у психопатов это качество страдает, в результате чего они очень много негативных вещей социально совершают. Значит, большинство женщин это психопаты? Нет, нет. Не надо переначивать, передергивать, не надо. Это вообще некрасивый демагогический ход. Это вообще не совсем мужественно, скажем. Вы же говорите, что нет у них этого сострадания, критического мышления. Я такого не говорю. Я еще раз повторю, что я над этой темой думал. И если бы у каждой женщины была объективная самокритика своего поведения, в том числе полового поведения, то это поставило бы на грани выживаемости вид. Мы бы хуже... То есть вы оправдываете их? Никого не оправдываю. Оценочное суждение. Ну как? С точки зрения эволюции они делают все хорошо, правильно, поэтому мы выжили. И замечательно, что у них нет критического мышления. Это обосновано, да, эволюционно это обосновано, потому что в таком случае мы хорошо выживаем. Женщина себе конкретно не предъявляет каких-то вопросов таких фундаментальных, философских. А если бы каждая женщина задавала такие вопросы, она бы хуже рожала там от высокой рангой... Да не вижу я связи хуже рожала и то, что она не имеет критического мышления. Не будем... Звучит как оправдание, извините. У них инстинкт, поэтому она ведет себя как сука. Очень здорово. Это они, кстати, очень любят применять. Я почему такая придирчивая? А я тебя отбираю как будущего отца наших детей. Я не меркантильная. Я эволюцией занимаюсь тут. Понимаешь? Послушайте, вот цитата Михаила Н. Вот просто... Не авторитет. У психически здоровой женщины никогда нет объективной самокритики. В большинстве случаев. Вот это про то, когда мать растит ребенка в состоянии гиперопеки, она не подразумевает, во что потом ребенок вырастет, какую модель поведения он будет транслировать, как себя вести и на что она его обрекает во взрослом плавании, скажем так, в жизни. Я хочу два момента вставить по поводу матерей. Действительно, топик такой сложный. В общем, наверное, заслуживает, может, какой-то тематического стрима отдельного. Вокруг фильма или не вокруг фильма. Во-первых, я знаю, где у Олега Олеговича. У меня книжка есть, там это написано. Но он всегда рассуждает именно как этолог, как этолог-любитель. У меня есть, нескромно скажу, у меня есть собственная книжка, да, и в ней есть глава там про выбор партнера, где я так называемую зеркальную теорию излагаю. Я ее вычитал, это не моя идея, я ее излагаю на пальцах. Но там идет смысл, если совсем вкратце излагать, то смысл в том, что женщины, то есть, грубо говоря, жена с матерью часто совпадает не потому, что они магически совпали там из-за вселенной или не потому, что все женщины такие, а потому что именно есть механизм, к сожалению, когда мужчина склонен находить в точности или очень точно подходящий характер вот, ну, женщине, как его мать. Это именно, как бы, следствие его детства просто возникает. Вот, но это как бы на любительском уровне. А на таком более, если кому-то интересно, к сожалению, у меня книжка только на английском языке, я не знаю, есть ли она на русском, называется Absent Fathers Lost Sons «Отсутствующие отцы, потерянные сыновья». Там вся книга поделена на пять или шесть глав, где, ну, там, профессионал, психолог рассказывает, что вот эта вот модель отсутствующего или слабого отца, бывает, что он есть физически, но он как бы отсутствует, как фигура. Так у кого-то эхо, я мьют включу. В общем, вот этот вот момент, он по-разному проявляется, то есть, эта вот модель отсутствующего отца, она развивается в несколько разных веток, и он их там рассматривает. Ну, может быть, не все, это вряд ли исчерпывающий список, но я точно помню, там были разнообразные совершенно варианты. Например, модель как называется там, промискуитетная, то есть, человек, который не поддерживает постоянную связь ни с кем, он начинает активно искать, то есть, это одна из форм, там она при определенных условиях складывается. То есть, модель промискуитет, не способность к долгосрочным связям вообще. Модель гомосексуальная, как следствие, вот там в книжке написано, что это может складываться как одна из форм приспособления к определенным условиям. Что там еще была? Модель Дон Жуан, гомосексуалист. Там разные варианты, что-то такое, типа инфантил, там... Нарцисс может быть какой-нибудь. Да, по-моему, там нарцисс был, что-то такое, штук пять или шесть. То есть, этот выход, на самом деле, не единственный, их там целая ветка, и они еще могут, наверное, сочетаться там и переходить друг к другу. То есть, отсутствующая модель отца, она странным образом, я так понимаю, что даже сейчас профессиональные психологи до конца не в курсе, почему. Ну, да, получается, Сергей, это комплекс факторов. То есть, вот это вот, во-первых, генетика должна быть определенной у человека, раз. Неправильное воспитание со стороны матери, когда отсутствует отец, два. И еще определенные условия, где он растет, потому что он же контактирует с другими детьми, он как-то с ними общается, он видит что-то, другие какие-то модели. То есть, комплекс факторов, да, то есть, должно это как-то выстрелить, чтобы комплекс был, и это тогда уже потом в возрасте жизни мы увидим. Кстати, геронтофилия, по-моему, там была, ну, как-то по-другому называлась. Ну, в общем, смысл влечения к женщинам там на поколение, на два поколения старше тоже такое было. Ну, да, 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 который тебя, может быть, как сынка будет воспринимать, и у них будет какая-то другая любовь. Ну, то есть, как сын. Так, я не знаю, Дмитрий просто забыл руку убрать или держит руку? У нас сейчас без рук можно спокойно рассказываться. Да, ну, я хотел бы еще такой вопрос задать. В принципе, не по теме фильма, пользуясь тем, что на стриме есть психиатр. Вот, я хотел высказать такую мысль, что все люди, они в той или иной степени живут в каком-то информационном пузыре. Вот, даже вы сейчас, Сергей, кажется, говорили, что там человек там себе выбирает жену, похожую на мать. То есть, человек попадает в какой-то пузырь, и он начинает выбирать себе женщин, похожих на мать, и других женщин он уже себе не может найти. Ему, например, кажется, что все женщины такие. Или другой пример, человек, например, начинает читать, там, слушать каких-то блогеров, моносферы, и он начинает как-то жить этими проблемами, тоже попадает в этот пузырь, где там какие-то постоянные там разводы, психопатические женщины, а каких-нибудь, скажем, других блогеров он перестает слушать, и он как бы не видит какую-то альтернативную точку зрения. И вот вообще возникает вопрос, если взять, например, каких-то людей в моносфере, которые все это обсуждают, очень много людей, они находятся в очень сильном гневе, агрессии, и вообще возникает вопрос, а для психического здоровья, насколько вообще полезно, вредно во все это увлекаться, наверное, что-то это не очень хорошее. Я понял вопрос, вопрос хороший, актуальный. Значит, если человек находится в гневе, в агрессии, в раздражении, это только лишь один из этапов прозрения, который должен полностью пройти, смениться другим этапом, и уже в конце будет полностью гармония, умиротворение, не будет каких-то негативных эмоций провоцировать насущные, актуальные темы в моносфере мужском движении. То есть это с одной точки зрения может быть один из этапов прозрения, который неминуемый должен закончиться на другую, а потом полностью пройти с одной стороны. С другой стороны тут я вижу проблему такой чрезмерной фиксации. То есть действительно любой человек живет в информационном поле, он черпает знания и информацию, это безусловно, но когда человек нездорово фиксируется на какой-то теме и все. То есть, например, надо и книги читать, и блогеру смотреть, а когда он только смотрит блогера 24 часа, каких-то троих, четверых, которые с его точки зрения наиболее правдоподобные ему импонируют, и все, и больше нигде не черпят информацию, ни в книгах, ни в лекциях каких-то профессоров и так далее, а только лишь зациклен, то это, конечно, неправильная такая фиксация, это уже нездоровая модель. То есть в норме человек должен из разных источников черпать информацию, естественно, ее друг с другом сравнивать, делать какие-то выводы и уже понимать, кому больше я буду доверять, кому меньше, кто ближе к истине, кто дальше, кто дает хорошую аргументированную точку зрения, подкрепленную фактами, а кто какую-то аморфную информацию несет, и, соответственно, к нему уже не стоит прислушиваться. То есть не надо фиксироваться на чем-то одном, надо разносторонне получать информацию из разных источников, но наиболее хороших, конечно, проверенных и ее сопоставлять, всегда критически оценивать. Вот в чем дело. То есть если чувствуете, что в этом завязли, ну, как бы завяжите на недельку с Моносферы, не слушайте блогеров, погуляйте там, перемените роль деятельности на чуть-чуть, потом почувствуете, что уже все, такой фиксации нет, ну, заново начинаете кого-то слушать, если это вам актуально и нужно. То есть надо просто рот деятельности чуть, допустим, переменеть, повседневной просто, либо отвлечься там от блогеров, и не смотреть какое-то время, и все, это все пройдет. Просто не надо фиксироваться постоянно. Я всем рекламирую подход, в том числе про самого себя всегда всем говорю. Всякого слушай, никому не поддавайся. Не надо начинать обожествлять там людей, или идеализировать это, ну. Да, да, конечно, да. Ну, нужно как бы делать компиляцию, то есть какое-то свое мнение и свой какой-то выбор на основании там 10-20 наиболее авторитетных светил в области моносферы и мужского движения, но опять же делать последний выбор, последний какой-то вывод на основании компиляции, анализа и критического осмысления всех точек зрения, которые есть, 20-30, все их осмысли и на себя примерить, что тебе ближе, что дальше. То есть нельзя постоянно делать какого-то авторитета из какого-то блогера, не сотвори себя кумира. Так же и здесь. На это у нас есть критическое мышление. Есть универсальный тест семислового на страх, ненависть. Если информация или блогер внушает, сеет твоей душе страх, ненависть к какой-то группе, к каким-то людям, к истории собственной родины или к самому себе, то в игнор. Универсальная вещь. Всем рекомендую. А вот еще такой вопрос. Вот, допустим, скажем, какой-нибудь человек, ну, не знаю, там, придет на какое-то освидетельствование к психиатру. Ну, допустим, там, получить права или я даже не знаю что. И он, скажем, начнет говорить. Ну, вот, вы знаете, я принял красную таблетку и я понял, что я подключен к матрице. У меня открылись глаза на межполовые отношения, а у всех остальных людей закрыты на это глаза. То есть я принадлежу к меньшинству и начнет что-то там обосновывать там изотологии, какие-то вот такие теории, которые на самом деле в значительной степени они висят в воздухе, они мало чем подтверждены. И вот в этом будет еще проскальзывать какой-то там гнев на женщин. А вот вопрос, а как это психиатр должен расценивать? Психиатр должен однозначно это расценивать как подозрение на психическую патологию и направить к психологу на развернутое тестирование по каждому из функций психики. Потому что вот данный человек, который пришел на освидетельствование, он, видимо, для себя конкретно не понимает, что следует говорить, а что нет. То есть если ты пришел за правами на автовождение, естественно, будут какие-то вопросы, ты на них должен ответить. А вот именно нести какой-то монолог в течение получаса про какое-то прозрение, про какую-то красную таблетку. Психиатр сидит, он вообще не понимает о чем речь, зачем ему это надо, к чему. Знаешь, человек, как бы, видимо, пытается вот так вот какие-то свои проблемы решить и так вот через вот этот монолог жалуется на что-то. Значит, его надо обследовать и понять, может быть, действительно есть какая-то подоплека, может быть, он в открытую не может сказать, что его беспокоит, болит. А вот через такую тирадую монолог, он, может быть, пытается выплеснуть какой-то аффект, какую-то эмоцию, которая у него застряла и его точит изнутри. Поэтому психиатр, как специалист, обязан обследовать. Вот. А тот, который человек пришел на свидетельствование, он все-таки должен иногда критически осмысливать возможные последствия своих слов. Вообще, когда нужно что-то говорить, когда не нужно. Ну, то есть, в любой ситуации есть относительное психиатрическое свидетельствование на автоплаждение. То есть, получается, вот один и тот же монолог, если его сказать на каком-то канале в Ютьюбе, то это будет в рамках нормы. А если его сказать в кабинете психиатра, то же самое дословно повторить, то это уже будет подозрением на психическое расстройство. Да, будет подозрением, потому что получается, что человек не всегда понимает, когда что-то можно говорить, а когда что-то нет. Ну, к примеру, это все равно, что читает лектор какую-то лекцию, сугубо такую узконаправленную, допустим, там, по истории какого-то века читает. И в процессе лекции он начинает транслировать вот то же самое, что вы сказали, допустим, своим студентам. То есть, с одной точки зрения он прав, он правду говорит, а с другой точки зрения, зачем он это говорит студентам, если у него есть сугубо узкая тема, которую он должен разобрать и раскрыть, зачем он об этой тирадой как бы многоречиво вот так вот начинает излагать людям. То есть, непонятно к чему. То есть, уже возникает вопрос его адекватности. Вообще он адекватен ли данной конкретной ситуации или нет? Можно я прорекламирую? Кто не видел, я очень рекомендую посмотреть. По-моему, есть русский голосовой перевод. Лекция Сапольский называется «Биологические основы религиозности». Там огромный упор сделан на контексте. То есть, одно и то же действие, особенно связанное с какими-то околорелигиозными аспектами, почему он там много использует примеров шаманов, как смешных, так и не очень смешных. Например, он говорит там, что если человек вам скажет, что он видел куст, который горел, но не сгорал, то, скорее всего, вы ему поставите диагноз. Но в религиозном контексте это работает. И ключ здесь является контекст. То есть, если человек это делает в правильном контексте, то это нормально. Абсолютно правильно. То есть, человек должен себе отдавать отчет вот этого контекста, когда можно и нужно и приемлемо, а когда лучше не стоит. Это будет лишнее и будут какие-то уже потом последствия не совсем для тебя приятны. То есть, именно контекст должен человек оценивать. И в том числе ряд психических больных не могут правильно, достоверно, информативно оценить контекст. То есть, у них проблема. Они не могут оценить контекст, из-за этого у них такая идет разбалансировка, они не понимают, когда нужно и приемлемо, а когда лучше не стоит, надо бы сдержаться. Вот эта оценка контекста в том числе может наталкивать на подозрение о психической патологии. А вот тогда возникает такой вопрос, а вот бывают ли реально такие случаи, что есть какой-то человек, у него какой-то там развитый бред, какие-нибудь бредовые теории, но при этом он попадает там в какой-то кабинет психиатра, молчит об этом, и поэтому он не попадает в психбольницу? Такое может быть, но очень маловероятно. Объясняю почему. Даже если у него бред, он у психиатра молчит, и мы как бы не к чему нам докопаться, ну, к примеру, нам нечего выудить у него в другой где-то сфере, либо на работе, либо в семье, либо в коммуникации с друзьями и товарищами, все-таки этот бред он у нас идет транслировать людям. То есть не у психиатра, а хотя бы жене или другу, там, или сослуживцу, или начальнику, или почему он начнет рано или поздно, потому что это у него больная тема. И тогда вот этот человек, на которого он это все будет обрушить, свою бредовую конструкцию и будет интерпретировать, доказательства какие-то выстраивать, он насторожится, он поймет, что этот человек глубоко болен, и тогда он уже какие-то действия будет принимать. Либо посоветует обратиться за помощью к психиатру, либо сам будет настаивать на свидетельствии, потому что такой человек он может плохо кончить с бредом нелеченным. Я вспомнил анекдот про... Может быть, на этом мы и будем постепенно завершать, если нет там важных вопросов, про, как, значит, все там в психбольнице ловят рыбу в унитазах, да, значит, а один не ловит. И все бы хорошо, пока его не спрашивают, а почему ты не ловишь, да? На этом месте он говорит, что я дурак, рыбные места выдавали, да? На этом диагностика и заканчивается. Вот вообще, насколько возможно такое, что... Вот, Александр, вы говорили, что читали там Фуко, надзирать и наказывать, ну, там есть про психиатрическую власть, а, например, может ли произойти такое, что, скажем, общество, оно распространит психиатрическую власть, скажем, на моносферу, то есть создастся, ну, будет как бы создан такой консенсус, что вот эти люди, они сумасшедшие, у них там какие-то красные таблетки, там матрица, и, в общем, это какой-то коллективный бред. Нет, такого ни в коем случае не будет, потому что, ну, любое заключение врача-психиатра может всегда оспорить другой, какой-то независимый врач-психиатр, либо комиссия, и, соответственно, ну, как бы один так считает, другой так, и как бы нет, такого не может быть, потому что кто составляет моносферу? Это здоровые психические люди, которые трудятся, которые ежегодно проходят какие-то освидетельствования, там, кто-то в армии служил, кто-то водит и владеет оружием, и машину водит, и, соответственно, если кто-то попытается вот так вот всех огульно под одну гребенку, ну, в любом случае это как бы неправильно, потому что есть независимая как бы техническая помощь, и любой психиатр может как бы независимо там оспорить какую-то ситуацию, если к нему обратиться, пожалуйста, непредвзято, скажем так, так что это невозможная ситуация, это такая абстракция и фэнтези какой-то. Ну, а вот Американская психологическая ассоциация, она же где-то написала, что психиатрическая, по-моему, ассоциация написала, что вот токсическая мужественность там это какое-то психическое расстройство. я понял, это идет лобби с точки зрения феминизма и феминизм, скажем так, вот такими терминами пытается ну, как бы воздействовать на мужчин, которые не покорны, токсическая мужественность. Вот. Ну, то есть это идет лобби со стороны феминизма, когда, ну, это то же самое, когда и был гомосексуализм. То есть было лобби и, соответственно, эту рубрику убрали из психических заболеваний, хотя всегда она была, то есть гомосексуалисты раньше признавались психически больными и всем было очевидно, что это абсолютно не норма, а потом они стали абсолютно здоровыми в один день, просто убрали и все. Они были вчера здоровы, да, сегодня убрали, они сегодня уже здоровы. То есть ты вчера болел, а сегодня ты абсолютно здоров. Почему? Потому что было какой-то лобби, какие-то были интересы определенные. То же самое и феминист токсическую мужественность пытается какие-то критерии создать. Ну, потому что это выгодно, это еще один рычаг, инструмент для закабаления каких-то неугодных мужчин, которые идут своим путем, которые не хотят быть винтиком в системе и так далее. Ну, то есть очередной такой, такая попытка, по крайней мере, такое поползновение вот мужчину в какие-то рамки засунуть насильное, чтобы он не рыпался, не вякал. Если что, вот ему ярлык этот приклеить, да, допустим, и все, он психически больной, соответственно, сего иной спрос уже. То есть это какое-то лобби. Надо изучать этот вопрос, вот, смотря еще, что они под этим подразумевают. Может быть, токсическая мощность, с одной стороны, это возбудимый психопат, тогда он, да, безусловно, болен психически, а может быть, совсем другое они подразумевают. То есть надо анатомию вот этого термина проследить и посмотреть, из чего он складывается, что в него вкладывают. Вот эти люди, которые пытаются это лоббировать и на психиатрию вот это вот перенести. Ну что, господа, позвольте, я от всеобщего имени, во-первых, выражу огромную благодарность Александру, психиатру, который сегодня, в общем, вынес на себе именно с профессиональной точки зрения. Я считаю, раскрыли сегодня массу крайне интересных аспектов. Я, ну, большую часть не знал того, что сегодня прозвучало. Вот. И надеюсь, что у нас будет еще повод не раз встретиться. Если, Александр, вам нужно там какую-нибудь, не знаю, там добавить ссылки или продвинуть контакты чего-нибудь, где там ваши услуги оказываются, там, или книжки, или что-то еще, то, в общем, готов добавить и там прорекламировать и так далее. Вот. Ну а всем, кто вынес на сегодняшний мега-стрим, мы сегодня, у нас рекорд, это 4 часа, у нас такого еще ни разу не было. И главное, вероятно, это будет стрим, который действительно можно будет смотреть повторно. Редкий случай. Всем тоже большое спасибо. Я видел, что было множество прерываний, там постоянно YouTube говорил он-офф, он-офф, и я там трижды, по-моему, перезапускал стример. Так что сейчас, когда закончится, у меня, ну, свернется запись, которая сейчас все еще идет. Я ее выложу, наверное, вторым файлом сюда же, прям отдельно, прям с видео, чтобы, чтобы все-таки изображение было. Ну, всем спасибо огромное. Спасибо огромное, Сергей. Будем дальше разбираться, если будет желание, какие-то фильмы интересные. Спасибо. Если будут встречные предложения, каких-то значимых, на взгляд психиатра, фильмов, которые стоит разобрать, которых мы не знаем, то, в общем... У меня сразу есть вот фильм «Игры разума». Посмотрите, вот это один из моих любимых фильмов, там и психическая патология обыграна, и любовь, ну, такой вот, как сказать, для размышления интересный фильм. Я могу сказать, я был на лекции, у нас профессор этот фильм разбирал по кусочкам с точки зрения психопатологии, то есть показывает нам кусочек одну-две минуты и дает такой развернутый ответ, вот как в психиатрии есть, как здесь обыграно, где точно, где не точно, где достоверно, и насколько вот это все вообще сопоставимо с современными достижениями науки с точки зрения, вот, скажем так, подачи и описательной такой вот базы, расстройств каких-то там, симптомов и так далее. Для меня это вообще серьезный фильм, вот подумайте, если будет интересно, можно будет... Я фильм хорошо знаю, я его внесу, у нас есть сейчас открытый список голосования, там в отдельном касте, я туда его добавлю в общий список, так что очень может быть. Спасибо. Спасибо. Ну что, счастливо, я буду завершать. Пока. Доброй ночи. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok